Глава четвертая. Музей по ноптику. Снова студенчество. Осенью стал я студентом-филологом. В академической жизни был кодекс приличий. Считалось, что декадент, изучающий логику, бред, афоризм — смертный грех. Пельдер негласно от будущих учителей Трубецкого, Лопатина — не для меня философия иде. Учителя мои дико боялись Флоренского, Эрна, Свинтицкого, явно преследовали и кантианцев. Профессор Лопатин, являвшийся с черного хода к спиритам, считал, что под форму и критики Риля зарезал он линию канта когда-то. Положительные задачи философии. Том 2. В этом сочинении Лопатин борется с взглядом Риля на формальный характер принципа причинности. Лопатин, староколенный метафизик, поклонник Лотца, Соловьева и других метафизиков, считал линию наукообразной философии Когена опаснее всего. Отсюда его нападение на инакомыслящих идеалистов. Примечание автора. Когена и Риккерта знал он лишь в пересказе профессора Права, Хвостова. Живали ли там и они в одной местности? Бойко и Хвостов, дилетант философии, старому опытному философскому козлищу свой итог чтений передавал на прогулках. А козлища, чтящая Лебница, Лотца, Владимира Соловьева, остервенялась, ознакомляясь с ходом мысли философов Когена, Риккерта, Наторпа. Сейчас даже трудно представить себе, как различные оттенки идеализма гипертрофировались и какие глубокие бездны вырывали смешними. Возьмите книгу Эрна «Борьба за Логос», и вы наткнетесь на почти бранные выражения по адресу молодых рекертианцев. Смотрите «Эрн. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. Москва, 1911-й». Белый имеет в виду прежде всего входящую в эту книгу статью «Нечто о Логосе, русской философии и научности» по поводу нового философского журнала «Логос». Примечание редакции. Книга вышла уже в 1910 году, когда смягчились острые углы между оттенками идеализма. Идеалист Лопатин в первых годах столетия преследовал кантианцев и особенно неокантианцев, идеалистов другой масти. Нажим метафизики определенного толка на метафизиков другого толка, антологистов на гносиологистов, аннулировал почти смысл моего поступления на филологический факультет, на котором я хотел изучать Канта, Риля, Когена, Либмана, Амелодца, Спинозу, Платона и Аристотеля, официально мне предлагавшихся. Семинарии по последним были. По первым не было семинариев. Нажим оказался последней попыткой конца века вырвать с корнем философские моды начала века. После смерти Сергея Трубецкого, под давлением боли мягкого его брата Евгения, заместившего кафедру брата, крепостнические замашки Лопатина получили отпор. Евгений даже силится разобраться и в нас, символистах. Не понимая нас, все же пытается понять. Увы, не пленяло меня посещение лекции. Никитский качался над греческим текстом. Белый посещал семинарии профессора Никитского по греческому языку. Примечание редакции. Всклокоченный чернобородый чудак Роман Брандт кричал, как на пожаре, стуча мелом в доску. Словачка! Словак! Белый слушал курс профессора Брандта «Славянская филология». Приводимые слова Брандта вошли в шуточный обиход Белого, Соловьева и Блока. По свидетельству Бикетовой, в слове «Словачка» есть намек на некоего московского профессора, которого изображал в лицах Сергей Михайлович Соловьев. Письмо Александру Блока к родным. Том 1. Письмо Сергея Соловьева к Блоку от 3 августа 1905 года подписано «Твоя Словачка». Литературные наследства. Том 92. Александр Блок. Новые материалы исследования. Книга 1. Сравните шуточную фразу Блока в письме к Белому от 9 сентября 1905 года. «Я женщина-словачка». Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Страница 140. Примечание редакции. Наглазником черным с причмоком бросался про серой Любавской серейшей истины о расселении на Припяти древних славян. Тимирязев, Менцбер, Павлов, Умов. Какой яркий рой имен по сравнению с этой серой компанией. Был исключением курс философии, читанный нам Сергеем Трубецким. Этот длинный, рыжавый, сутулый верблюд с фасом мопса на кафедре вспыхивал. Из некрасивого делался обворожительным. Он не судил по Льюису, Новицкому, Целлеру или Виндельбанту. Купаясь в источников, заново переживал Гераклита, Фалиаса или Ксенофана. Бросая указку, он импровизировал над материками. Их, а не школу, вводя в поле зрения курса. В стиле таком он ввел и семинарий свой по Платону. Мы, взявши диалог, осилив источники, в ряде живых рефератов и прений, знакомили с мыслью Платона. Профессор не гнул линии, лишь дирижируя логикой прений. Я пробовал в эти месяцы читать рыхлые тома Альфреда Фулье о Платоне. Иной семинарий Лопатина, взявшего монодологию Лейбница, еженедельно по тезису мы разгрызали, но расходились ни с чем. Фыркал Фокт. Студент Топорков, лишь для вида себя превращавший в Лопатинца, сыпал цитатами из источников. А овцеок и профессор, проваливаясь в своем кресле, блистая очками, сидел с видом издыхающего, сомкнувши глазенки. Взапревшие овцы впустую мы прели. Порой лишь профессор выскакивал из кресла, как лешие скочки, вцепляясь в ненужную частность вопроса, чтобы, отколовший над ней козловак, повалиться овечьей головкой в кресло, присесть за кустом бороды, дожидаясь минуты, бежать с семинария. И она наступала. Тогда, переваливаясь мелким трусом, махая бессильными ручками, брошенными себе за спину, точно гребущими в воздух, он кустом бороды улепетывал в дверь. Студенты-философы, чувствуя, что надо же что-нибудь делать, дьютились в кружках. В одном выбрали предметом разбора критику Владимира Соловьева, и глава за главой грызли ее. Критика отвлеченных начал. Собрание сочинений Владимира Соловьева. Том 11. Примечание автора. Здесь работали Бердников в качестве дьявола от диалектики, Хренников, Сыроичковский, Эрн, Соловьев и Свинтицкой, потом оставленный при университете Эрн, исчез за границу. Кружок не давал ничего. Ища дело, его я забросил. И стал промышлять от себя, где бы мне для себя раздобыть педагога. Так был я прижат к антианцам, возглавленным Фохтом. Порывистый, бледный, бровастый, он взвил в круг моих жизненных встреч каштановую свою бороду и свои турьероги и кудри. И в мир трансцендентальных априори силился меня унести, с видом пленяющего луцоватого рыцаря, пленяя курсисток восторженных. Борис Александрович Фохт, Мефистофель, склоненный к шестидесятипятилетнему и одноглазому старцу Когену, воздвигшему в Марбурге трон, точно Гретхен, Малоху Сему экспортировал юношей, им соблазненных философией Когена. Точно налаживал рейс Москва-Марбург, пока не поехали московские юноши к философу Гуссерлю. Нервный Фохт откидывал лик, вводя бровью, хватаясь за голову. Он с сатанинскую яростью, перетирая ладони, зарезывал чистым понятием нечистоту символизма, трясяся от ненависти к инакомыслящим до... до ласковости. Он импонировал мне благородную злобой своей. Чистые понятия — термин Канта, примечание автора. Гонимый лопатином, перегрызал он лопатинцем и религиозным философом горло. Великолепнейший умница и педагог, несправедливо оттесненный от кафедры... Кафедры он сделал свой дом, обучая здесь методологии нас. Я, уважая его и любую с трясущейся яростью, к декадентам, к нам обращенной, селился с ним завязать разговор. Увидав интерес к критицизму во мне, он изменился. В двух фразах, случайно бросаемых, после в беседах мозги мои вывихнутые, по его мнению, вихнул в Канта он. Я у него находил то, именно чего искал. Как пианист ставит пальцы, так ставил он аппаратуру логическую, не касаясь мировоззрительного содержания, но требуя четкости в методологии. Я не встречал никого, кто бы так умел пропагандировать Канта. Его внедрение нас в трудное место у Канта звучало как романс. Запивающий Канта Борис Александрович, фигнер философской Москвы 1904 года. Высокий, плечистый, с подергом бровей, с удивительной пластикой жестов, с потряхом каштановых турих рогов, он напоминал оператора-медика, может, отца своего, Александра Богдановича Фохта. Ни в ком не встречал я такого умения в лепке абстракций чудовищных в наших мозгах. Я позднее двенадцать лет мозг мой в лубках консервировал, чтобы зарос его слом. Возжигал в наших душах он Канта так, как когда-то Лев Поливанов Жуковского. Трогала зоркость Фохта к логическим сальто-мортале в мозгах его паствы. Он показывал пальцем на малую полочку томиков и восклицал, где ее изучить, и трех жизней не хватит. Тут стояли Кант, Файгингер, Натторп, Коген. Он считал, философия чистая вся от Когена до Канта, и от Канта к Когену, а прочая нечистота от Себятина, Гиль. Он не прел уже с рекертианцами, предпочитая в салоне выщипывать винные вишни, ему предлагаемые из коробки конфект, и юные дамы, плененные его мефистофельским профилем. Промедитировав десятилетия над критиками Канта, ядовитой слюной обдавал он пробеги по томам истории философии, и это дилетантизм. Раз мы встретились с ним у Христофоровой. Он за ужином, выпивая вино, открыл фейерверки афоризмов в стиле Ницше. Борис Александрович, и это вы, кантианец? Как можете вы думать так? Он в ответ дернул бровью. Не думать, а быть. Он, щелкнув пальцем по рюмке, моргнул. Кантианцы, мы думаем днем, а бытийствуем вечером. Истина, правда, совсем не жизнь, а метод. Жизнь шепчет он, остановясь среди линеющих могилов, метафизическая связь трансцендентальных предпосылок. Белый урна. Примечание автора. Такой методолог сознанию моему импонировал все годы. Кантом. В мое бытие омраченное. Уже Брюсов входил. Фохт и Брюсов тогдашние мои ножницы. Неразрешаемая чепуха с Н. В конец натянуты мои отношения с Брюсовым. Этот последний, все более ревнуя меня к Н, меня ловил у Бальмонтов в весах. И, раздразня с афоризмами, делаясь с чертом, он мне намекал любезнейшее на поединок возможными шнами. Еще я не знал тогда его отношения с Н. Сама настрачивала его на меня, а потом ужасаясь себе. Раз его возвращаясь из лекции профессора Бранта, я встретил. Он, выпучив губы, сжимая крюкастую палку, сидя в Александровском саду на лавочке и вперясав красные листья, которые с мерзлой пылью крутились, в косматый туман. Увидавший меня, он опять намекнул мне о возможности нам драться, и мне даже показало, что он поджидал меня здесь. Скоро он мне стихи посвятил, угрожая в них. — Вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу. Бальдору Локи. Через два года это посвящение было снято. Примечание автора. — А бумажку со стихами сложил он стрелой, посылая их мне. Я ответил. — Моя броня горит пожаром, копье мне молния, солнце щит, тебя гроза испепелит. Сокращенно цитируется заключительная эстропа стихотворения «Старинному врагу», датированного 9 декабря 1904 года. Стихотворение и поэмы, страница 465. Стихотворение было отправлено Брюсову 14 декабря 1904 года. Смотрите «Литературное наследство», том 85, Валерий Брюсов, страница 336-338. Примечание редакции. — Скоро встретился я с ним у Бальмонта. Он, хмуроткнув руку, тотчас исчез. Энн потом мне рассказывал, что он видел сон, его де протыкаю я шпагой. Веселенькая, в общем, осень. И сыпались точно осенние листья, никчемные лекции профессоров, исполнительные заседания у органавтов, работа в весах, споры у астрова. Все как сирело, и падало, 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 каплями дождя в окна. Я сирился точно петух закричать, но сознание гасло, отчаянно взмаливаясь и бессильно барахтаясь в падавшем времени. Яркими были одни впечатления от концертов о Лениной и Дальгейм. Средь моих однокурсников вырисовывались Борис Садовской, вскоре верный сотрудник весов, Сергей Соловьев, Ходосевич, пока еще только поэтик от грифа, он к Брюсову переметнулся позднее, Малевич, впоследствии, кажется, музеевед, еще юный Борис Грифцов, черный, четкий, Гордон, когенианец, в то время левонастроенный общественник с симпатиями к большевикам. Владимир Аттонович Нилендер, с которым впоследствии мы подружили, лет двадцать и ныне дружим. Он был студентик с забегами, с прочтением диких своих стихов, лес шумел в них багровыми звонами, и синий стук стучал, он стал органахтом впоследствии. Верный добрым традициям дружбы Владимир Аттонович Нилендер не раз избавитель, целитель, внимающий друг и учитель подчас. Он ученый карьерой пренебрегал для ученейшего описания им собираемых перлов, неданных академической наукой. Знакомый Федор Евгеньевич Корша, внимавшего юноши, он, спец, научивший ученых, не мог сдать экзаменов, вечный студент и почти академик. Ему казалось, экзамены сдать не досуг, когда он прокладывал новые вехи в чащобах античной культуры с секирой в руках, в час экзамена официального, свет проливая на сущность орфических гимнов, на александрийские тексты, в науке дыхания, произношения, ритма античных стихов, этот живо взволнованный, самотверженный путаник, часто чудак, мой учитель и ментор. Он, точно закупленный багажами никем не учтенных подглядов, хватал мою руку и требовал часто без слов «Да щупайте!» И мне нащупывался нерв культуры науки, еще ждущий кадров, идущих за ним по пятам. Но кадров не было. И оттого квинтэссенция строгой научности порой в нем бредом звучала мне. Но бред в годах прояснялся в науку. Владимир Антонович врезался в нерв нашей жизни. Он стал аргонавтом. Золотое руно, по данным истории, золото реки Риона. Страна золотого руна, нынешнее Эмеретия. Примечание автора. Неллендер, как золотоискатель, свои золотые песчинки выщипывал 25 лет в грудах текстов. И прял, как бы, из этих песчинок свою драгоценную научную ткань. Понимал заново Грецию. Точно новый Езон, совершающий свое одинокое плавание в глуби веков из XX века. Глубокий он рыл всюду ямы для мощных железобетонных фундаментов будущего. Ямы эти пугали. Но я не пугался. В них видя начало гигантской работы над текстом, взывающим кадром ученых. Ученого в косноязычном тогда молодом человеке я чтил. Человека же в нем, бросавшего труды, чтобы лететь, выручать своих ближних, я нежно любил и люблю. Сколько он напоил, накормил материально, духовно. Открыв двери комнаты, этого книгой снабжая из великолепной, единственной по сочетанию книг библиотеки, того одеждой, деньгою, последней, последним куском заработанного часто в трудных усилиях хлеба. В Дону некогда взял он в руки быт жизни Эллиса. Поил, кормил, опекал. Бесприютному мне однажды открыл двери. И тоже поил, кормил, со мной нянчился. Целый раз учреждений выручил он, превлачив вагон с хлебом в год голодовки. Рассеянный этот ученый чудак мне доказал, что такое есть сила стремления. Он, неудачник, не кончивший курса, тренировавший своих учителей, археолог, учивший сыпенью для понимания греческих текстов, учивший артистов плясать и держаться на сцене, жестикулируя по Бругману, рода и греческому словарю. Парадокс. Помню его диким студентиком, бледным и зябким. Сперва он принес мне свои бреды, стихов. Потом первые, еще не дорожшие до ясности, мысли, меня поражавшие порой прыгучей и жизнетворческой силой. Оригинальный и гордый, скромнеющий с виду, он не открывал лабиринт и убегал в свои словари. Никогда не любил я абстрактников и мономанов. Но моносом мысли, порой невидим на Леандере, я ужасался долго этому развертывателю ям, из которых тянуло сырым, жутким хаосом. Бледный и нервный студентик не раз пугал. Но, приглядываясь к нему, понял я, что ямы — суть клады, где покоится данность сырья, добываемого не по штампу, что у него есть метод в борьбе за свободу от предпосылок сознания. Иные филологи по сравнению с Леандером для меня в шорох ходили. И даже великий филолог Вячеслав Иванов казался мне догматиком перед Леандером. Громкой Фадей Францевич Зелинской казался мне взглядом, отвлеченным от нечета. Обратно Ростовцева убивало ненужное крохоборствование. Мне Леандера мелочь интересовала лишь как симптом, подтверждавший его часто очень оригинальный научный подгляд. Все его выводы из жизни Греции для меня имели животрепещущий смысл. Не было в нем ничего от академических филологов. Он был часто парадоксален, субъективен, но жив, но наш, нашей эпохи. Если он на года нырял в невылазные для меня чаще архаической Греции, то только для того, чтобы, вынырнув из них, вернуться в жизнь и показывать, как говорил, дышал, писал гимны, и их читал исторический орфик или александриец. И эту живость восприятия Греции он позднее доказывал великолепные своими переводами древних. Неллендер перевел сохранившиеся фрагменты текстов Гераклита. Смотрите Гераклиты Эфесской, фрагменты, Москва, Мусагет, 1910-й. Позднее переводил древнегреческих трагиков, Эсхила, Софокла, примечания редакции. Меня менее занимала, прав он или не прав, меня занимала живость его выводов и их связь с нашей эпохой. Все-таки Зелинский воспевал прошлое. Ростовцев его разваливал в груду неинтересных мне фактов. А Неллендер возвращал это прошлое нам. Пусть его он перековал по нашему. Для уразумения орфизма, походив в орфиков года, возвращался он все же в 20-й век, тем же милым, любвеобильным оттоначем. В сперва очень редких заходах его ко мне я чувствовал монументальную цель. Говорит, говорит, вдруг «Ага, схвачено!» и исчезает. В подкладке мне им книжечек чувствовалось очень бережное руководство моим интересам. Сергей Михайлович Соловьев оценил бескорыстную ярость под скрытную скромностью юноши. Метнер подчеркивал ценность усилий его. Им удивился Вячеслав Иванов. Неллендер стоял мне примером, как связывать метод ныряния в Грецию Фридриха Ницше с работой Бругманов. Он же, внимая работе моей, то подкидывал, бывало, аристоксена или Вестфаля, а то маловнятного, но мне нужнейшего в данном моменте профессора Петри. Исследование по счислению метров. Примечание автора. Беседу с композитором Танеевым и разговоры с Неллендером формировали некогда мой метод разбора стихов. И за все ему хочется крикнуть спасибо. Я не говорю ободрители, други, товарищи, братья, которому еще придется не раз возвращаться впоследствии, в других томах, где его алицмотив звучит ярче. В периоде мною описываемым он еще тихий студент, забегающий ко мне изредка. В то же время прочерчивается передо мной и сухострогой тощий студент Киселев, книголюб, собиратель книг, спец по романтикам и по трубадурам, весь экслибрис, молчальник. Лишь изредка он реагирует четкой поправкой историко-литературного свойства на наши слова, или палец, прикладывая к протонченному пропилю, басом своим трещит. Я сейчас. И исчезает. Чтобы выйти с редчайшей книгой, ее поднося как икону, боишься дотронуться. Вот физика. Это труд Атанасия Кирхера. Или Арс Бревис. Труд Раймонда Луллия. Машина мысли. Сидел он всегда с укоризненным видом, отвертываясь от всего, что не есть книга, точно слабая тень. У стены в тенях. Пенсне с черной ленточкой, тощие усики, правильный нос, лицо серпиком, строен, высок, худокровен. Он герборизировал то, что ему подавалось под категории жизни, высушивая живые инциденты, как цветики. И их точно расплющивал в книжных томах. Утонченный знаток древних ритуалов, истории тайных мистических обществ, готовил он каталог каталогов, как труд жизни, который не мог он завершить, отписавшись однажды заметкой к вопросу о методах присоставления каталогов. Подразумевается, по всей вероятности, работа, написанная Киселевым в соавторстве с Петровским. Инструкция каталогографическая. Составление карточного каталога. В книге «Виноградов» организация Центральной библиотеки СССР как культурный памятник Ленину. Москва, 1924. Примечание редакции. Нос свой просунув куда-нибудь, понюхав что-нибудь, трещал голосом. Здесь спирит сидел, здесь мистик чихнул и, обнюхав любое явление, точно писал к нему каталожную карточку, чтобы в свой каталог его засунуть, и ходил к нему, чтобы нас регистрировать карточкой музееведческой. Этот сухарь, доскональный и бледный, таил в себе, однако, и дикие взрывы страстей, выступая не раз экстремистом и максималистом. По линии этой он одно время и сблизился с Эллисом. Сухо-скупой на слова, пунктуальный и запоминающий текст с приложением всех его вариантов внушал нам уважение. Мы обращались и с ним точно с тонким стеклом, еще разобьется, обидясь на наше незнание. Эллис развил шутливейший стиль в отношении к нему, приставал, дразнил его, тыкал, схватив за загривок, а он с фатализмом сносил эти резвости, лишь сухо покрякивая «Лев, оставь меня!» «Человек изумительный!» — Лев изумлялся. Киселев платил тем же, снося все нерящества «Льва». И, поглядывая сухо, строго, касаясь пальцем лица, он скрижащущим голосом напоминал нам о светлых сторонах путаника. В дни, когда мы пропадали на митингах, когда Петровской вместе с кучкой студентов, забаррикадировавшихся в начале забастовки, в полуазарта вытаскивал железные жерди из университетской ограды, чтобы защищаться от предполагаемого нападения полиции этими пиками, тогда именно Киселев, наплевавший на все, всему спину подставив, казалось, пылал в инкунаболах. Вдруг однажды он позвонил мне, неспешно разделся, пошел в мою комнату, сел с укоризненным видом, дотронулся пальцем до лба, помолчал и сказал своим резким, скрижущим голосом, «Я эти дни размышлял, что нам делать. И вот я пришел к убеждению, необходимо составить нам, вам, Алексею Сергеевичу, мне и Сизову, для взрывов минный парк». «Что? Минный парк, — говорю я. Да вы спятели. И я стал доказывать, нам ли это?» Речь идет о баррикадах в университете в начале всеобщей забастовки. Эти баррикады возникли случайно. Во время избиения демонстрантов перед Думой, часть преследуемой публики вместе со студентами, забежав в университет, стала в целях самообороны баррикадировать входы и выходы, наспех вооружаясь, чем попало. Университет около суток был обложен казаками и полицией. Примечание автора. Он выслушал молча и со мной согласился. Пожалуй, вы правы. Корректнейше встал и ушел. И опять провалился, казалось, в своих каталогах. Подчеркиваю еще раз, я описываю коллектив чудаков. Мы, органавты, в освящении позднейших лет, требовавших четкого самоопределения, были несосветимые путаники. Описываю я нелепые идеи друзей моей юности не для того, чтобы сказать, как это оригинально, а для того, чтобы читатель увидел, какой хаос господствовал в нашем сознании. Примечание автора. Третьим предстал в то время передо мной Михаил Иванович Сизов. Мне помнится длинный худой гимназист, полезший однажды на кафедру в кружке, чтобы возразить Бальмонту. Две первые фразы, им сказанные, поразили весь зал. Третьей же не было. Пятиминутная пауза. Он выпил воды, побледнел и... Ушел. К удивлению Бальмонта и всего зала. Он вынурнул для меня уж студентиком через год на реферате моем, возразив мне таким способом, что я подумал, когда этот студент распутает Гордиев узел своих идей, то последние выводы моей теории, я же все годы мечтал о теории, мною построенной, будут превзойдены этим будущим теоретикам символизма Сизовым. Да, мы были еще и юные, и глупы, и нам казалось, что каждый из нас чуть не звезды хватает с небес. Стал он часто являться ко мне. Мы чаи распивали. Я замятными пряниками посылал. Мы их кушали и рассуждали о мудрых глубинах, лежащих на дне символизма. Он с милым уютом переусложнял до безвыходности мои мысли. Он всюду являлся красивый, веселый, уютный и длинный. Его полюбили за добрость, шутливо дразня. Длинный Миша пришел. Он дружил с Киселевым. Опять дружба странная. Сизов был естественник, а Киселев убежденный словесник. Сизов увлекался массажем, пластикой, физиологией. И Дармакирти, буддийским философом. А Киселев совал нос в Виланову, Кунрата, Ван Гельмонта. Миша Сизов был незлобивый юноша, стихи писал. К ним мотив подбирай на гитаре своей. И отливал загогулины мысли. Хотелось воскликнуть. Куда его дернуло? Сюда и Макар не гоняет телят. Он же, съездив к Макару на обыкновенном извозчике, часто и Андрон на телеге с ним ездил, возвращался во своясе, здоровый, веселый, живой, и показывал нам свои шутливые шаржи. Как то Будду в воздухе. Он был не прочь при посредстве гитары пропеть нам свой стих. Киселев-Сизов-Пара Соловьев говорил мне, смеясь, ты любишь арбуз, а я дыню. Ты над комментарием Хканту способен гибнуть, а я погибаю над греческим корнем. Сизов тебе ближе, а мне Киселев. Мы насытили ими различия наши. Я первую книгу стихов своих назову «Серебро и рубины», а тема твоих стихов — «Лазурь, золото». Слушаешь ты Трубецкого, а я Соболевского. С Метнером ты, я с Дальгеймом. Владимир Атоныч Нелендер нас связывал. Тройка друзей казалась мне приращением 1904 года. Павел Иванович Астров Раи посетителей, пестрость. Исчезла интимность моих воскресений. Ну как сочетать Соколова и Фохта? Поэта Паяркова и доцента Шамбинага. Смех, музыка, пение — собрание у Владимирова. Сергей Соловьев же, сплотивший у себя поэтов-филологов, круг своих тем ограничил. Элис, томящийся организатор органавтов, ища себе кафедры, стал ко мне приставать. Астров, Павел Иванович, дает нам квартиру для сборищ и чтений. У них там свои земцы, судьи. Я прочту об Адлере, о Данте им. Они будут молчать. Это ничего. Астров — милая личность. Ну, там он с Петровым, Григорием, с детской преступностью борется, следователь. Но послушай, что общего? Элис же настаивал, усик крутя, и при помощи Эртеля нес свою агитацию. Что же, попытка не пытка, гы? Будем, где мы, в пересыпку с хозяйской идеологией сеять и свою. Элис ведь новых людей вырывал, как коренья из разных кварталов Москвы. То являясь хромым капитаном в отставке, читающим нам двадцать пять написанных драм. То с Киселевым, то с революционером Пигетом, то с белясой девицу Шперлинг, то с зубной врачихой Тамбурер, то с где-то подобранным им Кожебаткиным, то с Асей и Мариной Цветаевыми, то с Крахтом, скульптором, принесшим в дар свою студию, где некогда отгремел молодой мусагет, то с Сахрамовичем Ашмарином, с папер, Марией, поэтессой, пищавшей в стихах о том, что она задыхается страстью. Элис нуждался в кафедре, и ради нее ввергнул всех нас он к мировому судье, тогда еще следователю, к супруге его и к мамаше Цветковой, к трем братьям Астрова с женами, к старцу-художнику Оставьеву, к терпкой его половине, к учителю Шклеревскому. Прибавьте, философ, право, филянской, судеец-поэт, лет почтенных, седой громогласов, профессор, и сколькие, о-о-о, немного ли, Верлен и Петров, дефективные дети и Данте, Иван Христофорович Озеров и Клеопатра Петровна Христофорова, ведь это как семга с вареньем. Но Элис Гигикл, священник Петров, ерунда, он песочек плевательницы, не в нем суть, а в нем уступаемой квартире. Мы островых братьев заставим молчать, а ниде загорцуют, как кони под нашу дудкую. Так восстал к жизни ненормальный кружок, из которого я убежал через год. Помню день, когда, взмаливаясь лепетавшими каплями, дождик по стеклам постукивал. В слякоти дымы клокастые серыми перьями черного и черноперого времени стлались. Из дыма восстал мне аскетический следователь или евангелист от Петрова Григория Павел Иванович Астров. Костлявый, высокий, с прорезанным ликом, с бородкою острой, порывистый, нервный. Глаза его серо-зеленого цвета впевались, высасывая, будто вел он допрос. Ему было лет сорок. Он думал о зернах полезного, доброго, вечного, собранных с ним и священника Петрова, хватаясь за лоб, улыбаясь с натукой, давясь улыбкой, искались от этого, вовсе не слушая вас и соглашаясь на все, что бы вы ни сказали, но пронзая глазами, усиливаясь быть нерезким. И в этом усилии напоминал он нам героя великого Диккенса Урия Гиппа. Урия Гипп — персонаж романа Диккенса «Жизнь Давида Копперфильда». Примечание редакции. Посетителя он в кресло сажал, будто схватывал, чтобы защелкнуть наручники. Срывом бросался на смежное кресло, руками схватясь за колено. И весь напряжение, как обмирал, выливаясь в глаза, выпивавшие зорким вниманием «не вас», свои собственные мысли о детских приютах и о юридическом обществе, где он был деятель. Впав точно в каталепсии на полусловии и на полужести своем, он становился столпом соляным. Иные видывали его посреди мостовой, под пролетками с взором, вперяемым в небо. Он что-то руками выделывал в воздухе. И бормотал сам с собой. Быть может, молился он в скрещении рельс посредине Кузнецкого моста. И то же случалось, когда, обхвативши руками колено, глазами он высасывал вас, и потом ломал свои пальцы пальцами, а пальцы хрустели, и делало страшно от этого. И казалось, что он флагеланд, а не следователь. Казалось, отпустив посетителю с себя сорвавшей одежды, схвативши на гайку, во славу святого Петрова и детских приютов, отхлещет себя он. Флагеланды, бичующиеся, представители западноевропейского религиозного движения позднего Средневековья, исповедовавшие идеи искупления грехов посредством самобичевания. Примечание редакции. В деловом отношении сух, наблюдателен, настоящий следователь. А в идеальном, став точно труба самоварная, паром прял из себя самого через все потолки, даже крыши, под звезды, в пустоты. Он с кем-нибудь вечно возился, кого-нибудь вытаскивая из беды, выручая и деля со своими скуднейшими средствами. Доброта напряженная эта для тех, кто встречался впервые с ним, выглядела иногда вкратчивостью судебного следователя. Но под маску и вкратчивой таились шип ригоризма или режущая беспощадность какого-то аскета и столпника. Он совсем не владел своим словом. Пытаясь, бывало, нам возражать, он долго качался на кресле, схватясь за колено, и пальцы свои изламывал, голову вскинутую, защемившую в руках, спотыкаясь, молчал, нас измучивал напряжением, и отысканием ему нужного слова. Откинувшись с полузакрытыми, точно в экстазе глазами, стремительно потом произносил точно «хлыст зародевший» слова в перегонку и стучал кулаком по столу прокурорам каких-то святейших, никому не зримых судилищ. Вдруг точно с неба упавший испытывал он стыд, прижимая к груди руки, стуча в грудь точно в дощечку, костяшками пальцев, и кланялся, точно прося прощения. Как урия гиб. Босоногим испанским монахом, одетым во вретище светское, позднее мне выглядел он. Середины в нем не было, только углы, то суровый, сухой, непреклонный, то мягкий, готовый на все с униженным поклоном и с перетиранием рук. И на падаль Бадлера, и на светиса Рачинского, которого он провалил таки раз в юридическом обществе, вдруг с угловатой резкостью в миге, когда он считал своим долгом кого-нибудь выручить, крупно помочь в тихомолку, сквозь все потолки и от Петрова Григория, и от своего либерализма Прогорклова он убегал. По Москве чьи-то бегали ноги, а грудь-голова, видно, носилась в космической бездне. Он и пописывал, но жалко, о детских приютах, о книжках священника Петрова. В искусстве же он был ихтиозавр от нечуткости. Зная этот грешок за собою, расписывался он в уважении к мнению Эллиса. «Ну те, что скажете нам, Павел Иванович?» «Что уж я!» «Вот что скажет Левушка-с!» «Левушка же усик крутил!» «Рыцарь ги-и-и! А в искусстве ги-и не бельмеса!» Семь лет выволакивали братья Астрова Эллиса из всяких бед. Николай же Иванович, брат, думец, послевидный кадет, еще после «Министр» от Деникина, худенькой, маленькой, усик-крутя, становился, бывало, у стенки, являясь насредой брата и слушал очень покорно, расширив свои голубые глаза, панигирик Эллиса Бодлеру. «Ну, за Николаем Ивановичем слово!» А он засутули, сконфузясь у стенки, только помахивал рукой, испуганно. «Левушка, что вы! Мы... Для нас ведь праздник послушать, что говорят об искусстве. Мы отдыхаем здесь от прозы городской думы. Ну, а мнений своих обо всем этом у нас нет». Чрезвычайно любил он пародии, шаржи и импровизации Эллиса. И даже таскал пародиста к знакомым, показывать им, как под Испань протанцевал бы Вячеслав Иванов. И появились на средах братья Астрова Владимир Иванович с хромым Александром Ивановичем. Вот главнейшие посетители Астрова. Старый Иван Александрович Остафьев художник, крепчайший, лобастый, седастый старик. Он все только крякал, ни слова его не слышал за год я. Э-да-гм! Если бывало Элис загнет, величава коленчатую свою дичь, сморщив лоб, то старик крякнет. Взмудрится Сизов, старик с благодушием. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Эртоль бывало заварит свое кортавое Миро, а Старфьеву это очень понравится. Эком барашчим он отзовется. Лет двадцать и он усидчиво перерисовал собственную композицию Лика Спасителя дорисовав перед своей смертью этот очень наивный рисунок, однако исполненный чувств. Те особки почтенного возраста ездили перед ликом слезы точить. Ну, а графика... э-э-э... и только. Старик нас добил раз, принеся свой проект для обложки сборника «Свободное» горизонтально и «Совесть» перпендикулярно. На «о» слова перекрещивались. Я пал в обморок. «Павел Иванович, дед черт знает что!» Астров точно подавялся улыбкой. «Так? Ему ведь понравилось очень!» Иван Александрович Старик оскорбился на критику, обложку убрав. И на ближайшей среде в ответ на слова мои раздало злое козлины «Эг-м-ге-м-не», то есть «вот бы в морду тебе». Тоже сиделец на средах приземистой чернобородой с присапом учитель Шклеревской, глазами святыми, чистейшими, нежными. «Цвет Рафаэля», — сиял он. Здесь отсопел целый год ни единого слова. Казался какой-то алмазную россыпью, всяким бурьяном поросшую. Его лицо отражало тончайшие вибрации голоса. Каждого из выступавших. Оратор, бывало, глядел на Шклеревского и весь отражался, как в зеркале в нем. Если кто рычал на него, то Шклеревский пугался. Если кто в речи грозил кулаками, то он откидывался. Если же на вершину брал, то следовал очень охотно. Когда ему розу и вечности тыкали в нос, то он нюхал. «Однажды сюрприз. Реферат. Как? Шклеревского? О Хомякове. Был Хомяков славянофилом, но муки этого реферата были краткие, всего пятнадцать минут. Севши в стул, опочил он, и опять на него в неделях кулаками грозился оратор. Пугался. Опять его влекли на ледник, он бежал. Розой тыкали, нюхал. Однажды Евяса спросил я. «Кто этот юный брюнетик?» «Какой?» «Вон, вон, бритый. Шклеревский». «Как? Что?» «Он же обрился». Обрился и вскоре пропал сосред. Собиравшиеся разделялись на Говорунов и Молчавших. Рачинской, Сизов, Эртель, Батюшков, Я, Астров, Говоруны. Да еще Поливанов Володя, студент. Театрал, исполнявший роль Лира, любитель, актер, вдохновенный и только поэт. Он пытался и в прозе работать недурно. Живой, но открытый для братских общений. То дикой волчонок, то друг, то бронитель колючий. С ним встретившись у Астру, я продружил восемь месяцев. Он, став аргонавтом, став со всеми на «ты», провалился внезапно сквозь землю, на всех точно обидес. Молчавшие Киселев, Петровской, барышня Мамонтова, дочь Саввы Мамонтова, мадам Астрова, белая, желтоволосая и полнотелая дама, ее мамаша Цветкова, Пенсне, Шперлинг, бледная, умная барышня, даже не пискнула, пара Остафьевых, еще не бритый Шклеревской, три брата Астровы, Христофорова, тонкая дама, Рачинская, тоже тонкая дама. Заходили присяжный поверенный Шклер, профессор Громогласов, профессор Покровской, тогда доценты Спасада, Филянской, Свинтийской и Эрн. Приводили сюда Леонида Семенова. Здесь являлись поздней Бабарыкин, Бердяев, Вячеслав Иванов, Котлеровской, Гершинзон, Думец Челнаков, профессор Озеров, Петровской, поэт, от Радгауза к Бунину, Старые девы, судейцы, философы религиозные и дамы из попечительств всяких. К восьми вечера мы трусили в каретной садовой. Собрания происходили в синявеньком одноэтажном домочке Цветковой. Бывало, звонишь? Астров, влетая у Гласта в переднюю, улыбочкой своею подавится, За руки хватает и руки ломает, и в комнату полную людом ввергает, Где Элли стрясет уже пальцем, и где чирикает уже батюшков, Сертелем «Гы!» в «Эк!» оставь его! Синий окош Клюревского уже лопается из угла, Рафаэлем светом, и уже Рачинской брыкается цитатой из Библии. Заседание открыто. Астров с бородкой под потолком, закрывая глаза, произносит уже «Священник Григорий Петров говорит». Мы бросаем каскады из ртов. Поливанов же во всем усумняс отмежуется. После пойдут в маленькую столовую ужинать. «Вы, гы, понимаете ли, дорогой мой Иван Александр, И все эти добрые, честные, детский приют, господа, И священник Григорий Петров говорит. Рядом брык, коловерт, перепрыги, Рачинской и Элис. Паф, первосвященник!» Бадлер. Одевая «Паф!» Урим и Туним. Бадлер красил волосы. Мельхиседек «Паф!» 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 «Безнадежность!» Светиса «Паф!» «Падаль!» «Христос «Паф!» «Воскресе!» И нет никаких воскресений!» Жилкен говорит. «Златоуст рече!» «Паф!» «Россия!» «Мрак!» «Свет разума!» «И не поймешь, между водкой и между селедкой, где тут Григорий Рачинской, где Левка Кобылинской, а в два часа ночи хрустим по садовой, я и Элис. Метель, битый час стоим у моего подъезда, схватясь руками за шубы друг друга, терзая их в споре. Но Элис меня перекрикивает. «Соответствие!» «Это здесь, это там, и абсолютная между ними черта, никаких совпадений и никаких утешений, здесь только падаль, там только свет, абсолютная и ги-ги грань, седой Гриша со своим светиса-светиса, а Павел Иванович ги-ги со своим Гриша. Григорий Петров, никаких утешений, прощай!» И уныривает от меня под метелицу, только дворник всхрапнет у ворот, провалясь головою в тулуп. «У острова я, как турист, в чужеродной мне игре впечатлений, но это наркоз, это тень, а не жизнь. Выпоражнивался здесь своим словом, бывает пустой я к двум ночи, и отчетливо мне, я лицевое, ручное, сердечное и головное изъятие, я, как черный контур, ничто. Посещение этих сред — только форма моей истерики». Александр Добролюбов В те дни неожиданно появился в Москве поэт Александр Добролюбов. Старейший из нас декадент, представлявший себе, что зеркало есть водопад, куда можно нырять, гимназистом еще оклеивший свою комнату черной бумагой, взманивший и Брюсова к играм в покойники, к самоубийству юнцов, подстрекавший когда-то, он долго страннил. Вдруг стал странником. С потрясенным сомнеем, бросивших книги, он в поля убежал, где подстрекал, бунтовал и даже в тюрьму сел. Едва его вытащили оттуда, объявив сумасшедшим и спрятав в больнице, откуда уже попал он на поруки к родителям, и снова бесследно канул, как в воду. Потом он объявился на севере как проповедник, почти пророк, своей собственной веры. Учил крестьян он отказу от денег, имущества, икон, попов, нанимаясь по деревням в батраки, работал хозяевом за пищу, одежду и кров. То в одной, то в другой деревушке. В свободное же время учил, припираясь с Солонецким, Волжским и Вологодским хлыстовством. Росла его секта. Хлысты, от родений отрекшиеся, притекали к нему. И толстовцы, к которым был близок. Учил он молчаливой молитве, разгляду Евангелий, умному свету слагая напевные свои гимны, с апостолами своими распевая их. Эти песни тогда ходили в народе. Из них напечатал он в те дни в Скорпионе ряд отрывков из книги «Невидимый». Книга лежала у нас на столах. Ее Брюсов ценил. Сестры же Брюсова с почти благоговением встретили брата, поэта и странника. Он, появившись в Москве, поселился у Брюсовых. Брюсов мне жаловался. Надоел. Просто жить не дает, уходил бы. Казанский татарин за ним притащился в Москву. Все к нему ходит. Неграмотный. Сестры просто с ног сбились. Брюсов. Явился ко мне в опорках. Я купил ему полушубок и валенки. Он же, с татарином скрывшись, опять явился в опорках своих. Полушубок? О, отдал неимущему. Не можем ведь по полушубку в день жартовать мы неимущим. Просили держать на себе. Усмехается в борду и молчит. Он в себе на уме. Раз придя к Брюсову в это время, я уселся с семейством за чайный стол. Вдруг в дверях появился высокий румяный детина. Он был в армяке, в белых валенках, кровь с молоком. А сагбенный скрывал он живую свою улыбку в рыжавых и пышных усах, в грудь вдавив рыжекрасную бороду. И из-под лоби смотрел на нас синим лучистым огнем своих глаз. Никакого экстаза. Спокойствия. Сметку усмешливую в усы спрятал, схватясь рукою за руки. Их, спрятавши под рукава, подбивая мягким валенком валенок, точно колеблюсь в дверях, войти или скрыться, в усах его таял иней, и жгучим морозом пылало лицо. Знаю, что Добролюбов у Брюсова, все же явление этого румяного, крепкого и бородатого парня не связывало с ним, потому что я себе представлял Добролюбова интеллигентом, болезненным нытиком. У декадентов он слыл декадентом, а у обывателя декадентом, возведенным в квадрат. Стихотворная строчка его казалась кривым передергом. Тут же передо мной был крепкий, ядреный мужицкий детина. И думал я, что это Брюсовский дворник. Я видывал много толстовцев и всяких мастей опрощенцев, ходивших в народ. А такого действительного воплощения в молодца, пышущего заработанным на Вологодском морозе румянцем, еще не видывал. Не представлял себе даже, что это возможно. К примеру, сказать, Клюев перед Добролюбовым с виду трухлявый, этот же, как тугопучный осиновик, пах листом, сердцевина белейшая, крепкая, глаза сапфиры, а гнулся. Такие типы встречались в дебре лесной, близ медвежьих берлог. Лесники, сторожа, дровосеки в безлюдии глохлом сгибаются. А на медведя с рогатиной ходят. Но Брюсов открыл мне глаза, когда он, вскочив неожиданно, бросивши руки, метнув выразительно кацарский взгляд свой на меня, громко выорнул. «Брат Александр, возьми стул и садись!» Лишь тогда осенило меня, что это Александр Добролюбов. Я был чрезвычайно далек от его круга жизни, и пафос подвлаживания к нему Брюсова с «брат» мне претил. И наброшенный мне «брат Андрей» я подал Добролюбову руку с пришарками, мое почтение. Он тихо присел за столом, положивший на скатерть свои две руки, пальцы в пальце, а голову наискось. Тихо покачивая бородой, он беседе нашей внимал. Перетаптывался под столом двумя валенками, энергично плечами водя, очевидно привыкшими таскать за плечами поленья, кули и заплечную сумку. Нос длинный, прямой, губы сочные, яркие, тонкие, профиль не тощий и продолговатый, усы, борода, лисьй хвост, а глаза, не моргающие, без экстаза, учитывали разговор, крошки хлеба на скатерти, все мои движения. Он нас как бы приветствовал взором с простою улыбкой, очень идущей к нему, отзываясь на наши слова без слов. Как бы взяв в свои мысли нашу беседу, он стал на нее отзываться, вкрапляя притрезвые, краткие свои фразы, вызывающие к напряженному в себя нырянию, чтобы ответить ему в попад. Я же чувствую, что, испытуем им, отворотя, стрещал что-то Брюсову, и мало внимал. Добролюбов, не слыша ответа себе, без всякой обиды на меня, опять усмехнулся себе в усы, занырявши широкими ключами, и стены обвел голубыми, живыми такими глазами. Ни тень ее родства. Но было мне трудно с ним, он все подводил. Верно, так, еще шаг, и вы оба уткнетесь в мое. И такую спокойную верою в перерождение наше в его веру несло от него, благодушно взиравшего на окаянство, что мне сделало стыдно. И я, оборвав разговор, привскочил и с пришарками выскочил из-за стола. Мое почтение-с! Запомнилось, мы говорили о Метерлинке, Рейсбруке, о чем-то еще. Александр Добролюбов спокойно, уверенно, с книгой драм Метерлинка в руках, длинным пальцем показывал тексты, мол, вот, так, не так. Я же ждал изувера, проклявшего литературу. Досадовал тон превосходства, быть может, несознанного. Скоро я от него получил обстоятельное, но написанное просто детской каракулею, указание письмо, что в статьях моих, им в это время прочтенных, так и что не так, с припиской. Брат Метерлинк, близко и мне полагает, так, это где? Ручная работа, наверное, топор, лопата, связала так его пальцы, что почерк его стал уже черт знает чем. Я очень жалею, что текст письма мной утрачен. Я даже не вник в него, будучи в вихре забот своих собственных. Вопреки этим словам письмо Добролюбова, судя по содержанию, относящийся к началу 1905 года, сохранилось в архиве Белого, в полном объеме опубликовано в указанной выше статье Азадовского «Путь Александра Добролюбова», страниц 138-140, примечание редакции. Но брат Александр не оставил меня. Как-то вскоре раздался в квартире звонок, прибежала прислуга. «Стоит мужичок» и вас спрашивает. Это был Добролюбов. Старательно вытерши свои белые валенки, не раздеваясь, сныром плечей, как волною качаемых, крупный, румяный, сутулый, он вплыл, как медведь, в мой кабинет и сел тотчас на зеленый диван и молчал, улыбаясь. Я жил тогда в большой комнате, а мне показалось, она тесней мышеловки. Он как бы занял всю комнату. Рост ему прибавляла, верно, привычка под небом ходить, на ветрах, провивающих, или в стволах цвета кофе, покрытых зелеными мхами, в сосновых вращаться. Казался мне проломом в простор стены каменной. И точно перекосились предметы, распавшись в мизерности. Это не мистика, это контраст. Его валенок с плюшевой мебелью, его румянца с моим бледнявым лицом, увядающим в зеркале. Он о своем письме мне не намека, а о пустяках. Вдруг, подняв на меня с доброй и снежной улыбкой глаза, удивительные, он произнес очень громко и просто. «Дай книгу». Имел в виду Библию. Я дал. Он раскрыл, утонувши глазами в первый попавшийся текст, даже не выбирая, прочел его, что не помню. И снова подняв на меня с той же нежной улыбкой глаза, он сказал очень просто. «Теперь помолчим с тобой, брат». И, глаза опустив, он молчал. Мне стало неприятно. И я засуетился, как мышь в мышеловке. А он, помолчав, объяснил мне прочитанный текст, но я тотчас забыл его объяснение. И он стал прощаться. С ныряющим, добрым, медвежним движением в переднюю сплыл, в ней наткнувшись на мать. Она только что от мадам Кистяковской вернулась. Увидев такую фигуру, уставилась на нас. Он же, снимая мехастую шапку, держа ее так, как просители держат, нищие на перекрестках, оглядывал мать, усмехаясь себе в усы. Мать, не вникнув в него, ему зачитала нотацию. «Надо бы проще быть! Дается-то жизнь! Раз!» Он же сгибался с улыбкой перед нею, с шапкой в руке, представляясь покорным и раскачивая головой и ныряя плечами, как будто он мать благодарил за науку. Вдруг нас, обведя своим зорким, вспыхнувшим сине-сапфировым взглядом, с глубоким поклоном в дверь, шапку надев. И все тут точно возвратилось на место. Все стало обычным. Не виделось маленьким. Комната, комната, и зеркало, зеркалом. Не водопад, куда можно нырнуть. Мать рассказывала мадам Кистяковской. Какие наряды и шляпы! Я больше не видел его. Было мне грустно в мелькающем беге хромой семеногой недели. О, колесо Иксионова! Царь Лапифов Иксион, греческая мифология, волею Зевса был привязан к вечно вращающемуся огненному колесу. Примечание редакции. Леонид Николаевич Андреев Мне эту осенью множились встречи с артистами, с рядом писателей. И возникает Борис Константинович Зайцев в кружке и у грифов. Я начал бывать у него в тот сезон. Он дружил с Леонидом Андреевым. Он с Галаушевым, или Сергеем Глаголем, врачом, бойким критиком, организовывал тогда литературный кружок «Среда». Галаушев меня приглашал у него появляться. На средах я был гостем. Начало общения с Зайцевым Белый относит к марту 1904 года. В этот месяц происходит мое ближайшее знакомство с Зайцевыми, Борисом Константиновичем и Верой. Хотя мы и раньше познакомились на Арбате, но ближе встретились только теперь. Материал к биографии. Зайцевым написан мемуарный очерк Андрей Белый. «Русские записки» 1938, номер 7. Вошел в книгу «Зайцев. Далекая. Вашингтон. 1965». Примечания редакции. Борис Константинович Зайцев, активный средист, примерял очень резкие противоречия литературных платформ между Чириковым, молчаливым и мрачным Тимковским, Иваном Буниным и декадентами. Тихий, весь розово-мягкий какой-то, С отчетливо иконописным лицом, Деревянный, с козлиною русой бородкой, Совсем молодой еще, вчера студент, Он казался маститым и веским, Отгымкиваясь от всего щекотливого, точно старик. Вдруг сигнет юным козликом стиль византийский нарушив, И снова опомнившись, свой кипарисовый профиль закинет, И так иконно сидит. Энергичный средовец Галаушев, Высокий, сидеющий гривый волос, С бородою густую, серую, С мягким наскоком, с тактичным огнем, Риттер, умница, точно горцующий спором, Взвивался, как конь на дыбы, Затыкал всех за пояс. В кои веки ходил я попредь со средовцами, С середняками, вернее. Они, пудрив слегка модернизмом, Держали с позиции знания до появления Шиповника, Силившегося сплотить вокруг Андреева Литературную среднюю всех направлений. Книга издательства «Шиповник», Основанная Капельманом и Гржебиным, Рекламировала Леонида Андреева, Примечание автора. Среда мне запомнилась мягкими литературными спорами. Я, приглашенный чужак, Объяснял середовцам свои убеждения. Прения переносились на ужин. Застрельщик их Галаушев. Участник неглупой, тактичной, Алексей Евгеньевич Грузинской. Галаушев вставал на дыбы, Перетряхивая серые гривые волос, Точно конь. И показывая статность, Рост, громкий голос трибуны, Гремел. Символисты, фанатики и отвлеченники Ломятся просто в открытые двери. И мы тоже защищаем художество. К чему эта полемика? Я же доказывал, Двери — иллюзия. Смешивают ботовизм, Натюрморт с реализмом действительным. Мы, символисты, не против реальности, А против условности натуралистического штампа. Грузинский тоже в беседу вступал, Силис определить по-своему символизм, А Борис Константинович Зайцев Мастита потряхивал своей узкой и русой бородкой. И всем видом доказывал нам, Леонид Николаевич прав в том-то и том-то. Борис Николаевич прав в том-то и том-то. Иван Алексеевич Бунин прав в том-то. И всегда выходило, Борис Константинович, Сняв сливки с нас, Сочетает свои персоны И все истинно новое с истинно вечным. Последнюю, впрочем, Домалчивал он С тряхами иконописного профиля. С вами приятно поспорить, Смеялся мне Грузинской, Садясь со мной рядом за ужином. Чисто товарищеская атмосфера кружка Растворяла все острости. Было приятно, но рыхло. За ужином и за стаканом вина. Милый, тихий, сердечный Иван Белоусов. Пофыркивал злым ежиком только Чириков. В галстучке своем белом, Мотаяся прядью волос И сверкая ехидно очками. Он слушал с большим протестом меня, Межгрузинским и Галаушевым Своё жало просовывая. Тут же сидели художник Первухин, Художник Росинской, Горбатенький, небесталанный Писатель Кожевников С явной склонностью к нам, Символистам. Очень корректный, Высокий, красивый шатен Телюшев. Тут же всегда Добрил Бунин Или Тётя Юля, так звали его. Брат писателя Бунина, Который всё меня упрекал В отвлечённости. — Вы посмотрите! — Вскричал он раз в кружке, Руку свою бросив прямо в тарелку мою. — Вот-вот! К чему привела символиста Его оторванность? Не полоскайте же свой галстук В ботвине, Борис Николаевич! Я опустил глаз в тарелку, И к ужасу вижу, Что мой шарфик купается в квасе. — Вот вам и источник Всей вашей весовской полемики. Даже поесть не умеете. — Поесть разве аргументация? С этим поесть и запить свою мысль, Ведь и боролись мы. Тогдашние натуралисты Слишком себя проедали в кружке. Симпатичный всех на этих собраниях Мне казался Галаушев, С которым я и дружил. Живой, темпераментный, с искрой, Готов был порою восстать На позиции собственные. Удивительно реалистично в возврате Описан у вас прогрессивный паралитик. Я, врач, свидетельствую, Что ваш Хандриков Точно модель специальных клинических данных. Стиль, сред, теплота, Человечность. Но не идеология. Вместо последней Какое-то сплошное нутро. С этим плотным нутром Мы, сухие и злые весы, Люто принципиально боролись. С Леонидом Андреевым Я познакомился на среде, Но собравшись не у Галаушева, А на квартире писателя. Память об этой встрече скудна, Потому что Андреев стоит, Как в тумане. Без мелких штрихов Живет в памяти. Из тумана разве мигнет Вздерг бровищи, Блеснет взгляд косящих, Тяжелых, как воткнутых глаз, А все прочее тонет. Портрет в память Вписан манерой карьера, То есть туман, Из которого лишь видится глаз Да проостренный нос. Если же ближе вбледеться, Андреев орловец. И только. Орловцев таких встретишь сотнями. Город-орел ими очень богат. Середовцы упорные бытовики. Леонид Николаевич встает среди них, Как безбытный, враздрызганный, Бытицы. Точно с явлением его За столом электричество гасло. Он точно сидел во тьме. Вдруг вспышка магния. Жест молниеносной отчетливости. И снова тьма. В ней мне бездарно погашена Встреча с Андреевым. Осталась лишь странность всех жестов, Ненужность их. Так во вспыхе молнии, И прохожий над лужей С воздетой ногой Вырезан в памяти. Где, почему, в каком смысле Отсутствует. Просто динамика мига, Оторванная от их цепи, Став статикой, Дико бессмыслит из вечности. Итак, Леонид Николаевич Мне вспыхивает на момент, Мне блеснув, Меня поразив И приблизившись ко мне Невероятно, Но без прока, Чтоб снова погаснуть. Я помню его посредине Пустой, освещенной, Квадратной, Просторнейшей комнаты. Его квартира на пресне. Тут только что спорили, Выбежав скопом, Пить чай. Двойки, тройки пустых, Глупых стульев Друг к другу Точно кидаются, споря. А спорщики, На них сидевшие, Выбежали. И уже закусывают себе За стеной. Там гул, гам, То, вероятно, Грузинской, Тимковской, Иван Белоусов И Чириков. В комнате же, Странно пустой, Тяжелее, Как валится, Полообняв Зайцева, Грузной, Большой, Большелобой, Чернявый и бледный Андреев, Поставивши ногу на стул. Электрический свет Освещает сапог лакированный. Его штанина, Широкая, Синяя, Спрятана в голенище. Борис Константинович Зайцев гнется под локтем. Мастита бодряс, А не выходит. Он в сереньком, Светленьком, Зайчик испуганный. А Леонид Николаевич, Ногу со стула не сняв, Повернулся, Прищурис ко мне И разглядывает меня Своими черными глазами. Белость щек, Прядь волос, Черных, Падает к острому носу. Знакомый мне по портретам Бородко, Портрет ближе к жизни, Чем эта фигура орловца. Таких очень много в орле. Разве взгляд из-за носа? Таких очень мало. Все как вспышка. Так мы встретились. Что говорили, Не помню. Какой-нибудь мне приятно, Не очень. Пустой разговор. В память врезан, Как нож из тумана, Лишь взгляд с тихим Подмигом мне, Со вздергом бровищи, Как бы говорящий. Ты, брат, Не увертывается. Дело вовсе не в том, Что приятно, А в том, Что за всяким приятно, Таится, Пренеприятное. Ты мне покажи-ка себя Перед зеркалом в комнате, Где никого нет. Так сказал мне его Неморгающий взор, Точно скошенного С острым носом лица, С пряткой черных волос, Упадающих к носу, Как бы из бессонницы, Выкинутой неприлично наружу, При первом нашем свидании. Литературные партии, Мнение нас друг о друге, Какой-то вздор. Партии нет. Одна партия, Каждому гибель во мраке. Так грузной фигурой, Вдавленный в быт, Он лишь взором в небытном Вполне ужасался случившемуся. В чрезмерности своего перепуга Казался неискренним. Точно позировал перед портретом. Андреев в тумане над своей бездной. И все то, точно вспышка, Живет в моей памяти. И тотчас же. Идемте-ка, Борис Николаевич. Взявши под руку, Он вел меня в густо набитую комнату, Нимо пустующих стульев, Высокой, дородной, Закинув свой профиль, Казавшийся гордом, В рубашки из черного бархата, Стянутый туго серебряным поясом, Явный живот, В сочетании дикости С нежным касанием рукою руки, С деликатностью преувеличенной, С выпитом грубости чисто наружной. Меня поразило, Точно где-то уже встречались мы, И точно во сне это было. Он был со мной весь вечер ласковым, Гостеприимным хозяином, Сели своих гостей усадить, Напоить, накормить, Разговор мишними наладить. В усилии этом казался Немного смешным, Неестественным, как на ходулях, Со скрипом порою пустым. И мне казалось, Что все, что он делает, Делает перед собою самим В пустой комнате, В круге зеркал. Галауша в грузинской Тимковской Лишь замуть и зеркало, То бестолковье, Которое тряпкой стирают. Когда наливал нам в стаканы вино он, То мне казалось, Что из пустого в порожнее Переливает он. Впоследствии все это Вскрикнуло мне, Когда «Жизнь человека» читал. Мне казалось, Что я представление его жизни Увидел при первом уже свидании с ним. Тогда же казалось, Что он доктор Керженцев. Герой мысли, Примечание автора, Встанет сейчас на карачке перед нами, И в черную бездну, Не в дверь побежит. Сам же я написал, Что все кончено для человека, Севшего на пол. Симфония, Примечание автора. Мысль, Рассказ Леонида Андреева, 1902 год, Примечание редакции. Была в этот вечер между нами Как бы перекличка без слов, О которой сказать Разве можно словами Блока. Воспоминания мои Лишены фактического содержания. Леонид Андреев знал, Что существует такой Александр Блок, С которым где-то, Как-то надо встретиться. Ближе были ему символисты, В частности, Андрей Белый и я, О чем он мне говорил не раз. Книга о Леониде Андрееве. Примечание автора. Эту близость сквозь нас, Разделявшую литературные партии, Чувствовал я, Когда стал в глупых стульях Перед сапогом, Закачавшимся, Как-то нелепо поставленным на стул, Когда точно валился Андрей В плечи Зайцева, Одной рукой его обняв, И другой рукой покоясь На вздернутом синем колене, Как будто из тьмы В неизвестном пространстве Шагал он над лужей во тьму. И вспых молнии Вырезал мне этот жест В странной статике позы, Изваянной в вечность. Таким встал Андреев При первом свидании. Я просидел у него часов пять. Он был очень внимательным. Как говорили, О чем говорили, И кто в разговоре участвовал, Все это стерто, Как тряпкою мел. И прошло два года. Раз в пылающем солнце У дома Чулкова, Где жил доктор Добров, Приятель Андреева, Я шел к одной барышне, Проживавшей в квартире у Доброва. И чуть лоб не разбил мне Распах двери. Варбатская в пекло, Какой-то как будто упав, Пырнул в бок меня велосипедом, Бросаясь из тьмы. Смотрю, плотный мужчина, В свисающей, мятой, Как помнится мне, Часучевой рубашке, Вцепившись одной рукой в машину, С высокого лба отирал испарину. Кажется, он был без шапки. Толчок между нами заставил нас Бросить друг в друга Весьма неприязненный взгляд. Мне мелькнуло. Мужлан, куда прет? Куда лезет? Мелькнул, наверное, в нем. Все же мы принялись извиняться. Вдруг оба откинулись В голос воскликнувший. Вы, Леонид Николаевич, Без бороды? С бородой вы, Борис Николаевич. Бороду сбрив, он был в усах. Я же не брился два месяца, И мы рассмеялись. И что-то хорошее, теплое, доброе, Точно дыхание близости Вспыхнуло в нас. В простоватых словах, Что судьба не велит нам встречаться, А надо бы, Мол, да как-то тряхнув волосами, Он ловко вскочил на машину. И был таков. Выскок из тьмы, Вспышка магния снова. Скоро мы встретились В той же квартире У доктора Доброва. Андреев собирался Переезжать в Петербург. Меня долго расспрашивал О Премезове и о Блоке, С которым он только что встретился. С Блоком я был тогда на ножах. Зная это, Он точно нарочно меня на него поворачивал, Пристально вглядываясь И точно изучая мои слова о Блоке. Мы пошли от стола, Точно выдернувшись из беседы. Кто был за столом, Я просто забыл. Ставший в тень. Что-то высказал мне он, Выскакивая из-за стола И занавес преподымая Над всей ситуацией Нашего глупого быта, В котором Борис Леонид Николаевич Занимает не то положение Друг относительно друга, Какое должны бы занять. Повторяю, что так отдалось мне, А что сказано было, Опять не помню. Пожалуй, и помню Не фразу, а среднюю часть ее, Без окончания и без начала. Как странно. Опять только выхват двух слов Из их цепи. Но выхват, как магний в свет, Потому что он мне подмигнул на свое, Как странно. И смысл слова странно Страннел. Этой осенью из Петербурга Он появлялся в Москве. Он был в зените известности, Сопровождаемой роем людей, Меня резко ругавших в газетах. Порой он хотел из-за этого роя Ко мне просунуться. Я ж в этом рое ежился И отходил от него. А его от меня отволакивали. Он бросал через голову Как бы грустный, Сочувственный взгляд, Мимолетом помигивший, Как зорница. Запомнилась фойе художественного театра. Я чувствую мягкую руку, Положенную на плечо. Я повертываюсь. Леонид Николаевич Ласка у меня улыбается. Обнял за талию, Отвел к стене. Покурили в согласном молчании. Но рты разевали на нас, На него. И я убежал от него. Скоро встретился опять, Где не помню. Мы попали с ним вместе на Бранда. Он мне лишний билет предложил. Восхищался игрою Качалова он. Бранд Ипсона был впервые поставлен В Московском художественном театре. 20 декабря 1906 года. Главную роль исполнял Качалов. На премьере «Белый» быть не мог. Он тогда жил в Париже. Встреча его с Андреевым Относится к одному из последующих Представлений Бранда в 1907 году. Сравните запись Белого О сентябре 1907 года. Продолжаются мои встречи с Леонидом Андреевым. Ракурс к дневнику. Примечание редакции. В толпах мы говорили с ним В антрактах об Ипсине. Он, взявши под руку, Мягко ступая в сине-серых коврах, Склонил нос. Перетряхивал прядкою. И разговор соскользнул просто К жизненной драме. Я жаловался на разбитые нервы, На мельки людей. Он косился со вздохом. Борис Николаевич, Перемудрили вы? Я книги бы у вас отобрал, Да увез бы в Финляндию вас. Сунул бы вам удочку в руки. Так пять актов сидели мы рядом, В потушенном свете. И пять актов молчали под Ипсоном, Так говорившим ему, да и мне. После этого судьба, Как нарочно вставляла молчание в нас, Захотелось мне услышать и слова его, А не подмиг, вздергом бровище. И я явился в Лоскутную, Где он временно жил. Гостиница Лоскутная, Тверская улица, дом Попова, Примечание редакции. Мы затворились вдвоем. Я пространно ему говорил о том, Что волновало меня в его творчестве. Он слушал внимательно. Видя, что я от мигрени страдаю, Он вдруг сердобольно засуетился, Отыскивая мне порошок от мигрени, Но затащил в ресторан, Вместе обедать. И вдруг возбужденно за рыбой Принялся рассказывать он Наперерез разговору, Где старая дева явилась к врачу с объяснением, Что потеряла невинность. Случайно. А доктор ее уверял, Где что кажется ей это. Она потребовала, Чтобы доктор свидетельство дал, Объясняющий этот случай несчастный. Меня удивляло волнение, мимика, нервность, С которой единственный случай Коснуться друг друга словами Леонид Николаевич превратил в разговор Об утрате невинности. Я поспешил удалиться, Чтобы успокоить свою мигрень. В этот вечер читал я публичную лекцию, И мне показало, Что Андреев ужасный чудак. Скоро передали с ужимочками, Те, чья функция сплетничать, Слова Леонида Андреева О нашей встрече в Лоскутной. Ко мне приходил Андрей Белый, Доказывал жарко, А я не понял ни слова. Подумал, что он ломается перед газетчиками, Подавая им повод к плакату Андреев и Белый. Я знал, что не понял гримаса. Сам он признавался блоку впоследствии, Когда я сознательно избегал его, Что мы близки друг другу. Редакция «Утро России» Меня пригласила однажды Андреева сопровождать К Льву Толстому. Но я наотрез отказался, Андреева избегая. Но, попав в Петербург, Видис с блоком, Я касался Андреева. Мы устанавливали, Что какая-то близость между нами Троими действительно есть. Это было на балаганчике блока, У стойки буфетной. Мне помнился блок В сюртук с тонкой талией, Локоть на стойке, А нос наклоненный в коньяк. Знаешь, жизнь человека... Выпьем? И мы говорили о музыке Саца К Андреевской драме, Крикливые, хриплые, талантливо Задребезжавшие во всех Московских квартирочках Ноточки. Имеется в виду драма Жизнь человека, Поставленный Мирхольдом В театре Комиссаржевской. Премьера 22 февраля 1907 года. Примечание редакции. Была в эти дни тьма реакции. Всюду свеча догорала в те дни. Что-то падало, падало мокрыми хлопьями. Точно хотел пробудиться петух. Не раздался. И все замирало бессильно. Андреев ходил точно в маски. Писал свои черные маски. И, странно, Последняя наша встреча под маскою. Это был маскарад у художника Юона. На святках. Я, закутанный в красное шелковое домино, Вызывал удивление. Кто такой? Явился Андреев среди масок, Торжественный, бледный, Высокый, серьезный. Нес профиль свой. Он так пристально вглядывался В маскарадные позы. И впервые казался естественным. Точно ходил среди масок В своем собственном быте. А когда сняли маски, То я, войдя в роль, Некто в красном, Все еще дурачился и интриговал, Свои маски не сняв, И пробираюсь торжественно И угрожающе в шепотах. Кто это? Кто? Поляков и мадам Балтрушайтис, Прижавши к стене, Приставали ко мне. Зачем не снимаете вы маски? Кто ж вы такой? За моей спиной раздался Спокойный, отчетливый голос. Это Борис Николаевич. Быстро оглядываюсь. Леонид Николаевич и Поляков ему. Вовсе же не он. Леонид Николаевич лишь мне подмигнул С тем подрогом бровище, С которым он встретил меня В первый раз на квартире. С сочувственно грустным, Как бы вопрошающим. Миг и спокойный, Застылый, тяжелый Свой профиль понес от меня Точно маску средь масок. Я больше не видел его. Так последняя встреча, Вспых тьмы, Как и первая. Вспых, помигавши, Погаснул в пустом разговоре Мишнами. Он, выйдя из тьмы, В тьму ушел от меня. Моя встреча с Андреевым Несоответствие меж Оформлением и смыслом. Какой-то разрыв, Ненормальный, ненужный. В период, когда Разрывалась душа, И вопрос возникал. Жить или не жить? Тогда в бездну реакции, В сумерки сальных, Коптящих, огарочных саниных, Криков, похабных из Вены, Вой мороков О кошкодавых писателях, О странных оргиях, Будто бы бывших На башне Иванова, Падало, падало, падало сердце. Вена, петербургский ресторан, Посещавшийся писателями. Кошкодавы писатели, Малопроверенные слухи о том, Как компания пьяных писателей Затаскивала кошек И вешала где их. Примечание актора. Санин, Герой одноименного романа Арцебашева, Печатавшегося в 1907 году В журнале «Современный мир» И приобретшего широчайшую скандальную известность. Гедонист, проповедующий Чувственную раскрепощенность И вседозволенность. Примечание редакции. Весы, Скорпион. Кружок арго — словесный запой. Кант учеба. Свободная совесть — популяризация. Ну а весы — трудовая повинность. Кование лозунгов литературной платформы. Кругом было вязко, нечетко. В весах была ясность, Заостер литературеведческой линии, Предосудительной многим. Но было измерено, Взвешено, кого, за что, Как хвалить или бить. Здесь несли караул. Часовой под ружьем. Пушка наведена. Снаряд вставлен. Весы — скорпион-близнецы. Весы — только этап скорпиона. Весовцы — я, Элис, Борис Садовской, Соловьев под командой Брюсова Были в контакте с Поляковым, Семеновым, Брюсовым И Балтрушайтисом, как скорпионами. До 900-го года в Москве Совсем не считали со Сыпсоном, Стринбергом, Уитменом, Гамсоном и Миттерлинком. Верхарн пребывал в неизвестности. Чехов считался сомнительным. Горький — предел понимания. А к 10-му году на полках собраний томов Уальда, Данунцо, Ипсона, Стринберга, Пшебышевского и Гоффмансталя. Уже читали Верхарна, Бодлера, Верлена, Ван Лерберга, Брюсова, Блока, Бальмонта. Зачитывали с Сологубом. Уже заговаривали о Корбьере, Жилкене, Аркосе, Гурмоне, Ранье, Дюамеле, Стефане Георгия и Лилен Крони. Выявились подчеркнутые интересы к поэзии Пушкина, Тютчева и Боротынского. Даже Рансары, Раканы, Малербы, Поэты старинной Франции Переживались по-новому вовсе. Исчезли с полок Мачтеты, Потопенки, Шеллеры, Альбовы и Станюковичи С каринфскими, Фругами, Льдовыми. Не проливали уже слез над Элизой Ажешко И не увлекались характером Вернера. Произошел сворот оси. К исходу столетия Сел на обложке печатаемых дикарей Скорпион. Хвост задрав предложением читать Кнута Гамсуна в тонком, Лежавшем в пылях, переводе Полякова. Пана съесту прочли по дешевкам Поздней на шесть лет. Стервинились на задорный хвост Скорпиона, Протянутый, как указательный палец, К фаланге имен, почитаемых ныне. Уитмен, Верхарн, Дюамель, Гамсун. Но неизвестных еще Староженко. Брандесы потом их представили В качестве новых талантов. Пока ж называли Гамсуна. Пьяный дикарь. Русское слово в 1900 или 1899 году, Примечание актора. Надо было бы хвалить Скорпион, Что он зорок. А мстили ему за свой подтираемый плев. Идиот и дикарь. Нелишенный таланта дикарь. Мощно дикый талант. Курбет с Гамсуном. Тоже с Верхарном, с Аркосом, Со Стринбергом. Сроем имен, выдвигаемых С первой страницы весов. Сплагиировав вкус, Чтобы скрыть плагиаты, Плевали теперь на Скорпионов. О последующей брани По адресу имаженистов Или футуристов Журчане и струй. Допотопные старики Перемазывались из кореевой Староженки в сплошных Маяковских, Чтоб отмстить нам за то, Что мы, а не они, Подняли на знамя Верхарнов, Уитминов, Гамсонов, Которых они оплевали в свое время. Надев рубашки ребяческие, Галапуза и старцы Помчались в припрыжку За Хлебниковым. И я тоже. Но факт оставался. А именно, Свороты вкуса Сплели с соплеухой По чьим-то ланитам. Был сломан хребет Истин Пыпина, После чего появилась И бескорыстная критика. Просто повидло какое-то Приготовлял Айхенвальд. А весы, Подытожив свою шестилетку, Закрылись. Весовский товар Под полой продавался Теперь везде. И на Браво Верхарн Выходил и Раскланивался, Прижимая к груди Пришивные Весовские руки, Приятный весьма Силуэт Айхенвальда. Такого упорного Литературного боя, Как бой за решительный Переворот в понимании Методики стиля С буржуазной прессой Впоследствии не было. Были только Кокетливые карнавалы, Стреляние цветами. Довоенная пресса, Нахохотавшись над символистами, Вдруг проявила Сравнительную покладистость По отношению к течениям Из символизма Исшедшим. Нам некогда казалось, Что стояла эскадра В девятьсот четвертом году. Броненосцы журналы, Газетные крейсера Били поюркавшей С минами лодки подводной. Вдруг русская мысль Подняла белый флаг. Я сдаюсь. А на мостик командный Взошел Брюсов. Досели подводник. Весы упразднились. Белый несколько упрощает Реальную картину. От руководства весами Брюсов отошел еще за год До их прекращения В начале 1909 года. Об этом он объявил Специальным письмом В редакцию 1909, номер 2, страница 89. Примчание редакции. Шесть лет при боевых орудиях Службу я нес Садовским, Соловьевым. Четыре с Кобылинским. На капитанском мостике Стоял Брюсов. Поляков при машинах. Друг другу далекие Не расходились мы. Самодисциплина. Бронили нас Андреевы, Бунины, Зайцевы, Дымовы и Арцебашевы. Блока Иванов часто Покряхтывали на нас. И им влетело за то, Что хотели они Царить в те минуты, Когда Брюсов и я Лишь трудовую повинность Не снесли. Коль Ивановы льстили чужие, Он маслился от удовольствия. А коли Брюсовы льстили, Он откусывал нос. В весах не было строчки, Написанные не специалистами. Тут корифей, Тут статист, Тут в венке, Тут в пылях, С грязной тряпкой. Весовец таким был. Брюсов пыль обтирал, Как Бакулин. Гиппиус, Как Крайний. Борис Садовской В маске Птикса. А я был Ряды греческих букв, Вплоть до Каппы. Два Б. Б. Бугаев. Яновской и Спиритус. Благодаря псевдонимам Шесть или семь специалистов Казалиса роем имен. Они давили Зевок от себя Пятину, Позу, Нутро, Штамп, Рутину, Цель Вовсе не в том, Чтобы перл показать. Цель — тенденция. С блоками, Белыми и салагубами О Дюамелях, Аркусах И Уитминах Внятно напомнить. Читайте не Льдова, Языкова, Не Баранцевича, Дельвига, Кали уже касаться Вчерашнего дня. Весы прятались в метрополе, Отстроенном только что, И удивлявшим слащавой Мозаикой головина. Вечер. Розовое электричество Вспыхнуло От подъезда гостиницы, Там, где стена И проход на Никольскую. Сверт. Двор, Подъезд, Этажи, Доска, Скорпион. Комнатушки, В одной полке Книги И столик с подпиской, Печатки, Расписки, Пальто, Котелок, Трость Василия. Василий Ардальоныч Курников, Конторщик весов, Примечание редакции. Он и служитель, И друг. Пиджак, Синий, И лиловенький галстук, При усиках, Ростом невзрачен. Он все понимал в нашей тактике, Ярко врагов ненавидел, Участвовал в прях, Дерзил Брюсову, В часы досуга, Надев котелочек, Пальто, Трость под мышкой, Фланировал под Доциаро, Раскланиваясь с этим, С тем. Доциаро имеется в виду Магазин Александра Иосифовича Доциаро на Кузнецком мосту, Дом Джамгаровых, Торговавший картинами, Гравюрами, Фотографиями, Пищебумажным товаром. Примечание редакции. Комнатушка вторая, Не редакция, А ловчонка. Фарфорик, Гравюра, Кусок порчевой, Изощренные часики, Старый пергамент И выставка пестрых обложек, Два стула, Синявый диванчик, Стол, Шкафик, На нем антикварные редкости, Гранки, Лежит на столе пресс-папье, Препарат скорпиона, Когда-то живого, Запаян в стекло. Стены, Красочный крик, Супунова, Судейкина, Феофилактова, Ван Рисельберга, Тяжелая рама с жорданцем, Добытым в московском чулане, Редон и обложка, Последняя, Сомова, Ряды альбомов, Бёрцлия и Робса. Мы все спотыкались о стол, О второй. Он огромен, Он веер обложек. Последние книжки журналов, Французских, Английских, Немецких, Между итальянскими, Польскими, Ноуболгарскими, Новогреческими. Все прощупано и перенюхано Поляковым. Из морока красок его голова С ярко-красным редисочкой, Носиком, Втиснуто криво в сутулые плечи. В нем что-то от гнома, Когда он, поставленный наиской желтой своей бородой, Измеряет рисунок И маленькой желтой плешью С пушочком Глядит в потолок. Он скрижещет кривою улыбкой, Лицо очень бледное, Старообразное, Желтая пара, Как камень шершавый, С которого желтенький лютик растет. Так конфузлив, Как листья растений не тронь меня, Чуть что ежится, Нет головы, Лицом в плечи, Лишь лысинка. Что вы! Я так себе, Молодой человек, Из Голландии Рисунки прислал. И все убирается, Перетираются руки. На все, что ж, прекрасно. В уме же свое, Хитр, Не скажут Рисунки голландца Издать, Чтоб носы утереть Ретроградной Голландии. Лет через десять Она академиком Сделает этого Молодого Человека. Теперь Дохнет с голода. Раз я накрыл Скорпионе Полякова, Когда все Разошлись. Он тогда Именно и заводился, Копаясь в рисунках. Паревая про себя, Он шагал, Скосив голову на бок, Средь полок, Фарфоров и книг, Зацепляясь за угол стола И покашиваясь на меня Недовольна, Спугнул. Носик в книгу. Вы что это? Кхм, Подставил он мне Сутулую спину И желтую плешь. Изучаю. Весьма Недоверчиво Из-за спины Смотрел носик. Корейский язык. Зачем? Кхм, Так себе. Языки европейские Им были уже изучены. Близивосточные И очень ясно, Что дело За дальновосточными. С легкостью Одолевал языки. Как язык Под зеленым горошком. Большой полиглот, Математик. В амбаре сидел По утрам, Он по воле Папаши. А первый Примкнул к декадентам, Тащил скорпион. В нем, Таща символизм Сквозь проливы И мины бойкота, К широкому плаванью. В миге раздоров Он морща, Сприсевши, За том нюхал пыль. Образуется. Ну-ну, Пустяк. Выходил из угла. Миротворной рукою Заглаживать Острости. Вдруг вырастал, Заполняя пространство. Загладив, Горошком катился В свой угол, Куда никого К себе не пускал. Там рисунки, Концовки, Заставки. А право идеи Планировать Нам предоставил. В артурские дни Бросил публике Номер весов В очень стильной Японской обложке. Весы Возвращали подписчики В знак протеста. Вкусы его Подобные жадности Глини. Я видывал Странных субъектов. Приятно Погрызть уголек. Так любовь Полякова К тусклятине Напоминала Подобное что-то. Как будто Ивя Смитрополь С удовольствием Перетирая Сухие и жаркие Очень ладошки Заказывал Блюдо Раствор Мела С углем Жаркое Печеная Глинка. Хвативши стакан Керосинчика Переходил он К помаде Губной Посыпая Толченым стеклом Вместо сахара. После Съедал Вместо сыру Тончайший Кусочек Казанского Мыла. За все Заплатившие Огромнейший Счет Появлялся В весах. Таков Супермодерн Его вкусов Подобные Корейской Грамматики. Глаз Изощрял он До ультралучей. Красок Спектра Не видел. Где Морщил он Доброе Гномье Лицо Над Разливами Волн Инфракрасных. Тусклятин Увидели Мы в виде Супа Астральных Бацилл Иль рисунков Аделона Редона. Порой Хватал Лет на Двадцать Вперед. Он Был скромен Являлся Конфузливо В желтенькой Трепанной Паре Садясь В уголочек Боясь Представительства Спину Показывая С малой Плешью Покрытой Желтявым Пушком И Паревывал Полноте Вы Я не Помнил Ни тоста Его Ни жеста Его Сюртук На нем Появлялся Раз в год Эрудит Исключительный Зоркая Умница А написать Что-нибудь Скорее Зеркало Съест Впрочем Раз появился Обзор Кропотливый Грамматик Весьма Экзотических Подпись Ещбоев Ещбоевым Выснул Нос Свой В печать Чтобы Спрятавшись Быстро Сидеть Под страницей Весов Шапуршавшись Загогулиной Феофилактова И утверждать Она Тоньше Бёрцлея Ее Очень тщательно Гравировали Она Украшала Весы Под псевдонимом Ещбоев Поляков Опубликовал В весах В 1904 Году Две Рецензии И реферат Одной из Статьей Рэмида Гурмона В дальнейшем Поляков Участвовал В журнале Лишь как Переводчик Оформление Весов В 1906 1909 Принадлежала Главным образом Феофилактову Примечание Редакции Комнатушка Весов Парадокс Как в каюте Подводника Тесно Технические Аппараты Везде К ним же Радиоволны Неслись Из Афин Вены Лондона Мюнхена Трррр! Покушение немецкой критики на талант поэта Моргенштерна и Трррр! Телефон с резолюцией сотруднику Артуру Лютеру. Давайте скорее заметочку о поэзии Моргенштерна. Статья о крестьяне Моргенштерне была написана для весов не Артуром Лютером, а Александром Элиазбергом. Смотрите «Элиазберг. Современные немецкие поэты», христиан Моргендштерн, весы 1907, номер 9. Примечание редакции. Афины, бывало, докладывали Москве, что Малорикис скровно обижен коринфской критикой. И Ликиардопола, греческий корреспондент, темно-багровый от гнева строчит. Всему миру известно. Поэт Малорикис — гордость Европы. Белый, видимо, подразумевает Малакасиса. Рецензия Ликиардопола на книгу Малакасиса «Часы» была опубликована в «Весах» в 1904 году. Ликиардопола — секретарь «Весов» с 1906 года. Играл в издании журнала особенно активную роль в 1907-1909 годах. Смотрите о нем «Азадовская», «Максимов», «Брюсов» и «Весы». Примечание редакции. Читатель же российский читал лишь, как обкрадывают в «Весах» критика Айхенвальда, не зная, кто Лерберг. А в Брюсселе «Весы» благодарили. У нас есть защитник «Весы». Когда я в Брюсселе жил, то меня брюссельцы уважали за то, что я бывший «Весовец». Великолепны были обзоры латвийской поэзии и обстоятельные обзоры почти ежемесячной новогреческой лирики. Быстро повертывалась рукоять. И снаряд лупил из метрополя. В Афины, Париж, Лондон, Мюнхен. Минер — Ликеардополо. Он налетал. «Торопитесь, топите, лупите, давайте!» Сухой, бритый, злой, иступленно-живой, черноглазый, заостренным носом, с оливковым цветом лица, на котором румянец перевозбуждения, пробритый, с пробором приглаженных пахнущих фиксатуаром волос, в пиджачке шоколадном, в лазуревом галстуке, ночи не спал, топя этого или того, вырезая рецензии или обегая газеты, кулисы театров, выведывая, интригуя, способен был хоть на кружку для чести весов. Доказывал он позднее свою прыть, пронырнувшую в Германию в годы войны и с опасностью жизни ее описав в сорока фельетонах. В Германию и другие страны Европы Ликеардополо ездил в конце 1915 года как корреспондент газет «Утр Россия» и «Речь». Его очерки о воюющих государствах, печатавшиеся в Генбаре в феврале 1916 года, вызвали острый читательский интерес. Ликеардополо писал 6 января 1916 года Гессену «Тираж «Утр России» почти утраивается в дни появления фельетонов». Примечание редакции. Со всеми на «ты» был. Расправлялся он с враждебными журналами нечеловечески круто. Был он своего рода контрразведкой весов. Поляков бывало ему «Тише вы!» Ликеардополо же, бросаясь, боском-то рахтя, как разбрасывал по пол пуговицы «Тах-так-так! Что за гадость? Читайте!» Подсовывал мне номер с ругней и строчил свою ответную гадость. Был англогрек, англичанин по матери. Злостью его питалась года бюро вырезок. Бить их по мордам. На вазу фарфоровую налетел. Давить, бить, церемониться нечего. Носом на кресло. Когда не зайди, дело жаркое, битва. Трещит телефон. Деловито. Зло. Сухо. Раскал до бела. Диктатура железная. Бездарность. Тупица. Дурак. И Алексей Веселовской с пробитым на вылет профессорским пузом в пробитую брешь захвативший портфель «Юрк-Юрк» Ликиардопола. Элис, Борис Садовской, Соловьев, Юрк за ним. Это вылазка. Или трещит барабан день и ночь. Арцебашев. И рушился. Лозунг Весовской. Топи, сколько можешь их. Ликиардопола в жизнь редакции проводился. И тут же бросались гелиознаки в Европу. Политика вкуса не русская, а европейская. Движение имен европейских, топление имен европейских, единая логика связывала. Травлю Лицкого с провозглашением какого-нибудь малорикиса поэтом. Гелиознаки – световые сигналы, передаваемые на далекое расстояние. Примечание редакции. Блок Иванов этого не поняли. Они хотели прожить на своем наумке, на своем на домке. А Весы волновались у фронта, в котором Мельбурн и Москва – пункты в сети литературного движения. В Весах забывались Москва, Метрополь, из которого с кряком спешил Поляков, с ним Семенов, в цилиндре, с сигарищей, разовощек и блондин, грубо-нежной и тонко-дубовой. Еще не отмечен никем заграничный весовский отдел. В нем представлена Франция. Рене Аркосом, двумя братьями-гурмонами, Рене Гилем. Спец Лувра Щукин отчет давал о выставках, так что Париж был в Весах первый сорт. Брюсс в Бельгии ведал и лично сносился с Верхарном. Я в Брюсселе слышал высокое признание весам. Проповедуя Лерберга, ван Риссельберга, они в авангарде шли нашей культуры. А Суинберне, где было сказано, только в Весах. Академик и лорд Мортфель английским отделом заведовал, а итальянским Джованни Папини, теперь знаменитость. Германию представлял Лютер, теперь он в Германии имя. Я вовсе не утверждаю, что былой памяти весы имеют какое-либо отношение к политической и социальной революции, но что они во многом лили бунт против литературной затклости своего времени, за это стою. Боролись весы с кем? С Веселовскими, Пыпиными, Староженками. За кого? За Аркосов, Верхарнов, Уитминов, Гамсонов, Стриндбергов. Болтрушайтесь, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым. Являлся в желтявом пальто, в желтой шляпе, мне надо дождаться. И, не раздеваясь, садился, слагая на палки свои две руки. Запахивался, как утес облаками, дымком папироски. С гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках. То юмор. Взгляните на нос. Миротворнейший нос. Затупленный, румяный. Казалось, с надбровной морщины несло точно сосредоточенным холодом. Стриндбергом, Ипсоном переводил, редактировал. Он, переряженный в партикулярное платье, зигурт, цвета серого пара, как скала Норвегии, глаз цвета серых туманов Нордкопа. Вынашивал он роковое решение — встать, перейдя от молчания, к делу. Уже перекладывал ногу на ногу с прикряком, со вздохами. Надо сказать тебе. Первым изданием «Скорпиона» 1900-й была драма Ипсона «Когда мы мертвы и проснемся», переведенной Болтрушайтисом совместно с Поляковым. В числе многочисленных переводов, выполненных Болтрушайтисом, Пергюнд, Ипсона, детская сказка Стриндберга, его драмы «Отец», «Пепелище», «Пасха» и другие произведения. Болтрушайтис принадлежит также ряд рецензий и аннотаций о литературе скандинавских стран в весах, подписанных криптонимами ЮБ и МП. Зигурд, Сигурд — герой в скандинавской мифологии и эпосе, воспетые в старшей Эдди, младшей Эдди, саге о Вельсунгах и других памятниках. Нордкап — мыс на острове Магерё в Норвегии, наиболее известный из крайних северных мысов Европы. Примечание редакции. Он же вставал, надо бы, посмотрев на часы, босил он, но на днях как-нибудь, а теперь мне пора. И глаза голубели цветочками луга литовского около Ковна. Нордкапский туман — только утренний свежий порог, занавесивший теплый миротворный солнышко. Он, затупленный румяной, своей добротой нос в дверь нёс. Куприна, уже выпившего, расподвели к Балтрушайтису, чтобы представить. Знакомьтесь, Куприн, Балтрушайтис. Куприн же, спасибо, уже Балтрушался. Ему показался спьяну глакол «Балтрушайтис» в значении понятном весьма «Угощайтесь». Но, невозмутимый Балтрушайтис, ещё со мной рюмочку. Мирин во всём. Он коровку и божьей сидел, а вернее тельцом. Примирений елей ли я на кусающих, злобных весовцев, совершая своё возлияние и вне скорпиона с Поляковым, которого линию длил, веяв вздохом добра, обещая мне множество раз, надо бы мне сказать тебе. И, поглядев на часы, прибавлял «Я приду к тебе завтра, теперь мне пора». Лет двенадцать я ждал, что он скажет, а он не рассказывал. Раз он сказал, — дёрнул губы мне Брюсов, — «в Италии». Он рассказал мне про раковину так, что я ахнул. Поэт, крупный, Юргис. С ним точно подводная лодка, весы, воплывала к поверхности. Портились наши компасы, манометр ломался, толчок. Брюсов деревенеет, а Ликеардопола пляшет захлопнутой крыскою. Празно слонявшийся Юргис тогда только брался за руль. Надо плыть, руководствуя звёздами. И, проведя по опасному месту, на палубе снова болтался, чтоб с первой шлюпкой на берег исчезнуть надолго. Поляков и Болтрушатис — тишайшая, голубоглазая и красноносая пара блондинов. Семёнов меж ними являлся как третий блондин. Поляков с отклонением в фагот, Болтрушатис — в рок Турий, Семёнов — в Волторну. Вели своё трио в весах против трио брюнетов, колючих и злых. Трио — чёрное, Ликеардопола, Брюсов и Элис. Болтрушатис был необходим видом праздном и флегмою, чтоб под водой не задохлись в раскале котлов, в перепаренном жаре и ярости Ликеардопола, в сухости Брюсова, в бредах полемики Элиса, в щёлканье жадных зубов Садовского, Бориса, акулы, которые Брюсов любил выпускать, чтоб отхватывала руки-ноги она Айхенвальду, купавшемуся, в море сладости, под броненосным бортом русской мысли. Болтрушатис сидел подчас перед конвульсией ярости, и поперечной морщиной бороздился его умный лоб, и гудением тусклого, как голос рога боска, утверждал, «Надо бы мне сказать». В двадцать первом ещё, выдавая мне визу в Литву, встал, как прежде, в весах и сказал, «Очень жаль, что ты едешь. Надо бы мне, но...» Посмотрел на часы он, и с нордкапским туманом в глазах он пошёл в свой посольское авто. 16 сентября 1920 года Болтрушатис был назначен руководителем специальной миссии Литвы, а 21 июня 1922 года – чрезвычайным послом и полномочным министром Литвы в Советской России. Смотрите, И не надо сказать, потому что всё сказано. Сказ его – лирика стихов о цветах и о небе. Поэт Полей, он и под потолком чувствовал себя, как под открытым небом. Помню, в 1904 году, мы раз рядом сидели у Брюсова, был потолок в разговорах сухих, историко-литературных. Над макушкой же Болтрушатиса был потолок точно сломан, так мне привидело субъективно. Болтрушатис сидел с таким видом, точно он грелся на солнце, и точно под ногами его золотела нива, не пол. Он достал из кармана листок и прочёл мне неожиданно своё стихотворение, только что написанное о том, как на дниву и висело небо. И в чтении стихов сказался весь, как поэт. Так что «надо сказать» относилось к прочтению стихов. И всё о всём в этом смысле мне уже сказано было в 1904 году. Я знал, что когда он чувствовал лирическое настроение, он вставал и гудел. Мне бы надо стихи написать. Он в годах вырастал, как поэт. Вмиг сомнений являлся в редакцию в жёлтом пальто, в жёлтой шляпе с полями, и, встав среди нас, стучал палкой своей, как мечом. Весам быть! Не журналу, созвездию, зодиакальному кругу, всем звёздам и небу над ними. Блондины тишели в весах, а брюнеты пылали стремлением топить и садить в дураках. Брюсов над корректурой, сложив свои руки в той позе, в которой его писал Врубель позднее, вынашивал адские замыслы, взором блистал, как омытым слезою. Стоял сочетанием «Гамлета» с «Гектором» посередине редакции. И я, Садовской, Соловьёв, его видели Цезарем. Нашу когорту повёл он на Галлов, Помпей, Полтрушайтис, Крас, Поляков, Триумвиры, и Эллис прошёл в Лабиэны. Параллели с Триумвиратом, союзом трёх влиятельных политических деятелей и полководцев. Первый Триумвират возник в шестидесятом или пятьдесят девятом году до нашей эры, как соглашение между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Лицинием Красом. Тит Лабиэн начинал политическую деятельность как военачальник или гад Цезаря. Примечание редакции. Перед Брюсовым переюркивал Ликердопола, остро-сухой, суетя с сухоярами, местями. Некогда, негде присесть. Переполненный чёрным деянием с чёрным портфелем, в которой таился, как знать, не стряхнин ли, в таком же пальто, в котелке, переюркивал от Метрополя в градации разнообразных редакций, тарах-тах-тах-тах, точно пуговицы костяные ронял на полу. Вёл из маленькой комнаты до десяти, до двенадцати чёрных подкопов. И к ним контрподкопы, чтобы вовремя переуркнуть в контрподкоп. Всё взрывалось, тарах. Между всеми делами, как барышня, рде и ланитами в ухо шептал, садовскому мне, Элису, вы написали б заметку об авторизации на переводы Уальда. Моё ж право, скот узурпировал. Имея какую-то авторизацию, годы боролся с каким-то скотом, тоже право имеющим. Вид имел лондонца с явным пристрастием к греческой лирике, к греческим губкам и спелым оливкам. Он пропагандировал греческих деятелей. Имена их кончались на Каки и Опула. Как же, да-да, Мориас псевдоним, Папандопула. Неточность, настоящее имя Жана Мориаса, Янис, Пападиамандопулос. Примечание редакции. Был он замешан во всех закулисных интригах художественного театра и доказывал в ряде годин топить этот театр. Проповедовал Ленского и комиссар Жевскую. Вдруг, оставаясь секретарем Скорпиона, явился в весы с секретарским портфелем художественного театра и вел ту же линию против театра в весах, в литературных волнениях, всегда минутных. В эпоху полемики с мистическими анархистами и выпадами весов против Блока, Чулкова, Иванова и Городецкого он всегда делал вид, что и он литератор, и он кровно де замешан в наших волнениях. И даже по собственной инициативе агитировал против Чулкова в утре России и слове, куда забегал. Нам твердил, ну-ну, ничего. Нечего. Уже иссякло терпение. А тут Поляков, походя на нелепую желтую бабочку, тихо трепещущую пыльцевым своим крылышком над фолиантом, ну, это вы знаете, слишком. Поляков не скорпион. Брюсов, да. Имел хвост, утаенный сертучной фалдой с крючком. Ликиардополо в эти года скорпионин детеныш, растущий стремительно. Он имел фраг, ах, в него, обликаясь, просовывал свой гедовитый крючок между фрачными фалдами. Скоро крючок при появлении Брюсова вздрагивать стал. Скоро заторахтело. Где снюхался Брюсов слурье, чтобы нас, ликвидировав, перебежать к Кизоветтору, в русскую мысль. В свою очередь Брюсов доказывал, ликвидировав, ликвидировав, греческий плут. Ну, ну, это уж слишком, взревел Поляков. Я позднее ужаснулся с им двум скорпионам в теснейшем пространстве с сухой торопливостью, перебегающим от телефона к столу и уже подающим друг другу не руки, а пальцы. Казалось, ликвидировав, Брюсов, став спинами, впал да раздвинув, задравший скорлупчатые скорпиони хвосты, подражавши, вонзят два крючка в уязвимые мягкие части друг друга. Ликвидировав, виделся утром, съедающим горку оливок и после себя обдающим уайт розы, чтобы с запахом этой струи не оливок ворваться в весы, тарахтеть и кипеть. Отсидев с Поляковым часок в ресторане «Альпийская роза», он будет стоять перед трюмо, своим собственным талию сжав стройный фраг, чтоб пройти шапокляком, в который совал бледно-палевые он перчатки, на раут, куда Полякова меня не пропустит, таких одежд нет, чтоб от имени нашей редакции адрес прочесть, мной составленный. Не симпатичен был мне. Ловкий редакционный техник и литературный интриган до способности высадить из нам враждебных редакций враждебных нам критиков. Там, где Брюсов бежал, заткнув нос, М.Ф. всякие вони разнюхивал, ими прованиваясь, до того и Уайт-Роза, чтоб ее перепрыскивать духами, настоящая хлопотливая Марфа. Он так перемарфил, что лучше не стану и впоследствии мир удивил, обманувший разведку немецкую, переуркнув сквозь Германию, вверкнув в Грецию, встреченные громами аплодисментов Антанты. С 1916 года след Леки Ордопола исчез с моего горизонта. В 1915 или 16 году он, оказавшись корреспондентом утр России, ухитрился проникнуть в Германию и потом дал ряд фельдетонов о ней в утре России. С начала революции он, конечно, эмигрировал. Ходили слухи, что умер. Умер Леки Ордопол в Лондоне в 1925 году. Примечание редакции. Часто являлся в весы к нам поджарый приострый студентик. Походка с подергом, а в голове ржавчина. Лысинка метила в желтых волосиках в стиле старинных портретов, причёсанных крутой дугой на виски. Глазки карие. Сведены сжатые губы с готовностью больно куснуть те две книги, которые он получил для рецензии. Их, взяв грудку выпить, в талии ёрзая, локти растаявши, бодрой походкой гвардейского прапорщика удалялся. Борис Садовской, мальчик с нравом, с талантами, с толком, спец в технике ранних поэтов и боготворитель поэзии Фета. Аскалис, как пёс, делал стойку над прыгающим карасём, издыхавшим и ширившим рот без воды. Карась, лирика Бунина и силуэты Юлия Айхенвальда. Порой с Николаем Николаевичем Черногубовым встретился, делал он вздрагивая восхищённую стойку. Оборвали акулии какие-то рты и стояли Аскалис долго и нежно. И после уж слышалось «Помните, Фетт говорит?» и Аскал до ушей Черногубова. А у Языкова сказано ржавые поскрипы голоса Садовского. По Скалису, перетирая руками, они расходились и долго ещё себе в руки оскаливались. Был ещё посетитель угрюмейшей серобородой и серовласой в пенсне, сжимающим огненный нос. То Каллаш. Приходил он ворчать на журналы, в которых писал, отвести душу с Брюсовым. Супунов, Дриттен Прейс и Судейкин являлись с рисунками. Феофилактов валялся на синем диване, или зубы свои ковырял зубочисткой, или профиль в ладони ронял. Профиль, как у Бёртслея. Не верьте его загогулиным. Страшный добряк и простак. Всё здесь делалось быстро, отчётливо, без лишних слов, без дебатов, всё с полунамёка, с подмигами, вы понимаете сами. Политика Брюсова. Умниц и спецов собрав, руководствоваться их политикой. Брюсов являлся диктатором, лишь в исполнении техники планов. Глупцов изгонял. А умниц и сам был готов поучиться, внимательно вслушивая Садовского в Соловьёва. Система такая слагала фалангу, железную, крепкую. Вместо программы сквозной перемиг на журфиксе, на улице, при забегании друг к другу. Программа, политика, тактика — это бессонные ночи Садовского, меня, Соловьёва и Элиса, ночи, просиживаемые в Дедове или в Дону с Соловьёвым и Элисом. А ни весы, ни заседания, ни постановления не было этих последних. В иные периоды явно казалось, что я единственно связан с весами. Тогда мы боролись не с Пыпиным, с соглашателями модернистами, спаявшимися с ботовиками. Фронт ширился, вкусы менялись. И сам мещанин нас обскакивал борзо с трибуны кружка, проносяся в оранжево-бурый отбросы от революции, литературной да и политической. Это случилось в эпоху Огарков. Толпа подозрительно шустрых поэтиков к нам повалила. Иванов упал в их объятия. Даже писал о трехстах тридцати трех объятиях он. Неожиданно Брюсов скомандовал трапы поднять, пушки справа борта на левой. И вот кто вчера нас ругал как левейших, теперь восклицал «старики, мертвецы». В Петербурге войною на нас шел блок. Поэты из Вены такой ресторан был, где Дымов, Куприн, Арцебашев, Потемкин себя упражняли в словах, собирались брататься с Ивановым с Ивановым и Городецким. Огромнейший табор шиповника с Андреевым и с филиалом московским возглавленным Зайцевым соединились топить нашу малую подводную лодку. Брюсов бывало, склонясь с куластым лицом, руку навесь поставивши. «Они наглеют, Борис Николаевич. Надо, Лев Львович, сплотиться очерченной группой». И Элис, задергавши плечики, лысой головкой качает, трясяся мухром сюрточка за атласенными полустертыми крытыми желтым пятном рукавами. Сознательность без дисциплины нельзя. Брюсов палку и шляпу схвативший куда-то, живой, молодой, палкой вертит, горошком с лестницы. «Элис, смотри, а, каков?» Элис дул из страницы весов по всему бесконечному фронту от блока до стражева. Есть лишь один символизм и пророк его Брюсов. Другая картина. Весы сотрясались от внутренних взрывов. Я, Поляков, Болтрушайтесь и Ликиардопола против Валерия Брюсова, Элиса и Соловьева. Поляков, «Вы, Валерий Яковлевич, что-то...» Брюсов руки на грудь, сардонический ерзал плечом, издеваясь над Ликиардопола. Ликиардополу черный, оливково лицей, сухой. «Пусть докажет Валерий мне, Яковль, что...» Сергей Александрович, «Да погодите, Лев Львович, да слушайте, Юргис, пускай он докажет, что он не порочил меня». Юргис «Брюсов, нас топит, тебе бы редактором быть». «Ну уж нет, Боря, дружба и дружба, но если тебя выдвигают, я против», Сергей Соловьев говорил мне потом. «И я тоже», отрезал Элис, и мы похохатывали. «Заседания шли напряженно, два лидера, Брюсов и я, проявили предел деликатности, друг друга явно поддерживая против собственных единомышленников. Так сложилась у партии третья двух лидеров. Они пожар ликвидировали, разделив свои функции. Ведал теории я, ведал критикой литературную Брюсов. Так было в последний год существования весов». В то далекое время каждый из близких весам был кровно замешан в проведении литературной платформы журнала. Таких неизменно близких, на которых рассчитывал Брюсов, была «Малая горсточка». Литераторы и поэты наперечет. С 1907 года до окончания весов такими были Брюсов, Болтрушайтис, Я, Элис, Соловьев, Борис Садовской. Поляков почти не влиял. Поддерживая дружбу с жившим за границей Бальмонии, Бальмонтом он встречал оппозицию в оценке Бальмонта у Брюсова, очень критиковавшего все книги Бальмонта после «Только любовь». Я тоже к Бальмонту относился сдержанно. Элис почти враждебна. Бальмонт в ту пору почетный гастролер, а не близкий сотрудник. Такими же гастролерами были Гиппиус, Иванов, Блок, Сологуб. Сологуб давал мало. Весы мало платили, а он, корифей литературы, уже привык к Андреевским гонорарам. Блок и Иванов косились на весы, не прощая нам нашей полемики. Гиппиус изредка гастролировала стихами. Лишь месяцев пять она писала часто под псевдонимом Антон Крайний, не потому, что разделяла позицию весов до конца, а потому, что разделяла нашу полемику того времени с Чулковым и Ивановым. С 1907 года ядро близких сотрудников ничтожно. Район обстрела огромен. Все литературные группировки, кроме Весовской, отсюда многие псевдонимы. Каждый из нас имел несколько псевдонимов. Садовской писал под псевдонимом Псикс, Брюсов под псевдонимами «Пентауэр», «Бакулин». Я писал как «Белый», «Борис Бугаев», «Яновский», «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Два Б», «Спиритус» и так далее. Я не намерен теперь защищать ряда эксцессов, допущенных весами. Полемика была жестока. Брюсов ловил с поличным, всех и каждого. Садовской переходил от едкости к издевательствам, например, по адресу Бунина. Элис являл собой подчас истерическую голопаду ругательств с непристойными науськиваниями. Я в этой полемике был особенно ужасен, несправедлив и резок. Но полемика падает на те года, когда был я морально разбит и лично унижен. И физически даже слаб в последствии сделанной операции. Я был в припадке умоиступления, когда и люди казались не тем, что они есть. И дефекты позиций врагов разыгрывались в моем воображении почти как полемические подлости по адресу моей личности и личности Брюсова. Объяснение моей истерики — личные события жизни уже эпохи 1906-1908 годов. Вот эти-то личные переживания, неправильно перенесенные на арену борьбы, путали, превращая даже справедливые нападки на враждебные нам течения, в недопустимые резкости, обезоружившие меня. Таковы безобразные мои выходки против Чулкова, на которого я проецировал и то, в чем я с ним был не согласен, и то, в чем он не был повинен. Нисколько. Так стал для меня Чулков символом. Полемизировал я не с интересным и узакоризно честным писателем, а с мифом, возникшим в моем воображении. Меня правдует условно только болезнь и те личности, которые встали тогда меж нами, и, пользуясь моим состоянием, делали все, чтобы миф о Чулкове мне стал реальностью. Теперь, после стольких раздумий о прошлом, я должен принести извинения перед Чулковым и благодарить его за то, что он мне литературно не воздал следуемого. Но, повторяю, мотив к полемикам был. И на одном участке полемического фронта весы сыграли нужную роль. Они сделали невозможным длить традиции от староженок, Алексеев-Веселовских и Иванов-Ивановых, задушивших нашу молодость. Даже старые рутинеры, ругавшие весы, стали равняться по ним. Когда это обнаружилось, весы кончились. Дальгейм. В весах была четкость литературной формулы. Но весы говорили о форме. Оленина, по-мужу Дальгейм, в те года песня о содержании. В весах обретаю я стиль. У Дальгеймов ищу вдохновение. Концерты Оленины, переплетения романсов, поэму и драму. Сознательная пропаганда Мусоргского, Шумана, Шуберта, Гретри, Ромо, Вольфа, Баха и Глюка. Цикл песен, не опера, сходит с подмозгов. Творить дело Вагнера. Роль Читы Дальгеймов, мужа, организатора дома песни, жены, единственной неповторимой исполнительницы песенных циклов для первого десятилетия нового века, огромна. Они двинули вперед музыкальную культуру Москвы. Оленина появилась, как помнится, в 1902 году. Концерты ее длились до конца 1916 года. 14 лет это огромные работы, в результате которой не только повышение вкуса публики, но и музыкальная грамотность. Супруги Оленины расширили диапазон знакомства с песенной литературой. С 1907 года музыкально-художественная организация, во главе которой стояли Дальгеймы, при участии лучших музыкальных критиков своего времени Энгеля, Кругликова, Кашкина, переводчиков, композиторов, Танеева, Метнера, Оленина, поэтов, занялась пропагандой ряда песенных перлов, доселе неизвестных русской публики. Думается, нигде в европейских столицах публики не предлагался с таким вкусом, подбором такой материал, как тот, который предлагался московской публике Дальгеймами. Концерты дома песни в ряде лет были и эстетическими подарками Москве, и образовательными курсами. Если в Италии знали Скорлатти и Перголези, в Англии песни на слова Бернса, в Германии песенные циклы Шумана и Шуберта на слова Гейны и малоизвестного нас поэта Мюллера, то Москве вместе с Глинкой, Балакиревым, Римским, Корсаковым, Бородиным и песенными циклами Мусоргского, кстати, до появления Дальгеймов, малоизвестными, показывались и Скорлатти, и Перголези, и Ромо, и Грик, и Шуман, и Шуберт, и Лист, и Гугу Вольф, в песнях. Из года в год Дом песни учил Москву и значению песенных циклов, и роли художественно-музыкального перевода, и историю музыки, не говоря уже о том, что семь-восемь ежегодных концертов, тщательно составленных, изумительно исполненных, с программами, сопровождаемыми статейками и примечаниями, заметно повышали вкус тех нескольких тысяч посетителей концертов, часть которых позднее вошла в сотрудничество с Дальгеймами, когда концерты Дома песни стали закрытыми. Ежегодно Дальгейм устраивал концерт, программа которого составлялась по выбору публики, и каждый год Дальгейм при обнародовании этой программы наводил, так сказать, критику на выбор номеров программы. До Дальгеймов концерты были пестры, составители их руководили с модой, а не строго художественными требованиями. Эстрада была переполнена слащавыми романцами Чайковского и ариями из модных опер. Дальгейм часто шел против моды, прививая свою моду, и мода, привитая им в Москве, мода на Баха, Бетховена, Шумана, Шуберта, Глюка, Вольфа, Мусоргского. Вот, например, результат требований публики программы концерта Бах, Моцарт, Глюк, Бетховен, Берлиоз, Мусоргской, Шуман, Шуберт, Г3 и так далее. Вот программа Дома песни эпохи 1907-1912 годов, составляя ее на основании кучечки книжечек-афиш со статейками Дальгейма, случайно у меня сохранившейся. Циклы песен Бетховена, Далекой возлюбленной, Духовные песни, Циклы песен на слова Эхендорфа и Андерсона, Музыка Шумана, Цикл Шумана, Любовь поэта, Цикл Шуберта, Любовь мельника, Слова Мюллера, Его же Зимнее странствие или Цикл доселе Москве неизвестный, за исключением двух-трех песенок. Москва так полюбила этот огромный цикл, что он исполнялся не раз по требованию. Далее циклы Шумана, Любовь женщины, Мусорского, Бессонца, Детская, Песни и пляски смерти, Циклы Метнера на слова Гёте и на слова русских поэтов, Тютчева, Пушкина, Цикл песен на слова французских Труверов, XII-XIII века, Куск, Адам де Галь, Песни о Роланде, Цикл песен Бёрнса с гармонизованными народными мелодиями, Цикл песен разных народностей, Вечера русских, европейских, французских народных песен, Вечера, посвященные Метнеру, Листу, Гугу, Вольфу, Брамсу, Григу, Мусоргскому, Вечер, посвященный Гейне, музыка разных композиторов, Исторические вечера, на которых исполнялись романсы композиторов эпохи Возрождения, романсы анонимов, Люли, Камбра, Мартини, Гретри, Скарлатти, Генделя, Баха, Гайдена, Моцарта, наконец, исполнялись и такие монументальные произведения, Орфей, Галюка, с оркестром под управлением Ипполитова-Иванова. Над каждым концертом работала мысль Дальгейма, чтобы он был выточен из цельного камня, чтобы песня вырастала из песни, как стихотворная строка из строки, чтобы песня рифмовала с песней. Дом песни объявлял ряд конкурсов на лучшие переводы циклов на русский язык, на музыку и так далее. Из запомнившихся конкурсов отмечу конкурс на гармонизацию народных английских мелодий, слова Бернса, конкурс на перевод двенадцати песен на слова Гёте, на перевод стихов Мюллера, положенных на музыку Шуманом, на перевод драмы Рама, индусского поэта, Бавабути, и так далее. Ниже, давая юмористическую характеристику Пьера Дальгейма как чудака, окруженного чудаками, я должен отделить чудака в нем от тонкого критика, педагога, насадителю подлинной музыкальной культуры, боровшегося против рутины с необыкновенным мужеством, стойкостью и с небывалым успехом. Дальгейм чудак, идейный путаник, одно. Трагический его конец, помешательство подкрадывалось к нему издалека. Жизненная борьба сломила эту личность, непокорную, независимую. Дальгейм музыкальный педагог совсем другое. Перед тем, как перейти к описанию моих личных отношений с Дальгеймами, я должен отметить, все странное и диковатое, встреченное в их доме, лишь ретушь к основной ноте, и эта нота высокого удивления и уважения. Не говорю о певице, Дальгейм, урожденной Олениной. Пусть оспаривают меня. Пусть в последних годах голос ее пропадал. Скажу откровенно, никто меня так не волновал, как она. Я слушал и Фигнера, и Шаляпина. Но о Ленину Дальгейм, такой, какой она была в 1902-1908 годах, я предпочту всем Шаляпинам. Она брала не красотой у голоса, а единственной неповторимой экспрессией. Ничего подобного я не слышал потом. Криком восторга встречали мы певицу, которую как бы видели мы с мечом за культуру грядущего, жадно следя, как осознанно подготовлялся размаху ее рук, поднимающих черные шали в мусорском, чтоб с криком, взрывающим руки, и сторгнуть стон. Смерть победила. Поражали стать и взрывы блеска ее сапфировых глаз. В антонации прялка, смех, карканье ворона, слезы. Роман свырастал из романца, вскрываясь в романсе. И смыслы росли, и впервые узнание подстерегало, что зимнее странствие, песенный цикл, не уступит по значению и девятой симфонии Бетховена. Просто святая, болтает по духам мне, синей птицей моргает, и шальми плещется, вдруг подопрется по бабьему, заголосит по народному. Так покойная Соловьева, с ней познакомившись, передавала о ней. Мы же знали, она транспарант. Создавал же ей жест, интонацию, силу, блистательный, ригористичный, начитанный, взросший в гнезде маларме символист Петр Иванович Дальгейм, ее муж. Ну и пара же редкая. Встретился с нею у Рачинского. В лоск уложил меня Петр Иванович. И пленила певица величием своей простоты. С той поры я, Рачинский, Потсо, Петровской в антрактах спешили внырнуть к ней в уборную, чтобы цветок получить от нее. Удостоится после концерта беседа за ужином с нею. Так медленно крепло знакомство, взближение. Ужины. Стол под цветами, дюшесами, рыбами, винами, рой голосов. Петр Иванович изящный стилист, поэт, публицист и писатель, некогда близкий знакомец им боготворимого Вилье де Лиль Адана. Был, как фонтан афоризмов над этим столом, поблескивая глазами, вином и умело вкрапленными цитатами из Маларме, Верлена и Ницше. В этот венок из цитат, конкурируя с Рачинским и его побивая цитатами, он вправлял отрывки из древнеиндийских поэм, еврейских каббалистов и средневековых труверов XII и XIII столетия. Ткань речи его напоминала мне тонкую инкрустацию из дерева и слоновой кости, какая поражает в Египте на иконостасах древних коптских церквей. В нем был понятен эстетический узор-метафор. Смысл же был нам порой темен. С такими речами он поднимал свой бокал над столом. Мы, Рачинский, Сергей Иванович, Танеев, Кашкин, Энгель, Кругликов, на него разевали в такие минуты рты. Мы удивлялись изящества оборотов мысли, глубочайшим замечаниям, бросаемым вскользь. Мы им любовались, но и немного пугались. Чего хочет он? Целые его мысли заволакивали от нас часто туман из метафор. Довод выглядел стихотворной импровизацией, напоминающей тексты древних индусских поэм. А он требовал от нас программы действия в 20 веке, основанной на поэзии седой древности. С одной стороны, маларме, с другой стороны, рама, а современности московской тогдашней не было. Пугала барокко мысли, сверкающий тысячегранник, предмет удивления. А что делать с ним? В иных ходах мысли перекликался он с Вячеславом Ивановым, но с той разницей, что Иванов казался лукавым, а Дальгеем удивлял прямотой. Он был мудреней Иванова, но более блестящим в импровизациях и был более поэтом в своей риторике, чем поэт Иванов. В те дни он мечтал о рождении ячеек, подобных Дому песни в Москве, во всех центрах пяти континентов земного шара. И тут выявлялся в нем откровенный мечтатель-чудак, высказывавший свои утопии о связи художников, поэтов и музыкантов всего мира, воодушевленных концертами Мари, его жены. Кан-Мари шантера, когда Мари споет. Она должна была запеть из Москвы всему миру. Смягченные сердца Щукиных, Рябушинских, Морозовых отдадут где миллионы ему, Дальгейму. Вот на Дом песни. Дом песни немедленно где распространится из Москвы, организуясь в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бомбее. Во всех центрах поэты, художники, певцы и певицы, которых он и Мари при нашем участии вооружат молниями художественного воздействия, обезглавит тысячеголовую гидру порабощения. Золотой телец расплавится и протечет под ноги ручейком. Революцию жизни способно совершить лишь искусство. Такова упрощенная схема его вожделений. Она казалась наивной, до чудовищности. И тут он, чувствуя, что этой схемой не убедит, начинал отгранивать ее великолепнейшими цитатами, с демонстрацией перед нами, как надо понимать мысли Вагнера, Шумана, и что означают символические образы в таком-то стихотворении Гёте, и что выйдет, если соединить так-то и так-то и так-то раскрытые тексты. По его представлению, тот, кто владеет разумением художественных символов, может сочетанием образов и художественных воздействий перевертывать по новому жизнь. Дальгейм видел себя призванным к такому переверту. Его жена, которую создал он великолепной певицей, была показом его владения и тайнами искусства. Каждого из нас хотел он, забрав руки, переделать по-своему, сделать олениный Дальгейм в своей сфере, чтобы, передвигая нами, как пешками, из Москвы вести партию шахмат с рутиною всего мира. И тут-то начиналась и тогда уже болезнь в нем. Но толковал он художественные явления изумительно. В нем жил не только художественный критик, но и художник-критик. Так грезил он и вдруг обрывал свои мировые грезы, переходя к показу опытов. И из слов его возникал оригинальный театр марионеток, макет из кисей сквозной сцены. Крэг Гордон спёрдя у него идею своих цветных сукон, жест слова или пантомима алфавита, где каждая буква была раскрашена и изъяснена в звуковом жесте. Гордон Крэг в эти годы казался новатором в области сценических постановок. Он приезжал в Россию. Одна из его постановок была показана художественным театром. Дальгейм указала, что Крэг украл у него идею постановки. Примечание актора. С этих перов возвращались весьма сомневаясь, чтобы он, предисчисливший винтики новой культуры, в карман положил свой листок с вычислением. Жил он в уверенности, что раздастся в передний звонок. Миллиардер, Рокфеллер, а за неимением его Щукин, придя в наше общество, бухнет под ноги Дальгейму мешок с миллионами. Вот на дом песни. Тогда из кармана он вынет листок. Щукин медлил. Сутулая, полуседая, усталая умница, с глазом ребенка, не то сумасшедшего, кутаясь в серенький пледик, дрожа, погасившая огни красноречия, шрипом гадюки дышала на тайных врагов, перебивших у Щукины деньги. Ведь дал же Щукин Челпанову, ясное дело, на психологический черт подери институт. Враги, видно, за шторой подслушивают. Даже больше того, шпионов своих засылает в дом песни. И Кругликов, Энгель, Кашкин, Сергей Львович Толстой, так ужасно обиженный Петром Ивановичем, скоро, хватаясь за шапки, чесали носы. Не шпионы ли они? Тут Метнер, противник Дальгейма и ненавистник Листа, которого он ругал католическим попом, своейстинно маниакальной яростью схватывал меня за руку. Нет-нет, вы слушаете, он же больной культом Листа, католика и инквизитора музыки. Лист, обезьяна в сутане, был эдаким вот неудавшимся магом. Абстрактный манизм только с виду блестит, вся изнанка больная и жалкая. Этот взгляд на музыку Листа позднее Эмили Кайлч Метнер высказал в своей статье о листе, напечатанной в золотом руне за подписью «Вольфинг». Примечание автора. Мы раздвоялись, когда нас хватали за правую руку Дальгейм, а за левую Метнер. Указывая друг на друга, они идейно чернили друг друга, смеясь друг над другом и разоблачали китайские головоломки друг друга. Мы же слушали точно романс, когда Дальгейм, косолапо привставши, с бокалом Рейнвейна, угрозой властной руки над столом, заставляющей слушать насильно, картава привзвизгивая, как Фантош, с перекряком, со всхлипом, с гадючим шептанием, влеплял гениальные маниакальные свои схемы. Казался он подчас сочетанием Барса с немного облезлым медведем или сатуловатым капралом, доживающим свой век в деревушке, открывшим табачную лавочку, не то в состарившейся Мефистофель. Он провозглашал сумасшедший свой тост за немыслимые предприятия. Критики Энгель, Кашкин, Семен Кругликов каждый глаза опустив бормотал, черт дери, я сел в лужу. Профессор бактериологии Тарасевич, сидевший всегда тут, имевший обычай в огромной рассеянности затвердить ему слухом подброшенное совершенно случайное слово, среди громового безмолвия произносил «Апельсин!» И все вздрагивали. И опять «Апельсин!» И, хватаясь за шапки, бежали. Дом песни позднее осел в Гнезняковском. Просторные синие и сине-серые с точно такой же синей и сине-серой мебелью стены. В серяво-синявых коврах и в серяво-серявых портьерах. Здесь сероголовый сутулый пошлепывал туфлями в серой с поджелченной паре в серявеньком пледике. Взмахивая бахромой пледика, бросал на стены чернявую тень и синявый дымок волокнистой тоски, бритой, только в усах растопорщенных напоминал он капрала в отставке, живущего около Тлемсона, не Мефистофеля. Тлемсон, город в Алжирском департаменте Аран, в 46 километрах от Средиземного моря. Примечание редакции. Входишь, он кряжестым круглоголовым квадратным медведем согнулся с насупом над крошевым. Зябнет таким горюном, перекручивая папиросочку из табачка капораль с подшипением «Сальсэнш, сальпантен» грязная обезьяна марионетка. Пантен может быть Артур Лютер, читавший курс лекции для дома песни, а может быть это Энгель с усилием с верностью русские ведомости на дом песни, настроивший в ряде годин. Уши, точно прижатые к серой его голове, быстро бывало дернутся, дернется вся голова, уйдя в плечи и в плед. Не то улыбнется, не то грызнется. Курю вот капораль, это память Франции, я здесь чужой. Также в собственном домике, в Буаль-Руа, Брисмелин, в огородике, в садике, в пьяных цветах, в красных маках, на фоне облупленной каменной серой стены, за которой пузатые и сезоносые лавочники в окна тыкали пальцами с русской эльзасиц по происхождению, он в том же бахромчатом пледике он набивал капораль и мне жаловался, мне в Россию бы, я здесь чужой же. Бывало, склоняя медвежий свой корпус над узником, перетирал он ладонями, ходил на цыпочках, шмякая туфлей, лукавый, довольный, вытягивая кругловатую голову серой щетиной, бобриком, дергали с его уши. А вы в синей серой тюрьме уже, засажены за работу, для чего ты ему переводите из Ламартина, редакция первая, третья, четвертая, пятая. Все им отвергнуто. Пятиминутный заход ваш превратился в пятичасовое сиденье над переводом. Уже два часа ночи, о, господи! Вдруг пение из зимнего странствия, это Мари, вы заслушались. В третьем часу вы восторженный пением, влюбленный в своего мучителя, вас отпускающего за седьмую версию им редактируемого перевода тащитесь, ужинать с жалким остатком вчерашнего пира. Весь заработок за концерт ушел в ужин. Ко всем был протянут он, за всеми нами следил, посещал наши лекции, силился вникнуть, кто в чем, привлечь в свой дом, дать возможность испробовать свои силы. А не выходило, он не понимал нас, и не понимали, зачем пристает и за что он так мучает нас. Он имел исключительный дар, приневолив к сотрудничеству, садить в лужу друзей и собственный дом песни, набитый друзьями. Имел он способность устраивать неприятности, непроизвольно, конечно. Калимазоль давит ногу, прыжком подлетает с пакетом, скорее, сию же минуту, бегите к тому-то, и, видя, что вы захромали, смеется усами, и дергает бровь к Тарасевичу. Вы посмотрите, Леон, и Леон машинально. Лимон из-за шахмат с мюратом. Мы все, начиная с рачинского, переводившего с ловкостью и с трудолюбием тексты программ, в побегушках, сгибаясь под гениальнейшими парадоксами, преподаваемыми с такой точностью, как исчисление математических функций. Профессор Тарасевич еще как посыльный. Леон, постарайтесь, Леон это сделает. Анна Васильевна, его жена, ученица о Лениной, а потом и деятельная сотрудница. Лютер теперь заслуженный немецкий профессор. Бывший директор же консерватории Танеев, друг Чайковского и Рубинштейна, писавший свой труд, прогремевший в Европе, единственный по контрапункту творец Аристеи, под градом его избивавших софизмов стыдливо бывало расплачется смехом, девицы с румянцем потупивши глазки сидит и посапывает. А над всеми метается черная тень Мефистофеля в синей стене. Я однажды попался, увидевший жест мой в переднюю дернуть, мигрень разыгралась, дразнясый сутуля с тяжелой скругленной спиной, две руки своей Дальгейм уронил мне на плечи, ломая их, бросил в свое сине-серое кресло и в нос совал схему, тяжелую головоломку, доламывать лом головы, потому что я с ним согласился слить слово с движением автора, интерпретатора, зрителя в вечную тройку, в одно сочетание поэзии с музыкой, вовсе не в драме, как Вагнер напутал где, а в песне, не в опере, а на концертной эстраде. Недаром проводил он бессонные ночи, вынашивая циклы песен для своей Мари. Согласился со мной, потому что ранее меня это знал. И тут же взлетел эластичным каким-то прыжком, всплеснув крыльями серого предика в синий и синий серый с точно такой же синюю и синий серую мебелью стены и взвизгивал, как картавый фантош, изогнувшись размашистым жестом с поклонами какого-то воспламененного мага. Вот и прекрасно, а крыся схватил за жилетную пуговицу. При открытии дома вы выступите со своей программой песен и с лекцией «Скажите то-то и то-то». И тем же окрысам с испанским поклоном с отводом руки косолапище и лапище длинной певице сидящей в углу величавую черную вороную вестницей смерти. Мари пропоет то и то-то. Потом вы заявите стал он грозиться дрожа и шипя на сеняво-серявых портьерах весь сероголовый сутулый напоминавший серую только ритмической прозой крещендо на мощных басах сэвэву то и то-то. И можете даже Мари дать программу. Она пропоет вам. Сутулая, полуседая, усталая умница, кутая с пледик, скосясь на Мари детским идиотическим глазом, как пискнет «Мари, лорелею нам спой». Лорелея роман с листа на слова Гейне. Примечание редакции. Тотчас покорно взлетев из угла, длинные руки, слагая под черными крыльями шали, вытягивая лебединую шею, запела и как? Разделан в два дня под орех. Предисчисленным планом. Он требовал, чтобы я в лекции импровизировал, в гроб заколачивая. Указания сыпали с градом, в подробнейших письмах. При встречах, став милым, уютным, как будто на зло, ходил, шмякая туфлями, ставши на цыпочки, перетирая ладони, облизываясь, как на куру, которую завтра опустят в свой суп, с придыханием. Вы не забудьте сказать о терпандре. И лекция, пока Толстой, Сергей Львович, рассеяно, в уши нам пальцами, перебирал на рояле. И главное, упомяните гонкуров, бросал он в мой обморок, а на кой черт они мне? Непременно их сверленом сплетите, он близок в отто, потому что Мари вам споет Габриэля Форре, текст сверлена, и тут же под ухо картавым припискам о маске, лилири, лилири, бергамиске, Петровской, секретарь дома песни, студентик с портфелем влетал в распыхах и, оттарирыковшись с ним, возвращался ко мне. Кстати, помните, что тон в отто голубой, я же думал, что темно-зеленый. Все вместе, рулада Толстого, в летании Бориса Сергеевича и Мюрат, походивший лицом на Мюрата, на Наполеоновского, его родственник, кузен Дальгейма, как бред. В довершение всего взрыва серых портьер из передней, откуда бывало летел на всех вскач из дымов своих собственных в дыме, дымами, дымящей, Рачинской, и с ним поплясав на Мари, разрывавшей покорно сафировый глаз на супруга, Дальгейм, как замурлыковший барс, и возвращался меня дотерзывать. Мы вот с Марией, и с Рачинской, все перерешили. Она поет то-то, подскакивает трахеями к ней, чтобы она на трахеях привстав, могла спеть, она кончит анапистом, схватывает, ее опуская на диминуэндо. Я в ужасе, я не могу. Как? Мне в ухо бородкой с превзвизгом. Афиши висят, все билеты распроданы, сделано по специальным рисункам трибуны Демиссир Кюлер. Полукруглые примечания автора. Над трибунами видно работало воображение Мерлина, так мы звали его. Мерлин древний волшебник примечания автора. Как закрыть ноги лектору, чтобы дать возможность метаться направо-налево, склоняясь на локоть, направо-налево? И тут курс мелопластики преподавался мне как лектору. И на извозчике в консерваторию малый зал тут же меня отвез. Показать, как стояли трибуны для Мари, для меня, направо-налево. Меж ними, совсем в глубине, инструмент Богословского. Стиль треугольник, наверное, вычерченный ночью им. На эстраде тряся с он трибуны, рукою обхлопывал, пробуя нюхать их, и шаловливо подмаргивая, толкал под локоть локтем. Довольно теперь? Сэшарман сайра? Очаровательно пойдет, примечание автора. А? Немногим честь выпала с эдакой и за такой трибуной стоять. Я чуть не в слезы к Петровскому. Нет, не могу, не могу. Ну, чего тебе стоит? Прочти, ведь никто ничего не поймет. Наступило позорище. Двухчастная лекция Белого в доме песни. «Песня и современность. Жизнь песни» состоялась 6 ноября 1908 года. Примечание редакции. Зал был набит. Всем хотелось услышать о Ленину и посмеяться над Белым в роли осла, подревавшего лучшей тогдашней певицы. Я с первой частью кое-как управился, так как о Ленина в ней не мешала мне. Ну, а во второй, став ослом заревевшим и падая в обморок от своих собственных тремол азиминуэндо, простужен был и фукарекал, ужасно певица мешал. И смешок, уже переходящий в растущую злобу, бросался из зала. Окончив свою жалкую роль, я в уборной дрожал от душившего меня гнева на Пьера Дальгейма. Дальгейм, крепкий старый капрал, развивавший кулак на шеях новобранцев, сутуло склонясь искаженным, болезненно белым от злости лицом, обдавал в свою очередь меня злобным шипом. Не справились с миссией. Вы в день открытия дело всей жизни моей. И не то улыбался, не то огрызался, сверля как алмазиками, небольшими глазенками, дела жизни. Внесли дисгармонию. Уши, прижатые к черепу, дергались. Верно сидел эту ночь напролет он с посапом в своем сером пледике над табачком капораль, нервно вскакивая, чтобы всхлипывать самим собою «Сальсэнш», это «я», и метать за собою по синей стене свою черную тень обнищавшего дьявола. Та же история при выступлении нас, лекторов, долженствующих из символизма тетраэдер построить дальгейм-режиссер, марионетки Рачинской, Лурье, Брюсов, Лурье выступит с темой и идея из правды природы или символизм семитической. Но пением Лорелея Шуберта Марии опрокинет его, потому что природа обманна. Ошибка. Смотрите примечание Лорелея роман с листом «Слова Гейны». Примечание редакции. Я же выдвину тезис арийства «Он творчество де мира над миром природы. Мари меня атласом того же Шуберта бьет. Миротворец наказан де задержание купола неба на своем темени. Брюсов, де взойдет на трибуну нас похоронить. Символизм и Лурье и мой есть иллюзия. Брюсовский символизм только скепсис. Мари Шетценгребером Шуберта Шетценгребер вырыватель кладу примечания автора. Брюсова свалит, чтоб слиянием Лурье и меня увенчал Рачинской». Перед самым началом концерта беседы Брюсов с Лурье отказались читать по программе Дальгейма. Тетраэдр Дальгейма распался. Рачинской с воздравием выскочил первым. Но синтез его я раздвоил. Лурье номер третий расстроил нас всех. Брюсов скептик, расчетвертовав, зарыл наши трупы. Дальгейм стоял где-то в углу за кулисами в черном своем сертуке с лицом белым, как смерть. Тайный враг, излив токи астральные в Брюсова, его руками разрушил концепцию. После второй этой пробы слияния слова и музыки всякий себя уважающий лектор бежал от трибуны, которую с таким радушием нам предоставил Дальгейм. И последней пескливой попыткой явилось явление на этой трибуне пробора берлинского шика с моноклем в глазу или Максимилиана шика, но с глюком в зубах вечер глюка. Программа Дальгейма от пошлого шика вверх к глюку, а вышла от глюка вниз к пошлому шику и хихикали, шикали в ухо друг другу. Провал дома песни, провал! Бедный он! Говоря в рогах, он усталый и пепельно-серый, коляс до бела и о крысе с улыбкой шипел из-за ужина, бывал до четырех часов ночи над рыбинами, над цветами, над фруктами, над головами оленина, брата, талантливого композитора, художника Досекина, Толстого, Петровскими, Борисом Алексеем, Метнерами, Николаем, Эмилием, над Тарасевичами, женой, мужем и сыном, над княгиней Кудашевой, графом Стэнбок-Фермор, над Богословским, Рачинским, Энгелем, Петит, Малютки, или над племянницами М.А. Бледно-зеленой Наташию и бледно-розовой Асей. Наталья Алексеевна и Анна Алексеевна Тургеневы. Примечание редакции. Он мог говорить с кем угодно и сколько угодно. Умел говорить с лекционным, французским, мелодикламаторским пафосом, аудитории своей вербуя. Для этого ж ужины. Девочка Ася с улыбкой ребенка, с глазами зелеными, в розовой шелковой кофточке, из серо-пепельных локонов, с грустной улыбкой покачивала с колокольчиком розовым, слушая и не понимая ни слова. И вдруг портсигарик, доставший, девчонка окурит, из локонов розовый ротик раздвинув, с курнем в нос Рачинскому дымом. Все прочие бывало гнутся под тяжестью великолепии риторик, сплетающих бич. Бывало выскочат из-за стола Сергей Львович Толстой братья Метнеры под со и я, что вперед не вскричать, ни ногою суда. Будут выгнаны пяти, задружившие явно с врагами мной, Метнером, диким разлетом серяво-синявых портьер, из которых рука в пиджаках желто-серого, с пальцем из рая сих еф изгоняющим, перетрясется манжеткую. И уж невидимый голос, как голос Синаевс, Синаевс шипит с призадохами, «Алэ, вузан!» Пошли прочь! Разбегутся отсюда! И Метнер, предвидевший первым пассаж с утеканием, кто куда, из Гнезняковского. Что говорю? Посмотрите, как он гримасирует. Маг, иссушивший в себе все живое, дух мрака, дух листа, сплошной декаданс всей латинской культуры, «Равель, подновленный мусоргским, гурман, с ананаса, капусти, полез!» Нет, Борис Николаевич, ваш путь не с Дальгеймами. Дальгейм написал книгу о мусоргском Париж, 1896 год и перевел на французский язык либретто оперы «Борис Годунов», примечание редакции. А Соловьев, оторвавший от Метнера, в ухо другое нажуркивает, «Знаешь, Боря, Дальгейм самый близкий мне ум, ну куда же Иванову до этих блесков?» В другие минуты, другое, Сережа, «Нет, нет, невозможно с Дальгеймами, они тончайший душевный соблазн в нашей жизни». Петровской на это, «Беру их такими, какие они, с их капризами, с неразберихою, ведь разбиваться о жизнь, тема их жизни, удар в стену лбом до высечения искры из глаз, есть источник единственной их вдохновений». Мария Алексеевна бывало немодствует за ужином, строгая, очень худая, с открытой грудью, пригубливая свой рейнвейн, разблещается на мужа с афировыми неземными глазами, чтоб осуществить, что прикажет, «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью, и сердце утонет в восторге при виде тебя», говорит ее взгляд. Оправляет сияющее свое платье, играя стеблистую розой, ей брошенные часа два назад среди криков «Бис». Белая, вся кружевная, сквозная шаль дышит едва. С ней рядом Наташа Тургенева, тонкая, бледная барышня, с великолепно испуганными, протаращена злыми глазами, с каштановыми волосами и с личиком ангельским, впрочем, уже ироническим, копия юной дельфийской сибиллы, сикстинской капеллы. Петровская мне шепчет, «Наташа, смотри, удивительная по размаху, раскольников в юбке». Сережа, меня оторвав от Петровского громко, «Наташа есть ведьмочка, сам Петр Иванович боится ее». «Ты, Сережа, совсем не туда». «Позволь, знаю я, что говорю, я не мальчик, Сережа, которого можно учить. Почва взрывчата». «Все в доме песни над бездной уходят, уходят с перов восхищенно разгромленные. Апельсин в совершенном растере бросает, за шапку хватаясь профессор бактериологии Тарасевич». Безумец Дальгеймев весьма уважали. Все ахали, слушая пение о Лениной. Не поддержал же никто. О Ленину на словах похваливали щукины, но никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы поддержать материально великолепные предприятия. Дальгеймы годы выбивались из сил, чтобы наладить кое-как дела дома песни, который существовал, кажется, на взносы членов да на выручку с концертов. Сколько раз Дальгеймы при попытках обратиться за денежной помощью получали отказ, в то время, когда на пустяки жертвовали с тысячи. Денежные тузы точно мстили за презрение к деньгам Дальгейма. Это презрение точно страшило. Озлобленный Дальгейм их точно дразнил, выбрасывая свой последний грош в носы толстосумом на общее дело. Мгновение каждое Дальгейм сознавал, как ужасное рабство у капитала. Он неосмысленно силился его отрицать презрением к монете. Щукиныш воспринимали весь Дальгеймовский быт оплеухой себе. В первоначальном варианте текста далее следовало Щукин славу создавшей Матиссу, Матисса шампанским поил. Даже раз полотно он подмазал Матисова. Дальгейм говорил жестом Щукину, «Ваши мешки с миллионом приму, но с условием, чтоб, отдавая мешок, вы мне стукнули в пол головою». Примечание редакции Петр Иванович ждал, что Церцея Мари свинью притворит Херувима. Церцея ж мифическая, людей свингами делала, не сотворяя обратного. Церцея, волшебница, обитающая на острове Эя в роскошном дворце, прибывших на остров спутников Одиссея, опоив колдовским напитком, превращает в свиней. Одиссея, песня десятая, примечание редакции. Передавали мне, видели Церцею в ужасный для нее момент, с ней столкнувшись в передней одной из, по слову Дальгейма, скотин. Шляпа черная, черные перья, такое же платье, такие же перчатки. Она проносила свой остов, повесив в воронье заостренный нос с оскорбленным носупом. Увидев очевидца с горби в плечи, едва кивнув, вдруг стала ярко малиновой, потому что ему ведом был корень ее появления в совсем неожиданном месте. Дальгеймы сидели без денег, программа концерта повисла, а билеты заказывать не на что. Гордой ей, слезы глотая, пришлось таки клянчить. В Дальгейме сверкал неутомимый протест против экономического и политического гнета, и тем сильнее, чем менее он осознавал причины гнета. Протест стихийно в нем разыгрался, и в дни всеобщей забастовки в октябре 1905 года, и в дни декабрьского восстания в Москве того же года, средь роя притворных сочувствий рабочему классу он был весь жест сочувствия до готовности выйти на баррикаду. Петр Иванович бегал среди баррикад, приседая под пулями, дико болея за участь восставших районов, таская под пули своих обожаемых Ньес, племянниц. А позднее не раз из-под рыцарской маски товарищ вставал, помню, предупреждал меня, этот Д, вас зовущий ему оппонировать, агент охранки. И заезжий француз рыскал всюду и сведения собирал, чтобы Д уличить. Ко мне он являлся в минуту, когда материалом страдал я. Шипел, шумел, исходя демонстрациями, неумелыми, жаркими. В необходимости выудить тысячи для дописания романа, и чтобы Анна Алексеевна могла кончить гравюрный класс в Брюсселе, я изнемог. Это было в 1912-м. Как-как? Достал. Сколько? Он осклаблялся, не то огрызался, и дергались уши, прижатые к черепу. Тысячу, только в рассрочку, по 200 рублей, в счет написанной книги. Как-как? Дико пырскала тень Мефистофеля крыльями пледа на синих обоих. В месяц? Вам 200? Двоим? Стол, квартира, я Брюссель-то знаю, пожалуй, хватит, но без табаку и концертов. О, сосчитали, табак и концерт позабыл. И вдруг он, подставивши спину, затрясся, как серая ведьма. Мэ-мэ-экутэ ли он, но слушайте ли он, крыся с поклонным профессору Тарасевичу и, хватая за руку, прилипнул к лицу моему своей серо-бледной, уставшей, моргавшей щекой. Обязуюсь, что тысячу вам достану, но с условием вы приглашаете икс и игрек с вами отужинать. Перетирал руки он, став на цыпочки и вдруг под локоть. В славянском базаре и шмякал вокруг. Вы тогда обратитесь ко мне? Я сумею вам ужин такой заказать, с виду скромный, чтоб с чаем равнёхонько стоил он тысячу. Вы угощаете. Вы расточаете икс-комплименты. Вам счёт подают. Вы небрежно бросаете перед носами их. И представлял, как бросаю я тысячу. Мэ-с-авэ-ву, даже не поглядев на бумажку, рассказывая анекдот, я придумаю. Бросите тысячу, я достану, которую они пять месяцев будут выплачивать вам на прожитие, но без табаку, а? Скажите, заботятся об экономии вашей. Я угомонять, чтобы он не забегал по городу для отыскания нравоучительной тысячи. Он же, скользясь на меня умилительным детским моргающим глазом, пищал, шипел, как сутула трясущаяся марионетка. О, ради меня натяните им нос, пусть и щенкой в рассрочку оплатят они вам ваш же ужин. Довольный нелепой затеей обшмякивал комнату, вытянувший кругловатую голову, перетирая лукаво дрожащие руки. Он опытом жизни показывал, что деньги — пыль, перестрадывая этот опыт, и опыт ему не прощали. Жоан будем играть, взвизгбил он в самые жесткие минуты нужды, и закатывал ужин друзьям, равный месячному, трудовому, кровавому поту его и Мари. Мари шла на это безумие с гордым величием, вставши на черствую корку хлеба, взметнувши руками свою белоснежную шаль, и в который раз пела «Веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал, и сердце утонет в восторге при виде тебя». Цитата из роман Соглинки «Как сладко с тобой мне быть». Смотрите на рубеже двух столетий, глава вторая. Примечание редакции. Она пела ему «Однажды сижу без гроша, полночь, вдруг резкий звонок, дальгеем из передней в распахнутой шубе, забывши обкуснять, падает мне на плечи как кондор на курицу. Мне шипит в ухо он «Необходимо, чтоб к утру был текст перевода. Я промучаю вас до утра. Я вас отрываю, вы работаете, но это не за даром. Сто рублей хотите?» «Очень охотно, но деньги причем». «Он же в ярость». «Как? Я оскорбляю его?» «Он не щукин, чтоб нос утирать благородством премесленник, честный, к такому же, как он, труженику обратился. Сдеру с вас семь шкур. Я заранее предупреждаю, конечно, оплата ничтожна. Меж нами сказать, не ничтожна. За всю книгу возврат получил же я сто, а тут маленький текст». «Не зарежьте меня», уволакивал он меня из дому, и мы ночью в дом песни несли с по арбату. Томил, браковал, зачеркнул пять редакций, седьмую за утренним кофе проверили, сто рублей меня выручили. Я позднее уже узнал стороной, что и он ужасно нуждался, без денег сидел, в то именно время перевод им придуманный был ему почти ни к чему. Утонченнейшая деликатность, меня выручая, мне шкланился, где выручаю его, но требовал, чтоб поступали и с ним так же. Шипели, «Дальгейма не платит долгов». Замечательно. Эллис, годами неевший, делившийся с каждым последней копейкой, стал вором ухапавших золота за свои строчки лоло. А певица, которая нас обучала мусоргскому, глюку, гретри, циклом Шуберта, Вольфу, который нас угощал двойной концертной программой, чтоб третий концерт начать бесовой, на протяжении пятнадцати лет, что равняется десяткам тысяч в подарок ей брошенным, не заплативший кому-то там долг, может быть, Петр Иванович, отданный мне сто рублей, оказался с Эллисом рядом, в ворах у Щукиных. «Вы послушайте, вы мне должны сто рублей». Вижу жест Петра Ивановича на обращении подобного рода. «Сальсенш, не отдам!» Бился в стены вполне сумасшедший этот Роланд, полагая, что борется с Мавром. Мавр Щукин. Роланд — герой старо-французского эпоса «Песнь о Роланде», XII век, борющийся с Маврами мусульманами. Примечание редакции. Дальгеймовский дом мне казался торчавшую крепостью в скалах французского берега. Над старым Рейном на том берегу немецком окошко в окошко торчала немецкая крепость, дом Метнеров. Рейн — гнезняковский переулок. Из окон квартиры Дальгейм рогом звал братьев Метнеров «Битца», и Метнер Эмилий мечом опоясывался. За углом на Тверской начиналось нашествие гуннов, фланеров, плевавших цинично на обе фортеции. Дикой аттила в кофейне Филиппова оргии правил оранжевой бородкой Александра Кайранского, там заседавшего, произрастанием по способу змей фараоновых, опыт химической, из грязноватого сора окурочного, Кожебаткина. Мавр появлялся вблизи дома песни, поддразнивая двухсоттысячным даром Челпанову на институт. Он являлся в гостиной этого же околотка, он, чуть заикаясь, рассказывал конюсам, что, мол, Матис зажился у него, пьет шампанское, ест осетрины и хвалит иконы. Не хочет, где ехать в Париж. Всех в эстетике очаровал бородою оранжевой, гладким пробором пенсне. Матис был в Москве в 1911 году по приглашению Щукина. По приезде 23 октября он остановился в доме Щукина в Знаменском переулке, где прожил около двух недель. Смотрите, Гриц, Харджиев, Матис в Москве в книге Матис, сборник статей о творчестве Москва 1958 Русаков Матис в России осенью 1911 года в книге Труды государственного Эрмитажа Ленинград 1973 год Примечание редакции Мавр твердеющий чернобородый но седоволосый напучивший губы кровавые Щукин с виду любезен на первый взгляд неглуп разговорчив в общении даже прост даже афористичен Сезан это корочка черного хлеба после мороженого тут же давить конкурентов давя как клопов их кидал в Персию ситца свои переходил он в разговоре от Сезанна к Ван Гогу натура широкая говорят что картину Матисса выписанной им себе сам же он у себя подмалевал и Матисс здесь сделал вид что этого не заметил цветисто рассказывал он как на ослах ездил он на Синай как стоял перед сфинксом глаза божеству заглянув близость этого мавра мешала Дальгейму и слышал с ночи и дни Сэ Сшуккен разрываясь проектами деньги последние на них ухлопывал одно время стал как родной его петит маленькие стали наши путь жизни связал меня одно время с Асей Тургеневой его племянницей с Наташей П Потсо Тургенева стала его женой примечание редакции помню в синем пространстве росла наша близость я в синее кресло садился в котором Дальгейм меня мучил Ася рисовала меня а Дальгеймы скрывались порой Петр Иванович высовывал нос с табачком капораль и сутуло и кряжесток радя спищал не мешаю порою мы тогда еще молодежь улепетывали чтобы остаться без старших в квартиру Наташи Тургеневой напротив Дальгеймы ловили с поличным затевая игру в кошки-мышки однажды когда благодушствовали мы одни всем калачиком на мягком ковре звонок и голос Марии Алексеевны Тант Мари тетя Маруся дверь расхлопнулась Мария же Алексеевна будто бы с гневным полусатирическим видом из двери свой вздернул нос вот сидят дураки и захлопнувший дверь удалилась торжественно вскоре с Дальгеймом имел разговор о поездке в Италию с Петит тот отъезд с точки зрения нравов мещан сумасбродства таков же отъезд Наташи с Поццо бедные девочки злобно шипели одни дрянь девчонки скрутили болванов шипели другие Дальгейма побег занимал романтично он проклял нас совсем не за то когда Ася уехала в Брюссель а я отказался читать в доме песни курс лекций то полетели крикливые письма племянницы яде враг год он страдал не видая с Петит и дал знак наконец чтобы я Поццо Наташа Ася появились в концерт Марии Алексеевны в антракте сутулый заискивающий перепуганный к нам он подкрался побитый собакую голосом старенькой девочки пискнул просительно глазом помаргивая Бонсуар Добрый вечер и мы вновь явились в серявые пространства квартиры но уж другой Тарасевичевской где Дальгеймы тогда теснились где тот же Сергей Казимирович Мюрат с лицом наполеоновского Мюрата женившийся на Рукавишниковой сестре И.С. покойного поэта фыркал из шахмат с Петровским где лопасть портьеров зарбав старарахами вскач проносил Сорочинской в дымах из-за дыма Достойно есть якобы истину Пресноблаженная Паф-Паф Мария Дас Эвих Паф Вайблихи Цит Унс Хинан Вечно женственное нас влечет примечание автора И Паф-Паф несся дальше Стакан возвещал профессор Тарасевич в рассеянности Еще год и Буа-ля-руа Севший в зелень французской поселок вблизи фонтенебрского леса в котором гадюки Селевенький дом с черепичатой крышей сад с огородиком Здесь я с Дальгеймами жил У них жил мсье Пит певавший народные песни Большой краснощек и чернобородый француз Друг писателя Поля Клоделя Диди наезжала Отец ее лондонец Брит 35 лет во фраке ходил по салонам Нажив себе сплин Чтоб бежать такой жизни Однажды он став на карачках пред леди и лордами на четвереньках в переднюю на пароход и в Париж Так покончил он с Англией ставший художником Трубку раскуривал с Дальгеймом До смерти дружил с ним В те дни когда мы поселились в поселке Дальгейм пела в Лондоне с невероятным успехом Ее удостаивали честь и спеть предкоролевской фамилией в мюзик-холле меж клоунами потому что король на концерт не ходил Песню Шумана между двух клоунов выдержать мог еще он а цикла песен не мог Дальгейм наотрез отказался от чести петь мюзик-холле перед королевской фамилией сбор поступал престарелым Вы думаете инвалидам труда? Нет коням коням Это факт И Дальгейм когда ей выдвигали почтенную миссию вечера тотчас крупную сумму пожертвовала престарелым коням удивив англичал не привыкших к тому чтобы им нос утирали долларами но это в духе Дальгеймов Петр Иванович изгоев нас мы с Анной Алексеевной разорвали тогда с друзьями московскими встретил открывшее объятие с уютом с сердечностью шнякая туфлями ходил на цыпочках около нас а Мария Алексеевна облеклась в балахонник в переднике с утра до ночи сидела на корточках в синезеленой капусте выпалывая свои гряды я ей любовался когда у колодца она с величавой ясностью мыла свои расцарапанные перепачканные землей руки работала в поте лица выгибая дугую костлявую спину и с нами болтала средь маков пылающих когда прорвавшись в Москву и в Швейцарии сквозь гром войны я явился к Дальгейму в Москве Мария Алексеевна встретилась с криком как Ася осталась когда вас призвали как Петр же Иванович меня напугал он сидел провисая широким атласным халатом мышиного цвета с пурпуровыми отворотами с бледным разбрюзгшим лицом ярко-красный атласный и косо-надетый берет неприятно кричал с головы выявляя опух его тиком ходившие щеки и зеленый провал из которого светом пылал на меня бриллиантовый глаз он не то улыбнулся не то огрызнулся царапая воздух усами задергались уши когда ухватя с рукой за качалку припав головой к берете коленом он взвизнул сэ ву это вы пурпуровой кистью халата взмахнул шебурша повисающими широчайшими складками слишком стремительным для его возраста жестом вскочив приседая в глубоком придворном испанском поклоне с отводом большой косолапой руки опрокинул в меня ураганные домыслы и поразило шипящее бешенство речи его кипятка выпускаемого из открытого крана лился безудержу жестикуляция точно на сцене расклоны с отставом руки и ноги с перегибом сутулого корпуса он заскандировал точно поэму читал мне а кровавого цвета берет расклочившийся на голове придавал его пенью зловещее что-то не то страстный маг а не то полоумный архангел об Асе ни слова да-да неудавшийся лист обезьяна в сутане я внутренне вздрогнул взглянув на Мария Алексеевну в складке резавший лоб и в морщинке у губ продрожала обиженно гордо я знаю что знаю но я не скажу Тарасевича не было не было Рачинского даже Сергей Казимирович Мюрат постоянно вращавшийся около блистал отсутствием в чине сержанта не маршала он воевал под Парижем Дальгеймы сидели в России в 1920 году до зимы и Петр Иванович написал ворох великолепных стихов вдохновением хлистал как из бочки которой дно выбито еще в Норвегии где выступала Мария Алексеевна он ораторствовал в Париже открылось что он сумасшедший муть конец года для меня как муть во всех смыслах конец 1904 года примечание редакции контраст неожиданный с 1901 годом тогда я бросался как с берега в воды унесшие прочь от того в чем я жил от предмета упавшего в воду круг четкой бежит так граница между новым и старым бежала внутри круга четко вне хаос круг ширился люди вступали в него расслоились задания в делениях кружков на кружки рост заданий заданий в задании как кольца одно за другим расширявшиеся на воде в их градации грани утрачивались между старым и новым со всех сторон перли к нам к новым вчерашние люди и даже люди от третьего дня Борис Фохт как попутчик в одном а Флоренской попутчик в другом так казалось мне но пути их скрещаясь с моим лишь в моменте уже расходились в последующем все моменты прямой линии жизни теперь были мне скрещения противоборствами тактиками согласования а не простыми да или нет Элис резкой раздвой Рачинской столпосотрясения стиравшие четкость в согласиях и несогластиях Владимиров в этот период меня раздражающая самодушия Астровской гомон растаск интересов Весовская четкость служения форме в мире шмысли я был одинок в мире чувства скликался я с Соловьевым Петровским и Блоком а не в идеологии Блок идеологическая миледа Соловьев был еще становлением он в те месяцы первокурсник Петровской был зажат в кулачок от щемящих усилий вчерашнюю переоценку переоценивать он молчал он сказался позднее он был мне как брат милосердия а не как идейный союзник в то время с Ивановым с Брюсовым было мало сердечности в Брюсове даже ненависть с первым таимая пря она вспыхнула вскоре подразумевается прежде всего полемика между Белым и Ивановым по поводу статьи Белого Химеры 1905 год номер 6 развернувшиеся в весах Иванов выступил с откликом о Химерах Андрея Белого 1905 номер 7 Белый опубликовал ответное разъяснение Иванову 1905 номер 8 примечание редакции Волошин Бальмонт не субъекты общения объекта разгляда не знал еще кто Сологуб Метнер мог бы мне быть сочетанием сердца с идеями да жил в Нижнем он корреспондент не сопереживатель сердечность была только с Блоком да с Гиппиус в письмах последняя меня звала как и Блока узнаться во второй половине 1904 года приглашения приехать в Петербург исходили в основном от Мережковского 10 сентября 1904 года он писал Белому а вы не соберетесь ли в Петербург соберитесь к родной вы не можете себе представить как это нам нужно если не у кого остановиться то у нас да нет во всяком случае у нас в письме от 6 октября он также звал Белого в Петербург это нужно для всех нас необходимо будете жить у нас подумайте какая будет радость примечание редакции треск лозунгов мельки кружков человек жив не этим я к ласке тянулся жило что мне холодно и не ладится с Брюсовым и неприятности с Н собирался все махнуть Петербург откликаясь на сердечные зовы совсем не теории призрак человечности на краткое время спаял меня с петербуржцами воли я волил новаторы издали виднелись мне героически ближе Дальгеймы и Брюсов предстали в страстях в слепоте волил я сочетание способностей видя конкрет только в нем а наблюдались орлиные мысли на рачьих ногах или стопа мамонта при курьем мозге или пылание чувственное Элис Эн погашающее разумение сам я с пылкости начал а пришел к семинарию одолевание логики контуры нового быта ломаемые социальными рамками общества вновь наводили на мысли о соотношении личности и коллектива я видел что личность гниет выхода в те дни искал в самосознании и полагал индивидуальное я расширяемо лишь тогда когда оно в коллективе и даже я в те дни полагал что сфера выявления индивидуальности община но непременно противопоставленная государству моя молодость прошла под знаком отрицания государственности всякая государственность виделась мне тюрьмою в 1905 году мои два задания самопознание раз социальная грамота и отсюда две линии моих вопросов в чем путь социальный в чем внутренний уже чеканился лозунг идя от себя повернись на себя корень я в мы но мы нам загадано сделай его и ты сделаешь я в своем малом отрывке место анархических теорий я скоро пишу индивидуализм иссякающий в собственных истоках надо преодолеть мы переживаем разочарование как в индивидуализме так и в самоновейших коллективистических и мистика анархических теориях мы выстрелили себе право на осторожность ведь мы одни из первых индивидуалистов стали сознавать узость индивидуализма Арабески 1906 год примечание автора подузостью индивидуализма я разумел в 1905 году персонализм который казался мне суррогатом индивидуализма под индивидуализмом же разумел я нечто отличное от личности индивидуальное я виделось мне в те дни комплексом переживаний подобным комплексу людей в общине но к идеям Кропоткина я был враждебен и я писал в 1906 году что теоретики анархизма подобно Кропоткину обезоруживают себя перед социал-демократией отношение к социал-демократии бросает современных анархистов в объятия буржуа Арабески примечание автора я стараюсь отмежеваться от персонализма от новой соборности выдвинутой мистическим анархизмом от анархизма Кропоткина от государственности горьким опытом мы убедились в пустоте преодоления того истинного что получили в наследство от Гёте индивидуализм цитадель которую не следует преодолевать преждевременно но еще более претят выкрики о свободе искусства Арабески примечание автора эта апелляция к индивидуализму недостаточность и даже изжиточность которого мною была осознана была в те дни одним из средств подчеркнуть пустоту тщения модернистов соборников упрекавших нас в устарелости и под соборностью проповедовавших нечто казавшееся нам невразумительным моя тактика была бить новых соборников с тылу тем что ничего путного они не создали в искусстве после Ипсона и бить их с фланга тем что ни о каком преодолении социализма у них речи не может быть разочарование в коммуне новаторов мой шаг на весы от которых я до 1906 года стоял дальше меня сблизило с редакцией полемика с новой соборностью но я же писал мы не пришли к выводу что надо остаться с индивидуализмом араберские примечания автора отказ от вчерашних утопий разбитых сплошной социальной бездарностью нас меня сильно дручил и с отдаления 1904 год мне видится очень мрачным он мне стоит как антидеза 1901 года я неспроста охарактеризовал 1901 1902 годы годами зари в те годы мне все удавалось я чувствовал под собой почву я жил расширенными интересами с 1904 года до самого конца 1908 я чувствовал что почва из-под ног ускользает широта интересов выбила меня окончательно на 4 года из линии искусства я мало работал творчески все время отнимала общение с людьми многочасовые разговоры чтение теоретических сочинений в разброс с недочитанными хвостиками не поспеть же всюду ведь я стал студентом филологом вынужденным вместе с занятием философии которая заострилась для меня изучением канта и неокантианской литературы все же для зачетов возобновить занятие латынью греческим мне постылой русской историей чтобы активно присутствовать на семинарии по платону у Сергея Трубецкого которому я обещала реферат взяв темой его один из диалогов надо было подчитывать специальные источники и на письменном моем столе появились развернутые томики Альфреда Фулье посвященные Платону с повсюду воткнутыми бумажными хвостиками для отметки нужных мне справочных мест должен сказать что развернутые страницы этих томиков покрывались пылью потому что не было времени каждый вечер собрание у кого-нибудь очередная рецензия или статья в весы написанная наспех наконец история древней философии мало интересовала меня в те годы я больше влекся к вопросам теории знания и методологии и поскольку воздух философствующий молодежи моего круга в это время Кант и Коген с его школой пытавшись обосновать методологию точного знания то приходилось главную массу времени тратить на изучение Канта чтение с комментарием Карла Штанге Риля Риккерта воля свое идейное самоопределение я хотел написать во что бы то ни стало философской кирпич под заглавием теории символизма вместе с досадливым чувством что я еще не умею ответить в гносиологических терминах на резкое отрицание всей мной поволенной теоретической линии со стороны схоластиков от философского папы Когена превративших логику в приемы японской гимнастики в джиу-джитсу какую-то все вместе взятое определило мое решение в годах сказавшееся как крупный промах решение заключалось в том что я должен был до времени затушевать свое резкое несогласие со школой Канте чтобы пойдя на выучку к кантианцам овладеть всеми фокусами кантианской методологии и этими фокусами взорвать кантианцев таким необдуманным шагом я себя на года обрек быть каким-то минером вести подкоп под книжный шкаф сухих и бесполезных трактатов которые я должен был осилить труд едва ли одолимый и для профессора философии мне же художнику слова где же уже раздащенному Брюсову публицистику весов с обязанностью выступать во всех драках за новое искусство где же мне было справиться с задачей непосильной и спецам московские кантианцы уже и тогда разделились на две фракции на сторонников наукообразной линии Когена и на философов культуры от Генриха Риккерта школа Марбурга школа Фрейбурга риккертианцы не знали с когенианцами риккертианец Рубинштейн мало водился с представителями марбургской школы риккертианца Богдана Кистяковского еще не было в Москве лишь в 1909 году явились активные пионеры от Риккерта молодой Степун юный Гессен я же сосредоточившись на предмете познания и на границах естественно-научного образования понятий сочинения Риккерта ходил так сказать брать урок к марбуржцу Борису Фохту создавались и тут на малом участке поволенного мной фронта максимальные трудности выслушивать Фохта проверять его замечания чтением Риккерта про себя и одновременно знать и Кант и Риккерт и Коген философы совершенно чуждые мне они так сказать фермопильское ущелье которое когда-нибудь мне надо взять приступом чтобы выйдя из этих теснин строить собственную философию друзья аргонавты разделяя со мной критику Канта не понимали моих усилий для критики критики вообразить картину мира по критике тут против меня вооружились и Элис и старый пистун моих стремлений Рачинской тащивший меня к образованию с ним вместе религиозно-философского общества я как нарочно создавал себе максимум путаницы не учитывая времени сил условия работы и нервов ибо я превратил наскок свой на Канта в прохождении сквозь него в годах в какое-то систематическое превращение кантианских терминов в антикантианские так что позднее когда шпет дразнил меня что я ношу кантианский фраг для приличия то профессор Кистяковский Богдан в то же время поздравлял меня с успешным одолением семинария по Рикерту полемисты ж из золотого руна Тастевен Вячеслав Иванов и другие кричали громко Андрей Белый подменил где сам символизм философии Рикерта В 1904 году я окончательно запутался в своей философской тактике эта тактика позднее сказалась и в отказе написать теорию символизма но философии еще с полбеды одновременно замысливши в своей будущей книге пересмотреть историю религиозной символики я изо всех сил залезал в кружки спорящих религиозных философов отзываясь на их споры по-своему в эту же злосчастную осень я особенно часто видался со Свинтицким Эрном Флоренским выслушивал религиозно-философские скопа Дорочинского благопресности Астрова и других А с 1905 года попав в Петербург я на несколько лет окончательно запутался в кружке Мережковского Религиозные философы не выносили моей кантианской закваски которая была не закваскою а терминологическим добровольным ермом для взрывания изнутри позиций Канта Философы же от Канта воротили носы и от моего религиозно-философского жаргона и от символизма а соратники по весам Брюсов Болтрушайтесь Поляков Бальмонт глядели на мои интересы как на игры на стороне Андрея Белого отвлекшие его от прямых обязанностей писать статьи закручивать залихватские афоризмы появляться на боях символистов с несимволистами и писать полемические заметки против всех литературных направлений кроме нашего московского Весовского если принять во внимание что уже появился Дальгеем со своим покушением нас всех анонсировать в будущий дом песни то читатель поймет положение мое было нелегким путаница создавалась ужасная путаница даже и не идей а хотя бы людей кружков часов дней организации порядка обязанностей с которыми и трехжильный мужик силач мысли и воли не справился бы люди кружков не понимая моего отрицания кружковщины моего задоха в каждом отдельно взятом кружке не понимали и моего уже понимания что им и не объяснить подлинного мотива временной моей работы с каждым в этой атмосфере и друзья становились как не друзья и идейные противники становились как не противники антиномии стали опять осью моей жизни и хотя я поволил преодоление их но преодоление это виделось теперь в веренице лишь лет а не с налету юношеский налет 1901 года на все области культуры окончился тяжким охом и стоном разбитого авиатора который лишь к 1909 году стал медленно оправляться от идеологических увечий себе самому нанесенных в 1904 году главная же антиномия была антиномия между личной жизнью и жизнью в идеях именно в этом злосчастном году рухнула надежда моя гармонизировать свою жизнь творец собственной жизни оказался банкротом в инциденте с Н поставивший меня лицом к лицу с Брюсовым покровителем моих литературных стремлений наставником в области стиля идейным союзником на фронте борьбы символистов с академической рутиной черная кошка пробежавшая между нами в 1903 4 5 годах разросла с 1904 году просто в черную пантеру какую-то если принять во внимание что осенью 1904 года Брюсов меня ревновал к Н а в начале 1905 года вызвал на дуэль то можно себе представить как чувствовал себя я в весах оставаясь с Брюсовым с глазу на глаз и не глядя ему в глаза мы оба как умели превозмогали себя для общего дела работая в весах ведь нас крыли в газетах в журналах в литературно-художественном кружке и я должен сказать мы оба перешагнули через личную вражду порой даже ненависть там где дело касалось одинаково нам дорогой судьбы литературного течения под флагом символизма и в дни когда Брюсов слал мне стихи с угрозой пустить в меня стрелу и в дни когда я ему отвечал стихами со строчками копье мне молния солнце щит и в дни когда он вызывал меня на дуэль со стороны казалось все символисты одно а белый верный личардо своего учителя Валерия Брюсова с Брюсовым дело обстояло тем труднее для меня что Элис возмущенный убийственным разносом его перевода в Бодлера напечатанном в весах грозился при встрече побить Брюсова а меня упрекал за то что я допустил выход рецензии Брюсова увы Брюсов был прав и Элис и Брюсов постоянно бывали у меня и надо было держать ухо востро чтобы не произошла случайная встреча их у меня и чтобы не случилось чего-нибудь непоправимого о реакции Элиса на выход рецензии Брюсова Белому сообщал Челищев в письме от 18 мая 1904 года Лев Львович собирался устроить Брюсову скандал потом собирался писать громовую статью а потом решил предать забвению всю историю а плагиат несомненный я взялся сличать перевод Якубовича Кобылинского с подлинником по-моему перевода Якубовича гораздо выше переводов Кобылинского видно что работа его совершенно не прочувствована не продумана а произведена совершенно легкомысленно и небрежно и недобросовестно примечание редакции Элис в эту пору выступает передо мной окончательно в своей роли бывшего марксиста хотя не марксист он в атмосфере нарастающих гулов революции сотрясающих все наши порядки дня планы литературно-философский издания все чаще и чаще с видом ментора бракуют жалкие социально-политические высказывания раздающиеся вокруг нас и выявляясь в поступках как анархист максималист то приносит мне капитал то советует ознакомиться с историей социал-демократии Тритома Меринга которую я и одолеваю но уже позднее видимо имеется ввиду издание Меринг истории германской социал-демократии перевод со второго немецкого издания Ландау тома с первого по четвертый Санкт-Петербург 1906-1907 примечания редакции здесь опять повторю я описываю Элиса в истории моих увлечений социал-демократической литературой того времени я не рисую бывшего марксиста ни марксистом ни бывшим но ведь я стал встречаться с настоящими марксистами лишь позднее с 1906 года а этот том посвящен лишь событиям обнимающим 1905 год и то до лета стало быть было бы насилием с моей стороны утверждать что я относился скептически к Элису как к бывшему марксисту что он не марксист было ясно что и в прошлом он не марксист этого я не мог видеть еще и всерьез принимал за марксистскую его чеканку моих мыслей по социологии которые вспыхнули стихийно не организованно не по плану а под давлением нараставших событий когда разобраться в них стало жизненной необходимостью лишь осенью 1905 года я бросив все революционно метался по московским улицам силе спрямкнуть к движению до осени 1905 года самый 1905 год воспринимался лишь в чувстве негодования сквозь дым кружков длящих сообщений личных драм и круга чтений события разыгравшиеся вокруг читали с мною и криво и предвзято читатель для меня 1905 год стал тем чем он был лишь с момента когда я голосовал за закрытие университета и превращение его в революционную трибуну это было в сентябре 1905 года события из же января воспринялись как удар на который я ответил с криком негодования они оформились в сознании к осени но с осени 1905 года и я и брюсов и элис и петровской и все меня окружавшие вдруг понеслись влево занятия кружков продолжались длились те же общения те же личные драмы заполняли сознание но почва на которой встречались мы нас несла механически от средних безразличных пугающихся к тогдашним крайним левым в 1904 году мы еще могли преть с астровами осенью 1905 года все круто порвалось между мной большинством аргонавтов и ими когда я приехал в Петербург в 1905 году Мережковской левую своей болтовней импонировал а через два месяца в линии политических устремлений между нами оказалась трещина сочувствие мои стихийно развивали в сторону социал-демократов он же где-то запутался между струве и эсэрствующими я говорю что меня несло потому что круг чтения самообразования по Бебелю Каутскому Штаммлеру Мерингу отчасти Марксу в перемешку с разными историями капитализма вроде истории Вернера Зомбарта длилась весь 1905 и 1906 год но воспоминания эти вместе с воспоминаниями об общении с Жоресом личность которого поразила меня тема второго тома начала века который я напишу если на него будет спрос в конце 1904 года я застаю себя в отчаянных спорах с Рачинским Састром я начинаю стрелять в них марксистскими цитатами может и псевдомарксистскими хозяйство и право штаммлера отвечает линии моих интересов интересу к канту интересу к социологии книгу конечно мне рекомендовал бывший марксист в эти месяцы в попыхах наспех откладываются мои переходные взгляды на общество которые отразили в статьях наспех писанных два года спустя лишь привожу из них несколько цитат не потому что стою за них а для показа сырья характеризующего мои переходные взгляды описываемого момента мертвец восседает над жизнью история культуры в периоде борьбы с буржуазным государством история развития форм производства пока существует классовая борьба странная апелляция к эстетическому демократизму общество только слова жизнь вне общины отдана кафе кабаку государство склероз отложение прошлого созданное чтобы насиловать будущее социализм единственное учение о государстве последовательно развертывающие посылки мы призываем всех под знамя социализма колесоциализм государственен механистичен он но можно рассматривать социалистическое государство как переход к свободной общине урегулирование экономических отношений тогда взлет жизни из праха арабески примечание автора все это написано в 1906 1908 годах после собрано уж в арабески в первых днях января 1905 года меня звали в Питер случайно заехавший к Эртелю его брат офицер Эртель служивший как помнится мне под командой отчима Блока и живший в одном с ним коридоре остановиться любезнейше мне предложил у него потому что имел он свободную ему ненужную комнату жить вблизи Блока весьма соблазнило меня Москва утомила и я почти бежал из нее исторический день 8 января я сел в поезд рос рой диких слухов кричали газеты лавины росла забастовка и все повторяли гапон а 9 утром я был на петербургском перроне сперва зашел в парикмахерскую парикмахер сегодня рабочие двинутся царь примет их так нельзя больше жить поразил видом невской гудела с иконами чмокал губами извозчик они стало правы на улицах кучки махались мальчишки присвистывали в контур солнечный красный повисли дымочки солдатских везде распыхтевшихся кухонь скрипевших по снегу солдаты топтались при них от литейного моста ногами на месте потопатывал взводик солдат в башлыках белоусах хмуреющих багровоносах а два офицера дергали шутками набережная просторы зеленые льды вот казарменный двор а не видно солдат я разыскиваю эртеля мне открывает его денщик самих нет ждут пожалуйста я прохожу один щик за мной следом казарма пустая полк выведен здесь жить нельзя я бросаюсь к кублицким квартиры их выходят в один коридор с той где я остановился блок в рубашке без талии но перетянутый поясом что говорят что пошли тороп взволнованно боря иди александра андреевна и марья андреевна примаргивают ужас что говорят александра андреевна махается ручкой возгласы предположения дворцовая площадь а слухи из кухни стреляли стреляют убитые и александра андреевна за сердце поймите как он ненавидит все это а должен там с отрядом стоять муж александра андреевна полковник кублицкой пиату 9 января командовал отрядом охранявшим самсоньевский мост примечание редакции блок как ветер метался вдоль окон и пырскал широкую черную рубашкой в оранжевом фоне стены я спешил к Мережковским тут пауза условимся беспорядочный набросок того что я видел и слышал в исторический день есть киноснимок не более не характеризующий состояние сознания съемщик про себя я пережил слишком много в те дни пережитое лежало где-то глубоко под спудом оно поднималось к порогу сознания в месяцах определяя характер мироощущения лет пережитое позже сказалось презрением к полярной звезде журналу струве сотрудничеством в социал-демократической газете беседами с Жоресом в 1907 году и так далее январь 1905 года перегружение внешними впечатлениями от встречи с людьми с которыми издавна я хотел познакомиться которые интересовали меня с 1901 года вдруг все они обрушились мне на голову и внезапно предстали Минской Сологуб Перцов Чулков Лундберг Булгаков Бердяев Дмитрий Философов Аскольдов Тернавцев Лосской Розанов Зинаида Бенгерова Сомов Бакст присяжный поверенный Андреевской тогда интересное имя и сколькие в первых днях все было метнулись налево в последующих появилась задерж у скольких подлинно переживал я события дней лишь в беседах с Семеновым Леонидом готовым к немедленному восстанию он коридором минуя гостиную Гиппиус прибегал в мою комнату и вовлекал меня в летний сад где мы и беседовали вероятно его тянуло ко мне он во мне находил себе эмоциональный отклик серьезно помалкивали мы о событиях времени с Блоком на прогулках с ним по рабочим районам говорю помалкивали сочувственное молчание с покором было формой общения для Блока в те дни из этого молчания потом вынырнули его стихи революционно окрашенные и будущие статьи о России интеллигенции и народе и мои статьи вроде о пьянстве словесном в которых я предлагал закрыть интеллигентские говорильни чтобы научиться ходить поступью марксов смотрите арабески примечания автора это это моя реакция и на говорильню Мережковских когда они убедили меня переехать к ним говорильное в первых же днях оказалось трудной нагрузкой которую избыв как от тебя требуемый урок я удирал к блокам подлинной потрясенной событиями выявилось лишь к осени 1905 года я даже не старался глядеть в себя самого чтоб не видеть как меня сражала общественность Мережковских оттого-то они потом и записали меня в категорию безответственных и да по отношению к их общественности я был безответственен выделив из них личности которых я разглядывал пристально деятели перестали вовсе интересовать в них я болтая с гиппио скорее общался с ней по линии дурачеств она была остроумницей едкая злая с искрой с Мережковским же у меня ничего не вышло но в роковой день когда я несся к ним пересекая отряды походной кухни взволнованные кучки на перекрестках я пережил многое неповторяемое никогда помню вот уже литейный вот черно-серый угловой углом на пантелеймоновскую дом Мурузи подъезд дверь четвертого этажа дощечка с готическими буквами Мережковской звонюс отворяют вхожу и ну выбрали день гиппиус тянет душеную лапку с козетки стреляя душеным дымком папиросочки вытянутые из коробочки лаковый красный стоявший с духами на этой козетке сидела комочком до трех часов ночи с трех часов дня в шерстяном балахонике напоминающем белую ряску запомнился мяч резиновый пырскавшую пульверизатора пробочка притертая от духов туберозы лубен в красных ярких обоях и в красно-малиновых креслах едва озаряемых золотоватыми искрами взмигивал отблеск на туберкулезной щеке ее Мережковской малюсенькой щупринкой на сквознячках унесется в открытую форточку в туфлях с помпонами шмякал ко мне неся лобик и заль с пробора и нос свой огромный и всосы вболившихся щек обрастающих шерстью Борис Николаевич хилую ручку мне подал поросшую шерстью и выпуклил око пустое стеклянное ужас что келейные сплетни о Вилькиной а чем нанюхался Федор Кузьмич Сологуб о событиях с шибким подходом суждение как брюки со штрипками пальцем к бисквитику передавалась хрупкая чашечка к ней прикасались склоняя пробор и оттачивая остроумное слово кто Юркой Нувель он загнувший мизинец усами касаясь чашки рассказывал нам Сергей Павлович Дягилев ехал где в карете не кстати надевший цилиндр и рабочие остановили карет Смирнов бледнолицый философ и новопутеец студенческом стонным душком сюртуке с тонкой талией с воротником подпирающим уши и он говорил о философе канте коле лунберг был а может был и воскресеньем поздней то о хаосе он говорил бледный страдающий кажется от расширения сосудов был какой-то красников штамм все вместе отправились к философову он жил у своей матери чтобы он вывез нас в вольноэкономическое общество на заседание экстренное философов года вывозил Мережковских растерянные толчия вокруг стола за которым сидели испуганные бородатые люди метая с руками чтоб павши локтями на стол вдруг молчать ожидая вестей среди криков о том что движение совсем не поповское кто-то встает и выпячивает на нас бороду вооружимся в лице же испуг что события перемахнули да-да революция гиппиус влезла на стул чтобы лучше видеть и выгнулась над головами в шуршащем блистающем черном атласе приставив лорнетку к зеленым глазам я вскарабкался рядом но чопорно к нам подошел философов изящный пробритый с пробором зализанных светлых волос в синем галстуке передвигаясь шажочками длинный как шест он обидно приблизивший маленький усик с картавым привзвизгом сказал гиппиус что неприлично ввиду национального траура ей улыбаться здесь русская интеллигенция не декаденты и обиженный взгляд стекловидных светло-голубеющий глаз зинаида зинаида николаевна вспыхнув с конфузи с глаза опустила со стула сошла затерялась в толпе я без тона стоял и над гробом отца неужели же думал я тот факт что он где общественник дает ему право дать мне урок тут какой-то субъект на весь зал прошу химиков выйти за мною в отдельную комнату думал как можно подушишь шпиков стал искать Мережковских их нет уже мне объяснили они делегированы закрывать в знак протеста Мариинский театр вместо них торчит Арабажин мой дальний родственник ты как попал сюда едем ко мне шумы горькой с ним бритый субъект на которого не обратил я внимания хрипло кричал призывая к оружию с хоров потом объяснили что это был переодетый гапон после расстрела демонстрации гапон скрывался на квартире горького где написал воззвание к народу после этого остриженный загримированный переодетый появился на собрании интеллигенции в вольноэкономическом обществе в очерке Савва Морозов впервые опубликованном в 1946 году горькой пишет что после грима поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина в этом виде я и отвез его в вольноэкономическое общество где заявил с хор что гапон жив вот он и показал его публике горькой полное собрание сочинений художественные произведения в 25 томах том 16 москва руляху чтоб им не попасться, винтил в переулках, без паспорта. Еле добрался до бока казармы, куда утром съехал, ворота захлопнуты. А часовые меня не пускают. — У офицера, у Эрта ли я? — Вот пройдет, господин офицер. Он рассудит. А ноги замерзли. Хруп-хруп в темноте побежал рыжеусый толстяк, и за ним два солдата, сжимая револьвер, оглядел подозрительно. — Деться ж мне некуда. — Вы подвергаетесь всем неприятностям, связанным с весьма возможной осадой. Казарма пуста, а рабочие двинулись к ней. — Что ж, подвергнусь. — Пустить. — Трус, — мне Блок объяснил. Ночью всех обижал и кричал в офицерские двери. Рабочие — это короткой. Позднее в Москве полицмейстером был. Беспощадно сажал, взятки брал. Факт расстрела войсками рабочих поставил меня в невозможность остаться у Эртеля. Блок соглашался со мною, ругая военных в лицо виноватого отчима. Пользуясь тем, что меня уговаривали Мережковские переселиться к ним, утром десятого, взяв чемоданчик, я к ним. Мережковские Первые дни в Петербурге меня отделили от блоков. Вихрь слов — Мережковские. Сыпались удары репрессии, после чего электричество гасло на Невском. Аресты, аресты. Кого-то из левых писателей били. Я левел не по дням, по часам. Мережковскому передавали из сфер, что его арестуют. Он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене. С ней общение, как вспых сено в засуху. Брос афоризмов в каминные угли. Порою рассыпавшие великолепные золото-красные волосы, падавшие до пят, она их расчесывала. В зубы шпильки. Бросалась у меня яркой фразой, огнем хризолитовым ярких глазищ, вместо щек, носа, лобика, волосы, криво-кровавые губы, да два колеса, не два глаза. Вот и прическа готова. Комочек с козетки, в колени вдавив подбородок, качает лорнеткой, любуюся пырсенью ее инкрустации, белая с черным крестом, в красном фоне обой, в розовато-рыжавых мельканиях каминного света, как в бабочках. Идиаска чергой при камине, на маленьком пуфике. Красная горсть в черно-пепельных кольцах. Смотрите-ка, угли, точно свернувшиеся, злой золотой леопард. Подложить поленье. Уж вы тут заведуете. Ведаю. Вспыхнули. В безответственных разговорах она интересна была. В безответственных разговорах я с ней отдыхал, от тяжелой нагрузки в запреть с Мережковским. Она, ночной житель, утилизировала меня, зазвавши в гостиную по возвращении от блоков к двенадцати ночи. Мы разбалтывались. Она разбалтывала меня. И писала шутливые пируэты, перебирая знакомых своих и моих. Держала при себе до трех-четырех часов ночи под сафировым дымком папироски, расклоченным лаписто. Это она приучала меня курить. Мы бывало витействуем о цветовых восприятиях. Что есть красное, что есть пурпурное. Она, бывало, отдастся мистике чисел, что есть один, два, три, четыре. В чем грех плоти. В чем святость ее. И дает свою записную изысканно переплетенную книжечку. Вот. Вы впишите в нее свою мысль о цветах мне на память. Как-как? Дневников не ведете? Она подарила мне книжечку. Вот вам. Записывайте свои мысли. А чтобы поваднее было, я вам запишу для начала. У Дмитрия, Димы, такие же книжечки. Друг к другу вписываем мы свои мысли. Она проповедовала коммунизм дневников, став на фоне каминных пыланий, сквозной арабескую. Лучшее стихотворение свое она выговаривала, отдаваясь игре. Но тук-тук в стену. И глухие картавые рявки. Да Зина же, Борю пусти, ведь четвертый час. Вы мне спать не даете. И топ шамки туфель. В открытых дверях, в сосы щек и на пуке глаз неодетого маленького Мережковского. Мочи нет. Тише же. И он проваливается в темноту. И опять за стеною колотится. Он нас не одобрял. Несерьезные темы. Зинаида Николаевна провоцировала меня к шаржам. Я редко острил от себя. От чужой остроты я взлетал до абсурдов. И Египпе, узная тогдашнюю слабость мою, меня ускала темой смешливой. Вытягивала свою нижнюю злую губу, подавая дымок из нее вылетающей, щурилась, брыся ресницами, и представлялась простячкой. — Вам зе, Боря, нравится? — Возможно, Венгерова. Примечание редакции. — Нравится. — Ну, а, по-моему, она назойлива. — Может быть. — Помните, к вам приставала, как муха? — Пожалуй, что муха. Зинаида Николаевна кошкую дикую вцепится, даже подпрыгнет с козетки, готовой ведьмой с дымами в трубу пролетать. — Ну-ну, муха же. Всякие мухи бывают. А вы? Вы подумайте, муха какая? Не шпанская же? — Увлеченный сравнениями с мухами, бацую трудолюбива. Она — пёсья муха. — И кончено. Через три дня. Ею будет передано с видом девочки глупой по адресу. — А Боря о вас говорил, что вы — в синий дымок с наслаждением злым — пёсья муха. Всю жизнь она ссорила. После она клеветала, что Кони продался для советской власти за сахар, а А — за ботинки. Смотри на печатные за границей дневники Гиппиус. Кажется, в пражском журнале Струве. Примечание автора. Чёрная книжка, дневник 1919 года и серый блокнот «Гиппиус» были напечатаны в «Русской мысли», «София» в 1921 году. Смотрите также «Гиппиус», петербургские дневники 1914-1919, Нью-Йорк 1982, предисловие и примечание Берберовой. Примечание редакции. Шаржировал я над чужим материалом. Пассивно, коли инспиратор был добр, то слагались во мне добрейшие шаржи. Она ж была злая. Она из меня с наслаждением выусквала смеяние. Как вам глаза её? Великолепные, серые, выпученные. А белок, как крутое яйцо. Что же, думаете, бутерброд? Как? Яйцо разрезают и кильку кладут на него. Этот бред был по адресу передан П. П за него до смерти меня не любила. Возможно, Соловьёва. Примечание редакции. Как вам, Зина, не стыдно? Не я ж говорила, а вы? Я же только передала правду. Проклявши меня за октябрь в 1918 году, напечатала она в своих воспоминаниях о блоке по-русски, французски, немецки, венгерски, какой я дразнила дрянной. И вдобавок ещё косой. Одна публицистка, венгерская, встретив в Берлине, спросила меня, вы... вы... что? Да не косой! А откуда вы взяли, что мой удел косость? Я прочла в Будапештской газете из воспоминаний Гиппиус. Мне в 1905 году было лишь 24 года. Потребности в резвости я изживал в шутках и в жестах нелепейших. Но не разыграешься при Мережковском. Она же любила приигрываться ко мне. И наш разговор закипал, как кофейник, коляс, как раскалка черги, мной засунутый в уголь. Я её вытаскивал, чтоб завертеть. Из теней вензеля, завивные, пылающие перемельками, искрились. Гиппиус часто копал в своих гранёных флакончиках, в книжечках, в сухих цветочках, в тряпицах. Повяжет свою прическу атласную красную ленточкой, кротко даёт мне советы. Я к Вилькиной вас не пущу. К Сологубу идите. С сестрой моей статой сойдитесь. Её растолкайте-ка. Какая-то рохляна. С Антоном Владимировичем постарайтесь узнаться. Куда завтра вы? Дима же будет у нас. Ночь. Четыре часа. В югах лещи отбывала. В открытые окна её малой спаленки. Спала с открытым окошком. Проснусь в волосах моих снег. Стряхну — ничего. Коль не окна, мне смерть. Я ведь туберкулёзная. Утром. От часу до двух из ледовни своей проходила в горячую ванну. Жила таким способом десятилетия. Дмитрий Сергеевич — оранжерейный, утончённый попик, воздвигший малелинку среди духов туберозы, гаванских сигар, видом постник, сос щёк, строго выпуклые водянистые очи, душою чиновник. А духом — капризник и чувственник, субъективист до мизинца. Кричал он об общине, а падал в обмороке от звонков, проносяз в кабинет, от поклонников, сбывший их гиппиус. Отпрепарировав, взяв за ручку, их гиппиус вела в кабинетище. — Дмитрий! А он выходил и обнюхивал новых своих поклонников с короговоркой рявкой в тысячный раз в миллионный. Вы — наши, мы — ваши, ваш опыт — наш опыт. Он слушал не ухом, а порами кожи, показывал белые зубы и напоминал блоку маску осклабленного орликина, обросшего шерстью до бледно-зелёной скулы. Сядет слушать и бьёт по коленке рукой. Не дослушав, загнёт трёхколенчатым, великолепно скруглённым периодом. Хлопнет, как пробка бутылочная, почти механически. — Бездна! Бог! Зверь! И пуча ока ушмякивает в свой кабинет, превосходный, огромный, прекрасно обставленный, как кабинет управляющего департаментом. Стол? Двадцать пять мережковских уложишь. Священная рукопись ещё раскрыта, его рукопись. Он пишет в день часа полтора, с половин одиннадцатого до полдня. Бросал при звуке полуденной пушки. Весь день потом отдыхал. Как ударит вдали Петропавловка, кладёт перо. Я видал его ещё не просохшую рукопись, и фразу последнюю с неё считывал. Она кончалась порой двоеточием. Вокруг священного его текста квадратом разложены карандаши, перья, ножницы, щипчики, пилочки, клей, пресс-папье, разрезалки, линейки, сигары, как выставка. Рукой касаться? Ни-ни. Сиборитище этот оскалится тигром. Что было, когда раз, завертевшись, я сломал ему ножку от ломберного утончённого столика? В эту минуту звонок. Он. Как? Что? Мне сломали? Что делали? В статуи вертелись. Как? Родели? Помилуйте, попросту веселились. Родели, родели. Какой ужас, Боря! Нас выставил, а сам захлопнулся. Холод, покой, тишина. Одиночество, блеск, аккуратность. Коричнево вспухшие чувственные губы посасывали дорогую сигару, когда, облечённый в коричневый свой пиджачок, перевязанный синим опрятно затянутым галстуком, садился он в своё кресло. И девочкину волосатую ручку с сигарой на ручку кресла ронял, пуча очи в коричнево-серую стену и праздно балдея. Бывало, в огромных стенах под огромными окнами шлёпает туфли по диагонали, как палка, прямой и холодной. Схватя за спиной руками, напучивши губы, насвистывает, а сигарный дымок отвеется от фалды его. Пахнет корицами. Холодно, в пледик уйдёт, и прыг ножками в чёрный диван. Закрывается пледиком, туфлей с помпоном вращая, читает арабские сказки. Часами один. А в гостиной Антон, Дима, Зина запрели над тему успешной заказанной ему статьи. Он с сигарой, от сказок своих оторвавшися, шмякал туфлей. К нам выйдет, усядется хлопать глазами, а Дима, Антон, Зина, Тата ему подадут точно мёд, за него продуманный материал. Отведав его, свистнет, уйдёт. А с утра застрочит фельетон, где сбор книжной мыслей у Гиппиус, у Философова, у Карташова. Невиннейша выступит. Община, кооперация или поставка сырья. Сырьё мы. Зинаиду и Гиппиус, вываренные в каминном огне. Он ей сбыл философова Волжского блока, меня, Карташова, Бердяева. Она, бывало, старается. Он уж выходит на голос. Послушает, встанет при двери. Иного путеет Смирнов, склонит свой воротник и два уха. Приять бледно-нежную лапочку, поданную с неприязнью. О, не обращайте внимания. Зинаида Николаевна, Смирнов, Рожеватый, Иванов. Его вводят в сути речи, а он получает Смирнова. Борис Николаевич интуитивно берет. Вы логически. Вы с Борисом Николаевичем не поймете друг друга. Различие непереступаемо. Бездна. Зинаида Николаевна. Дмитрий, слушай ушами. Опять не в попад. Боря же с Кантом. Смирнов с метафизикой. Тщетно. Не слушал. И путал. Увидев Евгения Павловича, Иванова, впавшую в игривость. Распрыг с рыком. Гыжжак. И толкнув Иванова на диван, ну, игриво, локсями, пыряться, кидаясь бочком. Он гыжжак гыжжаком. Ер, как г, выговаривал. Полу г. Ж, подчеркну так. Так что рыжак выходило гыжжак. Порами кожи, а не ушами слушает, нам пояснял Гиппиус. Или он примется, гетко дразнится поэзией Блока. Блок косноязычен. Рифмует границ и царицу. Подразумевается заключительное четверостишее стихотворение Блока «Я живу в отдаленном скиту», январь 1905 года. Но живу я в далеком скиту и не знаю для счастья границ. Тишиной провожаю мечту, и мечта воздвигает царицу. Блок, собрание сочинений в восьми томах, том 2. 20 февраля 1905 года Гиппиус писала Белому. Блок принес тате стихи. Там все царицу, и мне они весьма нравятся. Литературные наследства. Том 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга 3. Примечание редакции. Как мячиками пометает глазками в меня Философова. У Льва Толстого кричал Анатоль, когда резали ногу ему. О-о-о! Иван же Ильич у Толстого, когда умирал, то кричал «Не хочу!» А у Блока царицу! У-у-у, хвостик! Он шлейф подозрительной дамы его. «Не запутайте с Боря, вы в эдаком шлейфе!» И очень доволен, что нас напугал. И бежит. В кабинете захлопнуться, бросив нас Гиппиус. Я с ним встречался за утренним кофе, часам к десяти. Зинаида Николаевна к двум из ледовни своей выходила. А тата и нато, художницы-сестры, часов из девяти в академии. Белый скатерть, стаканы и булки. Дмитрий Сергеевич, я не звука друг другу. И всякой, сказал бы, надулся. С оттенком брезгливости чопорно он подавал свою ручку мне. Но я знал, что брезгливость его — роман «Петр». Роман Мережковского «Петр и Алексей. Антихрист. Последняя часть трилогии «Христос и Антихрист» печатался в 1904 году в «Новом пути». Примечание редакции. Он писал его с половины одиннадцатого и боялся, что мысли ему я спугну. Мы над кофе бросали друг в друга угрюмые взоры. Вдруг бросивший кофе шлеп-шлеп в кабинет. С величайшую мукою отстрачивая свою фразу прекраснейшим почерком. В рукописи не было помарок, лишь вычерки. Но вот пушка ударила, и, тихо насвистывая в меховой своей шапке, в пальто на меху легким скоком в переднюю, шел в летний сад. Недописанная же фраза на запятой досыхала. Бывало пуржит над него, пересвистывая через копья решетки, всклокоченной лопастью белая пырснь. Из нее выбегает вдали он, в бобре оснеженном, малюсенькой, воск, не лицо. Я не раз на него натыкался. Фигурка бежала, не видя меня. А когда замечала, то чопорно, с явной брезгливостью к шапке тянула два пальца. И, не дотянувшись, руку в карман. Под углом прямым свертывал боковую дорожку, чтоб скрыться в клокочущем дыме пурги. Мы сбегались к двум. Завтракать. Завтракали, как за кофе, вдвоем. Таты, Наты и Зины нет. В третьем Зинаида Николаевна из ледовни в капоте с обмотанную головою проходит в горячую ванну, которую Даша, ее престарелая няня, готовит. В четвертом камин затрещал. Боря, что же не идете? Сидение наше открыто. Звонки с четырех. Карташов. Философов. Философов является с видом придиры и экзаменатора, безукоризненно бритый, при маленьких усиках, американская стрижка. Сияя молочную ямочку и подбородка и галстком бледно-небесного цвета, светился пробором прилизанных русых волос. На нем гладкая серо-мышевая пара. На лед серо-перловый. Слушаясь с бледным литком. И свой сломленный корпус несет, перешмякивая на шажочках малюсеньких. Он, отвечая, лицо подает, как ладонь. Весь обидная поза внимания. Позвольте же, тенором, несколько смазывая О и Э, руку навесь. Своей папироской над пепельницей. Точно выставленный манекен из зеркальной витрины. Стеклом не мигающий глаз. Почему вы так думаете? Удивлял, впрочем, он. Лед затает. Распек перейдет в журкотню. Вот уж он улыбается верхнюю частью лица. Губы не улыбаются. Шмякает мягким ковром. И несет на диван длинный корпус. Шажочками маленькими. Изогнув свою брюку. С паохом в диван он обрушит с корпусом. Локоть в подушку. Отсюда несутся дымки. Он доволен, что службу понес, потому что обидная трезвость, распек, журкотня, как ступени спадающей лестницы. То пролегомены к его функции. Он тетушка и экономка идейного инвентаря Мережковских. Он гувернанткой, бывало, за вами следит, как за пупсом, играющим с уверенным его дозору смешным карапузиком. Дмитрий, его карапузик, держал в рукавицах ежовых. За ручку схватив, с ним он шмякал в салон, где слонимской и струве и эдак и так карапузика. А карапузик с опаской косился на Диму, который в салоне перед Дмитрием нес караул. Здесь он был коммердинер. Пришмяковшись с ним из салона, придирчиво анализировал каждую глупость наивного малого. Дмитрию все отливалось, по косточкам перебиралось и ставилось два или три, а четыре не ставилось. Дмитрий нахлопает громкой риторикой. Дима подаст, как ладонь, подбородок с протягами корпуса. — Позволь, позволь, тут смешение. А во-вторых, он обдернет с перловым налетом пиджак, два шажка, остановка. Тут есть два шажка, остановка и задунь, и задерж в носки. Гессен так тебе скажет. И корпусом пав на диван, локтем в угол подушки. — Не правда ли, Боря? — Скажите ему, социал-демократы ведь его осмеют, а? — Не правда ли? С долгим растягом на «а». И как липко ободранный Димою, Дмитрий бежит в кабинет, чинить схему. А Зина вдогонку — хорош. Дмитрий шмякает, бегает, курит, чинит. Дима раза четыре заставит его пробежаться, гоняет сквозь строй. Наконец под статейкой подпишет. — Одобрено. И как бы штемпель приложит. Философов канцлер двора Мережковских. Это он уволок Мережковского в дебри политики и силец в нем вымыслить мысли. Когда вымыслилась, то оказалось, что жалкое. Лучше бы оставил его при риторике. Сила Дмитрия Сергеевича — риторическая загогулина. Слабость — его фильютончик, который уносится Димой в газету, и там перед Струве Туган-Барановским отстаивается. На важное общественное заседание, куда Дима фрак надевал, бедный Дмитрий не брался. От имени Дмитрия Сергеевича тонно вставал и докладывал. — Дмитрий Владимирович. Туган-Барановский и прочие. — Дмитрий Сергеевич. — Нет-нет. — И смешок сквозь морщок. — Ну, а Дмитрий Владимирович — человек положительный. Дмитрий Владимирович ярк был, когда в мире искусства сидел. Но зато не был он человек положительный. Сколько усилий себя опреснить для того, чтобы Струве сказал «человек положительный он». В мире искусства, издававшемся с 1899 по 1904 год, Щелософов вел литературно-критический отдел. Был наряду с Дягилевым и Бенуа одним из лидеров журнала. Примечание редакции. Иголопом влетал с четырех часов, угрожал чернотами глазных провалов, вияс, точно уж, карташов, называемый в быте коммуны в те годы Антоном. Кивал из дверей указательным пальцем и гоголевским своим носом, зеленый, костлявый, с несвежей кожей, с пожухлыми усиками, цвет медвежьего меха. Порхали последним протестом зеленые глазки его. «Вы сидите, а тут кругом дела, да-да-да». Нигде не присаживаясь, мимо кресел, диванов, по кругу, галопом, прискоком, с плетирами рук под усами, с сиганем спины, с перевертом на Дмитрия, Зину и Диму, которых обскакивал, мчался, как с кочки на кочку. Сергея Платоночка Блукова я уговорил опонировать, если Булгаков придет, и захлебываясь южно-русским своим тенорком, как дьячок из диканьки, в припрыжку, в захлест, и слова тарахтели, как десять мешков, высыпавших сухие горошины. О заседании религиозного общества, о женских курсах, где долго церковное право читал он, о митинге. Все с кося смчалось, родел, закрывая глаза и поматывая, носом такой загогулиный. Вкопаном ставший, ладонь прижимая к дощечке грудной, он снедался сухим огнем, своей лихоманкою страстной. Казалось, что вспыхнет, лиловым морщочком отвеется в пламени, губы, скривленные точно в блаженнейшей боли, глаза, так змеино прикрытые, щелки. В своем красноречии он числился златоустом, но проходившим учебу у Писарева. Бывало иссякнувши, рушился трупом в кресло, короткий пиджак масти рябчика, сжаты костяшки лягушечих пальцев, над ним, как нос, подбородок простренный. Напоминал мне он Павла Астрова. Так же глазами пил речь, не поймешь, издевается или согласен. Он раз пригласил меня к себе отобедать. Был внимателен до нельзи, да-да-да-да-да, угостивши, повел на заседание. Я читал реферат в его обществе. Он, председательствуя, слушал меня с тем же покивом, с зажимом костяшек, костяшками пальцев. И вдруг, точно в пляску скелетов, взвивающих саваны, он, председатель, взлетел, развиваясь у ртук, чтоб, приставивши два указательных пальца к вискам, изогнув саркастические губы, юляв вправо-влево рогами, им сделанными южнорусским своим тенорком, показать меня чертом. Да-да-да-да-да-да, тут показывали нам хвостатых, рогатых, но мы не согласны на них. Я спиною к нему, он за мною. После заседания, Борис Николаевич, к вам я два слова, и, взяв меня под руку, ринулся в дверь. Несли с петербургскую ночью, и он, не сердитесь, пожалуйста. Свою брошюру поднес за душевной надписью, был столь же искренен, как и в минуту, когда меня сделал чертом для паствы своей. Видимо, либо краткая историко-критическая очерка систематической обработки русской церковной истории, Карташова, Санкт-Петербург, 1903, либо же его «Русская церковь» в 1905 году, Санкт-Петербург, 1906. Примечание редакции. Он, ломаясь зигзагами, выбросив палец «да-да-да-да-да», с «нет-нет-нет», мчал, бывало, по кругу гостиной, опущенный, выцветший усик, свинцовые всосы щек и нос, как у Гоголя, больно углил во всех смыслах, душевном, духовном, физическом. Дима щипцами забукливал, как парикмахер идеи Мережковского, а Карташов их трепал трепками налево, направо, налево, вы жертвою пали, и Писарев вправо, «Возвах тебе, Господи!» и «Златоуст!» То и дело я слышала от Мережковских. Антон убежал, хлопнул дверью. Антон нигилизм развивает. Антон развивает церковность. Пусть тата и нато притащат Антона. Сестрицы две сильно дружили с ним. Зина царапала больно. Царап-цап! Он в дверь. За ним тата и нато. Бывало, вволакивают. Он брыкается. Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Не могу, Зинаиду, я Николавной! Николавную, как южно-рус. Дмитрий нем и напуган. А Дима, пыряющий Дмитрия, нежен, внимателен, предупредителен с Карташовым. Он есть мирящий. Проблема Антон или Зина? Кого кто обидел? Кто бровью не так передернул? Кто эдак губу прикусил? Мне бывало ужасно, когда меня втаскивали в эти стародавние их при... Нет же, слушайте, Боря! Почем, знаю я, корень свар? Может, семинарист в своем быте русейшей наталкивался на дворянку и на декаденточку происхождения шведского? Где-то носами их, видно, стукнуло. Может, в те годы, когда он, Успенской, двоюных профессора из Духовной Академии, жар свой несли, откликаясь на зов Мережковского. Когда небесный профессор, так в шутку обоих звали, катая Зинаиду Николаевну в час заката на лодке, песни певал ей в свете тихий. Певал он прекрасно церковные песни, я раз его слушал. Не знаю, но черная кошка меж ними была. Раз он жаловался мне на патронов своих, они узкие. Моя последняя встреча с ним, дни февраля 1917 года, с той же дикой страстностью, как и при первом знакомстве, он, провопияв «Не могу, не могу» из гостиной Мережковских в переднюю хлоп, Мережковской, «Антон убежал! Я скоро уехала в Москву». Карташов вернулся к Мережковским с портфелем министра. Мы больше не виделись. Во втором и третьем коалиционных правительствах Керенского 24 июля 25 октября 1917 года Карташов занимал пост оберпрокурора Синода, министра исповеданий. Примечание редакции. Он связан мне с сестрами Гиппиус, с Татой и с Натой. Он более с Татой дружил, все она меня уводила к себе, усадивши на серый диван, мне показывала ряд альбомов, дневник зарисовок фантазий и снов. Блок рисунки ее оценил, посвятив Тате твари весенней, иль «Скоро чертик запросится ко святым местам». Тема рисунка в чертике нежити или скелеты. Один на луне загогулиной несся, плеснув белым саваном. «Знаете, Тата, кого бы я пририсовал?» «Догадайтесь». «Антон Владимировича?» «Конечно». «Не правда ли что-то в нем от хамы Брута, промчавшего ведьму по кочкам, а после отчитывавшего ее в пустой церкви?» Эпизоды из повести Гоголя Вий, 1835, примечание редакции. «Пожалуй». Он также отчитывался от укусов Гиппиус. Пуще того, министр исповеданий читал в пустой церкви проекты свои, стены рухнули. Тата, как помнится, брала уроки у Репина. «Ната» насвистывала и вырезывала статуэтки. Красивая, голубоглазая, бледная и молчаливая стрижка. Казалось мне послушником. Зина, Дмитрий, Марийствовали в кабинете, в гостиной, а та-то была вечной Марфою. Бремя хозяйства, уборки, хранения квартиры лежала на ней и на нянюшке, Даши. Евангельские образы, символизирующие два пути человеческого служения. Небесный Мария и земной Марфа. Смотрите «Евангелие от Луки», примечание редакции. «Антон», «Тата», «Ната» и «Дима» — столпы догмы Дмитрия в эти годы. Остальные — оптанты. Они приближались, отскакивая. Их состав изменялся. Потели над ними с терпением. Никто не пришел. Это я, Ремезова, Глинка, Бердяев, Тернавцев. Кто тут не присиживал? И Шагинян на короткий срок приседала, и Блок, и... и Вельковыстской с Румановым. Не присели ли? Присел таки Савенков. А в 905-906 появился здесь Николай Бердяев. Высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривою, высоколобый, с щеками румяными, так контрастировал с черной бородкой и синим доверчивым глазом. Не то сокрушающий дерзостным словом престолы царей Новохудоносор, не то древний черниговский князь, горцевавший не на табурете, в седле, чтобы биться с татарами. Синяя пара, идущая очень к лицу, малый пестрый платочек, торчащий букетцем в пиджачном кармане, он в белом жилете ходил. Он входил легким шагом, с отважным закидом спины и, слегка приподнявши широкие плечи, с подъерзом, почти незаметным, кудрями отмахивал к ручке. Грустнее улыбкой садился на пуфик под гиппиус, сидял глазами, стараясь молчать, как воспитанный эпикуреец, а не как философ. В усилиях на низком пуфике стройно сидеть, не орлом, он потрескал пуфиком, дергался шеей и галстук рукой оправлял. Сан-Бернар в голубятне. Внимал, силясь быть церемонным и мягким. Но вот, сдерживаясь, задеты, его точку зрения тронули, с живостью, с дергом, со скрипом, схватясь, трепетавший рукой за ручку, закидывал ногу на ногу, чтобы не слететь себе под ноги, точно под ними отверстая бездна. Слетал. Вообще говоря, нет же, я утверждаю, с пронзительной силой, точно карьером неся, содержа в отлетевшей руке боевое копье, а не выскочивший карандашик. Миг гиппиус нет. Кверх тормашками рухнет под этим наскоком богатыря на татарина, а не на даму. Но дама сидела. А вот богатырь кувырком, через голову лошади прямо лбом в бездну. Не это случалось, а нервный притык утверждаю. Упав головой у свои кулаки, подлетевший их красным губам, как у мавра, рвал губы, оскалясь, мигая и прыгая, теперь сутулой спиной, подавяз утверждением. Из ротового отверстия черно-огромного красный язык вывисал до грудей. Он одной рукой язык себе селился снова упрятать, трясясь над ним, а другой, отлетевший, хватался за воздух и рвал его, так ловит моль. После этого нервного тика рука, рот, язык, голова возвращались на место. И я утверждаю, лила с неагара коротких, трескучих, отточенных фразочек. Каждая как ультиматум. Сказуемая, подлежащая, точка. Сказуемая, подлежащая, точка, которую ставил его карандашик копье, протыкая пространство меж пуфиком и дьяволицей белой. Ни возраст, ни пол, ни достаток, ни класс не влияли. Сидит тут бог-отец, паралитик, иль пупс, с одинаковой убежденностью произнесется прокол точки зрения, точку зрения. Мавр непреклонен. Свершив свое дело, задумчивый, грустный, внимающий, мягко бывало сидит. И сияют глаза его синие. Чуть улыбнется и галстук оправит. В том пафосе было несносное что-то, но детское, точно слепой. Мережковский, глухой, тот кричал про свое. Когда спорили до хрепоты про Фому и Ерему, то другие старались вернуть разговор в берега. Дмитрий, слушаю шпорами. Дмитрию, Зина. Как вы, Николай Александрович, не видите сами, бывало, Дима. Не внемлют. Гам этих догматиков, идеалиста-философа, с мистиком от теологии, напоминал бой Тапира с мартышкою. Бердяев, вспыхивая, выговаривал нестерпимые, узкие, крайне дотошные истины. Лично же был не узок и даже широк, до момента, когда себя обрывал. Довольно, понятно. И тогда над мыслителем или течением мысли, искусства, политики ставился крест. Возомнивший себя крестоносцем, Бердяев, построивший стены из догмата, сам становился на страже стены, отделивший его самого отхода им на половину понятой мысли. Себя он ужасно обуживал. Не обузданное воображение воздвигало очередную химеру. Эту химеру оковывал непереносным догматом он, а ковав, никогда уже более не внимал тому, что таилось под твердую оболочкой догмата. Оборотной стороной догматизма его мне казался всегда химеризм. Начинал он бояться конкретного знания предмета, провизи химеру в конкретном. И с этим конкретным боролся химерою, отполированную им под догмат. Совсем химерический образ больного гюисманца оказывался догматически бронированным, истинами от Бердяева. И он объявлял крестовый поход против созданной им химеры, дергаясь, вспыхивая, выстреливая градом злосчастных сентенций, горцуя на кресле, ведя за собой послушных бердиинок, приступами штурмовать иногда лишь четвертое измерение. И вылетал как в трубу в мир чудовищных снов. Он кричал по ночам. Мне казался всегда он субъективистом от догматического православия, или обратно, правоверным догматиком мира иллюзий. Домаш часто бывал так спокойно рассеян, грустно-приветливый, очень всегда хлебосольный, являлся из кабинета воссиживать каким-то сатрапом на красное кресло, только что отскрипевший пером, проколовшим позицию Мережковского в бойком своем фильетоне, который появится завтра же. После боя чернильного ужинал, молчаливый, усталый, предоставляя Бердяевой и сестре ее за ужином монополию мира идей, и внималом с сигарой во рту. В его доме бывало много народу, особенно много стекало суда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от разговора с хозяином. Скажешь словечко ему, ждешь ответа его, но шумчится стремительная громкая стая словесности дамской, раскрамсовые слова, не давая возможности Бердяева планомерно ответить. Было много идейных вакханок вокруг него. Мережковские меня приглашали, затащив в разговор, подымать с Бердяевым нудные, ставшие скором ненесносными темы, когда возвращалась от блоков я около двенадцати часов ночи. Ну, наигрались, пора и задела, лукаво мигал Мережковской. «А мы, Гиппиус, пока вы с блоком молчали, тут все обсуждали. Подписываться под протестом или нет?» Оглашался протест, и кряхтя на плечах подымал я общественно-религиозную тему. Но скоро меня утомила общественность эта, тем более, что в ней всплывал уже струве с полярной звездой. Яш Левел. Мережковской во мне натыкался, во-первых, на недопустимое для него поднимавшееся сочувствие к эсдекам, он же лынял меж кадетами и меж эсерами, и, во-вторых, ему претил круг моего философского чтения. «Это ж механика мертвая!» он восклицал. Мертвой механикой он считал все, что не он. Любопытство и художественного, и теоретического порядка влекло меня к этим религиозным философам, как оно же влекло и к философам нерелигиозным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова